Сэнгхито-сутта, кратко. АН 5.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саватхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, существуют эти пять сил ученика. Какие пять? 1. Сила веры. 2. Сила стыда. 3. Сила боязни совершить проступок. 4. Сила усердия. 5. Сила мудрости. Таковы пять сил ученика. 1. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем обладать силой веры ученика, мы будем обладать силой стыда, боязни совершить проступок, усердия, силой мудрости ученика. Вот, монахи, как вы должны тренировать себя. 1. Не стоит путать эти пять сил ученика. Панча Секхабалани, с пятью силами. Панчабалани, в списке 37 средств к просветлению. Смотри. АН 5.13.16. Комментарий. Сила семи учеников. Сила веры называется так, потому что она не колеблется перед лицом безверия. Сила стыда не колеблется перед лицом без стыдства. Сила боязни совершить проступок не колеблется перед лицом безбоязненности совершить проступок. Сила усердия не колеблется перед лицом ления. Сила мудрости не колеблется перед лицом невежества. Виттхата сутта, подробно. АН 5.2. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять сил ученика. Какие пять? Сила веры, сила стыда, сила боязни совершить проступок, сила усердия, сила мудрости. Один, и что такое сила веры? Вот ученик благородных наделен верой. Он верит в просветление Татхагаты так, благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Это называется силой веры. Два, и что такое сила стыда? Вот у ученика благородных есть чувство стыда. Он стыдится телесного, словесного, и умственного неблагого поведения. Он стыдится обретения плохих, неблагих качеств. Это называется сила стыда. Три, и что такое сила боязни совершить проступок? Вот ученик благородных страшится совершения проступков. Он страшится телесного, словесного, умственного неблагого поведения. Он страшится обретения плохих, неблагих качеств. Это называется силой боязни совершить проступок. Четыре, и что такое сила усердия? Вот ученик благородных зародил усердие к оставлению неблагих качеств и к обретению благих качеств. В этом он силен, упорен в старании, не отложил свои обязанности развивать благие качества. Это называется силой усердия. 5. И что такое сила мудрости? Вот ученик благородных мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, один, благородный, проницательный, ведущий к полному уничтожению страданий. Это называется силой мудрости. Таковы пять сил ученика. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем обладать силой веры ученика, мы будем обладать силой стыда, боязни совершить проступок, усердия, силой мудрости ученика. Вот, монахи, как вы должны тренировать себя. Один, комментарий поясняет, что речь идет о мудрости, способной проникнуть в происхождение и исчезновение пяти совокупностей. Духа сутта, страданий. АН 5.3. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монах пребывает в страдании в этой самой жизни, с беспокойством, унынием, взбудораженностью, и после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он попадет в плохой удел. Какими пятью? Вот монах лишен, один, верой, он, два, бесстыден, три, не боится совершить проступок, четыре, ленив и, пять, немудр. Обладая этими пятью качествами, монах пребывает в страдании, можно ожидать, что он попадет в плохой удел. Монахи, обладая пятью качествами, монах пребывает в счастье в этой самой жизни, без беспокойства, уныния, взбудораженности, и после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он попадет в плохой удел. Какими пятью? Вот монах наделен верой, у него есть чувство стыда, он боится совершить проступок, он усерден и мудр. Обладая этими пятью качествами, монах пребывает в счастье, он попадет в плохой удел. Итхабхата сутта, как если бы затянули силой. АН 5.4 Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монах перерождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими пятью? Вот монах лишен, один, веры, он, два, бесстыден, три, не боится совершить проступок, четыре, ленив, и, пять, немудр. Обладая этими пятью качествами, монах перерождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Монахи, обладая пятью качествами, монах перерождается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими пятью? Вот монах наделен верой, у него есть чувство стыда, он боится совершить проступок, он усерден, и мудр. Обладая этими пятью качествами, монах перерождается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Сикха сутта, тренировка. АН 5.5 Благословенный сказал, Монахи, любые монахи или монахини, которые оставили монашескую тренировку и вернулись к низшей жизни домохозяина, в этой самой жизни навлекают на себя пять уместных оснований для критики. Какие пять? 1. У тебя не было веры в практике развития благих качеств. 2. У тебя не было стыда в практике развития благих качеств. 3. У тебя не было боязни совершить проступок в практике развития благих качеств. 4. У тебя не было усердия в практике развития благих качеств. 5. У тебя не было мудрости в практике развития благих качеств. Любые монахи или монахини, которые оставили монашескую тренировку и вернулись к низшей жизни домохозяина, в этой самой жизни навлекают на себя пять уместных оснований для критики. Монахи, любые монахи или монахини, которые живут полной и чистой святой жизнью, даже испытывая при этом боль и уныние, рыдая с лицом полным слез, в этой самой жизни обретают пять уместных оснований для похвалы. Какие пять? 5. У тебя есть вера, чувство стыда, боязнь совершить проступок, усердие, мудрость в практике развития благих качеств. Любые монахи или монахини, которые живут полной и чистой святой жизнью, даже испытывая при этом боль и уныние, рыдая с лицом полным слез, в этой самой жизни обретают пять уместных оснований для похвалы. Самопатти сутта «Вхождение» АН 5.6. Благословенный сказал, монахи, один, нет вхождения в неблагое, покуда надежно утверждена вера в практике развития благих качеств. Но когда вера исчезла, и человека охватило отсутствие веры, то тогда имеется вхождение в неблагое. 2. Нет вхождения в неблагое, покуда надежно утверждено чувство стыда в практике развития благих качеств. Но когда чувство стыда исчезло, и человека охватило без стыдства, то тогда имеется вхождение в неблагое. 3. Нет вхождения в неблагое, покуда надежно утверждена боязнь совершить проступок в практике развития благих качеств. Но когда боязнь совершить проступок исчезла, и человека охватила безбоязненность совершить проступок, то тогда имеется вхождение в неблагое. 4. Нет вхождения в неблагое, покуда надежно утверждено усердие в практике развития благих качеств. Но когда усердие исчезло, и человека охватила лень, то тогда имеется вхождение в неблагое. 5. Нет вхождения в неблагое, покуда надежно утверждена мудрость в практике развития благих качеств. Но когда мудрость исчезла, и человека охватило отсутствие мудрости, то тогда имеется вхождение в неблагое. Кама сутта, чувственное удовольствие АН 5.7 Благословенный сказал, монахи, по большей части существа покорены чувственными удовольствиями. Когда представитель клана оставил серп и коромысла и покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, то его можно назвать представителем клана, который ушел в бездомную жизнь благодаря вере. И почему? Молодые могут заполучить тот или иной вид чувственных удовольствий. Низшее чувственное удовольствие, среднее чувственное удовольствие, высшее чувственное удовольствие, все они считаются просто чувственными удовольствиями. Представьте, как если бы младенец, невежественный, лежащий на спине, засунул бы себе в рот палку или камень из-за беспечности его няньки. Его нянька тут же бросилась бы к нему и попыталась вытащить это. Если бы она не смогла вытащить это, она бы ухватила голову малыша своей левой рукой, согнув палец своей правой руки, она бы вытащила это, даже если ей пришлось бы сделать так, что у него пошла кровь. И почему? Для малыша это было бы до некоторой степени болезненным, я не отрицаю этого, но няньке пришлось бы сделать так ради его благополучия, и сострадания к нему. Однако, когда малыш бы вырос и понимал бы что к чему, нянка не волновалась бы о нем, думая так, малыш может сам за собой присмотреть. Он не будет беспечным. Точно так же, пока монах еще не совершенен, 1, в вере в практике развития благих качеств, 2, в чувстве стыда, 3, в боязни совершить проступок, 4, в усердии, 5, в мудрости в практике развития благих качеств, мне все еще нужно присматривать за ним. Но когда монах совершенен в вере, мудрости в практике развития благих качеств, я не волнуюсь о нем, думая так, этот монах может сам за собой присмотреть. Он не будет беспечным. Чивана сутта «Отпадение» АН 5.8. Благословенный сказал, «Монахи, обладая пятью качествами, монах отпадает и не утверждается в благой Дхамме». Какими пятью? 1, монах, не имеющий верой, отпадает и не утверждается в благой Дхамме. 2, бесстыдный монах. 3, монах, который не боится совершить проступок. 4, ленивый монах. 5, немудрый монах отпадает и не утверждается в благой Дхамме. Обладая этими пятью качествами, монах отпадает и не утверждается в благой Дхамме. Монахи, обладая пятью другими качествами, монах не отпадает, но утверждается в благой Дхамме. Какими пятью? Монах наделен верой и не отпадает, но утверждается в благой Дхамме. Монах, наделенный чувством стыда, боязнью совершить проступок. Усердный монах. Мудрый монах не отпадает, но утверждается в благой Дхамме. Обладая этими пятью качествами, монах не отпадает, но утверждается в благой Дхамме. Подхама Агарава Сутта «Непочтительный 1. АН-5-9. Сутта идентична предыдущей АН-5-8, но в первой части вместо «монах» здесь везде идет «непочтительный и неуважительный монах», а во второй «почтительный и уважительный монах». Дутия Агарава Сутта «Непочтительный 2. АН-5-10. Благословенный сказал «Монахе, обладая пятью качествами, непочтительный и неуважительный монах не способен достичь роста, совершенствования, зрелости в этой Дхаме и Винае. Какими пятью? 1. Непочтительный и неуважительный монах, не имеющий веры, не способен достичь роста, совершенствования, зрелости в этой Дхаме и Винае. 2. Непочтительный и неуважительный бесстыдный монах. 3. Непочтительный и неуважительный монах, который не боится совершить проступок. 4. Непочтительный и неуважительный ленивый монах. 5. Непочтительный и неуважительный немудрый монах не способен достичь роста, совершенствования, зрелости в этой тхами и винае. Обладая этими пятью качествами, непочтительный и неуважительный монах не способен достичь роста, совершенствования, зрелости в этой тхами и винае. Монахи, обладая пятью другими качествами, почтительный и уважительный монах способен достичь роста, совершенствования, зрелости в этой тхами и винае. Какими пятью? Почтительный и уважительный монах, наделенный верой, способен достичь роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамии Винаи. Почтительный и уважительный монах, наделённый чувством стыда, боязнью совершить проступок, усердный монах. Почтительный и уважительный мудрый монах способен достичь роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамии Винаи. Обладая этими пятью качествами, почтительный и уважительный монах способен достичь роста, совершенствования, зрелости в этой Дхамии Винаи. Ананус сутта сутта, неслыханных прежде. АН 5.11. Благословенный сказал, «Монахи, я заявляю, что достиг исполнения и совершенства прямого знания в отношении вещей, неслыханных прежде. Есть, монахи, эти пять сил Татхагаты, которыми обладает Татхагата, и, обладая которыми, он занимает место быковожека стада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. Какие пять? Один, сила веры, два, сила стыда, три, сила боязни совершить проступок, четыре, сила усердия, пять, сила мудрости. Таковы пять сил Татхагаты, которыми обладает Татхагата, и, обладая которыми, он занимает место быковожека стада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. Один. Один, это лишь некоторая часть сил Татхагаты. Смотри также, например, АН 10.21. Кута-сутта, вершина. АН 5.12. Благословенный сказал, «Монахи, существуют эти пять сил ученика. Какие пять? Один, сила веры, два, сила стыда, три, сила боязни совершить проступок, четыре, сила усердия, пять, сила мудрости. Таковы пять сил ученика. Из этих пяти сил ученика сила мудрости считается наивысшей, которая удерживает вместе все остальные, которая объединяет их. Подобно тому, как вершина, это высшая часть дома с остроконечной крышей, часть, которая удерживает вместе все остальные, которая объединяет их, то точно также, из этих пяти сил ученика сила мудрости считается наивысшей, которая удерживает вместе все остальные, которая объединяет их. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем обладать силой веры ученика, мы будем обладать силой стыда, боязни совершить проступок, усердие, силой мудрости ученика. Вот, монахи, как вы должны тренировать себя. Сангхитта сутта, кратко. АН 5.13. Благословенный сказал, монахи, существуют эти пять сил. Какие пять? Один, сила веры, два, сила усердия, три, сила осознанности, четыре, сила сосредоточения, пять, сила мудрости. Таковы пять сил. Один. Один, этот набор пяти сил, Панчебалани, входит в состав тридцати семи средств к просветлению, Батхипаркхиядхамма. Виттхата сутта, подробно. АН 5.14. Благословенный сказал, монахи, существуют эти пять сил. Какие пять? Один, сила веры, два, сила усердия, три, сила осознанности, четыре, сила сосредоточения, пять, сила мудрости. Один, и что такое сила веры? Вот ученик благородных наделен верой. Он верит в просветление Татхагат и так, благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Это называется силой веры. Два, и что такое сила усердия? Вот ученик благородных зародил усердие к оставлению неблагиев качеств и к обретению благих качеств. В этом он силен, упорен в старании, не отложил свои обязанности развивать благие качества. Это называется силой усердия. Три, и что такое сила осознанности? Вот ученик благородных осознан, наделен высочайшей осознанностью и настороженностью, хранит в памяти и помнит то, что было сделано и сказано давным-давно. Это называется силой осознанности. Четыре, и что такое сила сосредоточения? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, ученик благородных входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, в четвертой джхане, которая неприятно и неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Один. Это называется силой сосредоточения. Пять. И что такое сила мудрости? Вот ученик благородных мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Это называется силой мудрости. Таковы, монахи, пять сил. Два. Один. Здесь джханы раскрываются по стандартной формуле, как, например, первые четыре пунктов АН 9.32. Два. Смотри. АН 7.4, где пять сил ученика объединены с пятью силами, и, с учетом совпадений, их становится в итоге семь. Даттхабба сутта, следует видеть. АН 5.15. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять сил. Какие пять? Сила веры, сила усердия, сила осознанности, сила сосредоточения, сила мудрости. Один. И где, монахи, следует видеть силу веры? Силу веры следует видеть в четырех факторах вступления в поток. Один. Два. И где следует видеть силу усердия? Силу усердия следует видеть в четырех правильных усилиях. Два. Три. И где следует видеть силу осознанности? Силу осознанности следует видеть в четырех основах осознанности. Четыре. И где следует видеть силу сосредоточения? Силу сосредоточения следует видеть в четырёх джханах. Пять, и где следует видеть силу мудрости? Силу мудрости следует видеть в четырёх благородных истинах. Один, четыре фактора вступления в поток, прочная нравственность и вера в три драгоценности. Смотри. АН 9.27. Два, смотри. СН 49.1. Панакута сутта, вершина. АН 5.16. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять сил. Какие пять? Сила веры, сила усердия, сила осознанности, сила сосредоточения, сила мудрости. Таковы пять сил. Из этих пяти сил ученика сила мудрости считается наивысшей, которая удерживает вместе все остальные, которые объединяет их. Подобно тому, как вершина – это высшая часть дома с остроконечной крышей, часть, которая удерживает вместе все остальные, которая объединяет их, то точно также, из этих пяти сил ученика сила мудрости считается наивысшей, которая удерживает вместе все остальные, которая объединяет их. Патха Махита Сутта, Благополучие 1. АН 5.17. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монах практикуют ради собственного блага, но не ради благ других. Какими пятью? 1. Вот монах совершенен сам в нравственном поведении, но не побуждает других становиться совершенными в нравственном поведении. 2. Он сам совершенен в сосредоточении, но не побуждает других становиться совершенными в сосредоточении. 3. Он сам совершенен в мудрости, но не побуждает других становиться совершенными в мудрости. 4. Он сам совершенен в освобождении, но не побуждает других становиться совершенными в освобождении. 5. Он сам совершенен в знании и видении освобождения, но не побуждает других становиться совершенными в знании и видении освобождения. Обладая этими пятью качествами, монах практикуют ради собственного блага, но не ради благ других. Дутия Хито Сутта, Благополучие 2. АН 5.18. Благословенный сказал, «Монахи, обладая пятью качествами, монах практикуют ради блага других, но не ради собственного блага. Какими пятью? 1. Вот монах не совершенен в нравственном поведении сам, но побуждает других становиться совершенными в нравственном поведении. 2. Он не совершенен в сосредоточении сам, но побуждает других становиться совершенными в сосредоточении. 3. Он не совершенен в мудрости сам, но побуждает других становиться совершенными в мудрости. 4. Он не совершенен в освобождении сам, но побуждает других становиться совершенными в освобождении. 5. Он не совершенен в знании и видении освобождения сам, но побуждает других становиться совершенными в знании и видении освобождения. Обладая этими пятью качествами, монах практикуют ради блага других, но не ради собственного блага. Сутты АН 5.19-20. Сутты аналогичны предыдущей АН 5.18, но здесь, в первой сутте, монах несовершенен сам и не побуждает других, практикуя не ради своего блага, не ради блага других, а во второй, напротив, совершенен и побуждает, то есть практикует и ради своего блага и ради блага других. Патхама Агарава сутта, непочтительный 2. АН 5.21. Благословенный сказал, монахи, когда монах неуважителен и непочтителен, когда его поведение неприятно его товарищам монахам, 1, то не может быть такого, чтобы он исполнил фактор подобающего поведения. 2, не исполнив фактора подобающего поведения, не может быть такого, чтобы он исполнил фактор ученика. 3, не исполнив фактор ученика, не может быть такого, чтобы он исполнил нравственное поведение. 4, не исполнив нравственного поведения, не может быть такого, чтобы он исполнил правильное воззрение. 5, не исполнив правильного воззрения, не может быть такого, чтобы он исполнил правильное сосредоточение. Но, монахи, когда монах уважителен и почтителен, когда его поведение приятно его товарищам монахам, то есть возможность, что он исполнит свою обязанность вести себя подобающе. Исполнив свою обязанность вести себя подобающе, есть возможность, что он исполнит обязанность ученика. Исполнив обязанность ученика, есть возможность, что он исполнит нравственное поведение. Исполнив нравственное поведение, есть возможность, что он исполнит правильное воззрение. Исполнив правильное воззрение, есть возможность, что он исполнит правильное сосредоточение. Дутия Агарава Сутта, Непочтительный 2. АН 5.22. Благословенный сказал, «Монахи, когда монах неуважителен и непочтителен, когда его поведение неприятно его товарищам монахам, один, то не может быть такого, чтобы он исполнил фактор подобающего поведения. Два, не исполнив фактора подобающего поведения, не может быть такого, чтобы он исполнил фактор ученика. Два, не исполнив фактора ученика, не может быть такого, чтобы он исполнил совокупность нравственного поведения. Два, не исполнив совокупности нравственного поведения, не может быть такого, чтобы он исполнил совокупность сосредоточения. Два, не исполнив совокупности сосредоточения, не может быть такого, чтобы он исполнил совокупность мудрости. Но, монахи, когда монах уважителен и непочтителен, когда его поведение приятно его товарищам монахам, то есть возможность, что он исполнит свою обязанность вести себя подобающе. Исполнив свою обязанность вести себя подобающе, есть возможность, что он исполнит обязанность ученика. Исполнив обязанность ученика, есть возможность, что он исполнит совокупность нравственного поведения. Исполнив совокупность нравственного поведения, есть возможность, что он исполнит совокупность сосредоточения. Исполнив совокупность сосредоточения, есть возможность, что он исполнит совокупность мудрости. У Паткилиса сутта «Загрязнения» А.Н. 5.23 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять загрязнений в золото, имеющие которые золото неподатливо, непослушно, несияющее, но ломкое не особо годится для работы с ним. Какие пять? Примесь железа, примесь меди, примесь олова, примесь свинца, примесь серебра. Таковы пять загрязнений в золото, имеющие которые золото неподатливо, непослушно, несияющее, но ломкое не особо годится для работы с ним. Но когда золото лишено этих пяти загрязнений, оно податливое, послушное, сияющее, гибкое, и годится для работы. Какое бы украшение человек не пожелал бы сделать из него, браслет, серьги, ожерелье, золотой венок, он может достичь своей цели. Точно так же, монахи, есть эти пять загрязнений ума, загрязненный которыми, умный и податлив, непослушен, несияющий, но ломкий и несосредоточивается правильным образом для уничтожения пятен умственных загрязнений. Какие пять? Один, чувственное желание, два, недоброжелательность, три, лень и апатия, четыре, неугомонность и сожаление, пять, сомнений. Таковы пять загрязнений ума, загрязненный которыми, умный и податлив, непослушен, несияющий, но ломкий и несосредоточивается правильным образом для уничтожения пятен. Но когда ум лишен этих пяти загрязнений, он становится податливым, послушным, сияющим, гибким, и правильно сосредоточен для уничтожения пятен. И тогда, когда есть такое подходящее основание, человек способен реализовать любое состояние, осуществляемое прямым знанием, к которому он бы направил ум. Если он пожелает, пусть я буду овладевать различными видами сверхъестественных сил, будучи одним, я буду становиться многими. Достигать даже мира Брахмы, он способен реализовать это, ведь есть для этого подходящее основание. Если он пожелает, пусть я буду слышать за счет божественного уха, очищенного и превосходящего человеческой, различные виды звуков, божественные и человеческие, далекие и близкие, он способен реализовать это, ведь есть для этого подходящее основание. Если он пожелает, пусть я буду знать умы других. Различать освобожденный ум как освобожденный ум, а не освобожденный ум как не освобожденный ум, он способен реализовать это, ведь есть для этого подходящие основания. Если он пожелает, пусть я буду вспоминать многочисленные прошлые обители, одну жизнь, две жизни. В подробностях и деталях, он способен реализовать это, ведь есть для этого подходящие основания. Если он пожелает, пусть я буду видеть за счет Божественного глаза. В соответствии с их камой, он способен реализовать это, ведь есть для этого подходящие основания. Если он пожелает, пусть за счет уничтожения пятен умственных загрязнений в этой самой жизни я войду и буду пребывать в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания, он способен реализовать это, ведь есть для этого подходящие основания. 1.1 Все сверхспособности раскрываются по стандартной формулировке, как, например, в АН 10.97. Дусила сутта, безнравственной. АН 5.24. Сутта идентична АН 8.81, но начинается сразу с четвертого пункта о нравственности. Благословенный сказал, монахи, когда у человека нет нравственного поведения, когда он неполноценен в нравственном поведении, то тогда у правильного сосредоточения отсутствует его непосредственная причина. Анукгахита сутта, поддерживается. АН 5.25. Благословенный сказал, монахи, когда правильное воззрение поддерживается пятью факторами, оно имеет своим плодом освобождение ума, имеет освобождение ума своим плодом и благом. Оно имеет своим плодом освобождение мудростью, имеет освобождение мудростью своим плодом и благом. Какими пятью? Вот правильное воззрение поддерживается, один, нравственностью, два, изучением Дхаммы, три, обсуждением Дхаммы, четыре, успокоением, пять, прозрением. Когда правильное воззрение поддерживается этими пятью факторами, оно имеет своим плодом освобождение ума, имеет освобождение мудростью своим плодом и благом. Вимутаятана сутта «Сфера освобождения» АН 5.26 Благословенный сказал, монахи, есть эти пять сфер освобождения, один, посредством которых, если монах пребывает прилежным, старательным, решительным, его неосвобожденный ум освобождается, его неуничтоженные пятна всецело уничтожаются, и он достигает непревзойденной еще недостигнутой защиты от подневольности. Какие пять? Один, вот, монахи, учитель или товарищ монах в роли учителя обучает монаха Дхамме. То, каким образом учитель или тот товарищ монах в роли учителя обучает Дхамме монаха, точно таким же образом он переживает вдохновение от смысла и вдохновение от Дхаммы. По мере того, как он делает так, в нем возникает радость. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум насыщен восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. У того, кто ощущает удовольствие, ум становится сосредоточенным. 2. Такова первая сфера освобождения, посредством которой, если монах пребывает прилежным, старательным, решительным, его неосвобожденный ум освобождается, его неуничтоженные пятна всецело уничтожаются, и он достигает непревзойденной еще недостигнутой защиты от подневольности. 2. Далее, не учитель, не товарищ монах в роли учителя не обучает монаха Дхамме, но он сам обучает других Дхамме в подробностях так, как он это услышал и выучил. То, каким образом монах обучает других Дхамме в подробностях так, как он это услышал и выучил, точно таким же образом в отношении этой Дхаммы он переживает вдохновение от смысла и вдохновение от Дхаммы. По мере того, как он делает так, в нем возникает радость. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум насыщен восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. У того, кто ощущает удовольствие, ум становится сосредоточенным. Такова вторая сфера освобождения, защиты от подневольности. 3. Далее, не учитель, не товарищ монах в роли учителя не обучает монаха Дхаме, как и он сам не обучает других Дхаме в подробностях так, как он это услышал и выучил, но он декламирует Дхаму вслух по памяти так, как он это услышал и выучил. То, каким образом монах декламирует Дхаму вслух по памяти так, как он это услышал и выучил, точно таким же образом в отношении этой Дхамы он переживает вдохновение от смысла и вдохновение от Дхамы. По мере того, как он делает так, в нем возникает радость. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум насыщен восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. У того, кто ощущает удовольствие, ум становится сосредоточенным. Такова третья сфера освобождения, защиты от подневольности. 4. Далее, не учитель, не товарищ монах в роли учителя не обучает монаха Дхаме, как и он сам не обучает других Дхаме в подробностях так, как он это услышал и выучил. Он не декламирует Дхаму вслух по памяти так, как он это услышал и выучил, но он размышляет, изучает, внутренне исследует Дхамму так, как он это услышал и выучил. То, каким образом монах размышляет, изучает, внутренне исследует Дхамму так, как он это услышал и выучил, точно таким же образом в отношении этой Дхаммы он переживает вдохновение от смысла и вдохновение от Дхаммы. По мере того, как он делает так, в нем возникает радость. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум насыщен восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. У того, кто ощущает удовольствие, ум становится сосредоточенным. Такова четвертая сфера освобождения, защиты от подневольности. 5. Далее, не учитель, не товарищ монах в роли учителя не обучает монаха Дхаме, как и он сам не обучает других Дхаме в подробностях так, как он это услышал и выучил. Он не декламирует Дхаму вслух по памяти так, как он это услышал и выучил, и он не размышляет, не изучает, внутренне не исследует Дхаму так, как он это услышал и выучил, но он хорошо ухватывает некоторый объект сосредоточения, хорошо настраивается на него, хорошо удерживает его, и хорошо проникает в него мудростью. То, каким образом монах хорошо ухватил некоторый объект сосредоточения, хорошо настроился на него, хорошо удерживал его, и хорошо проникал в него мудростью, точно таким же образом в отношении этой Дхамы он переживает вдохновение от смысла и вдохновение от Дхамы. По мере того, как он делает так, в нем возникает радость. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум насыщен восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. У того, кто ощущает удовольствие, ум становится сосредоточенным. Такова пятая сфера освобождения, посредством которой, если монах пребывает прилежным, старательным, решительным, его неосвобожденный ум освобождается, его неуничтоженные пятна всецело уничтожаются, и он достигает непревзойденной еще недостигнутой защиты от подневольности. 1. Комментарий перефразирует причин для освобождения. 2. Комментарий поясняет, он сосредоточен сосредоточением плода араханства. Однако, мне не кажется, что именно это имелось в виду, так как, судя по контексту, это сосредоточение служит основанием для прозрения, после которого уже возникает путь и плод. Это не то сосредоточение, которое происходит уже после достижения реализации. Самадхи сутта, сосредоточение. АН 5.27. Благословенный сказал, монахи, будучи бдительными и осознанными, развивайте безмерные сосредоточения. Когда, будучи бдительными и осознанными, вы развиваете безмерные сосредоточения, то у вас возникают пять видов знаний, которые лично ваши. Какие пять? 1. Знание возникает, которое лично ваше. Это сосредоточение в данный момент приятное и в будущем принесет приятный результат. 2. Знание возникает, которое лично ваше. Это сосредоточение благородное и духовное. 3. Знание возникает, которое лично ваше. Это сосредоточение не практикуется низшими личностями. 4. Знание возникает, которое лично ваше, это сосредоточение умиротворенное и возвышенное, достигаемое полной безмятежностью, достигшее единения ума. Оно не контролируется и не сдерживается насильственным подавлением. 5. Знание возникает, которое лично ваше, я вхожу в это сосредоточение осознанно и выхожу из него осознанно. Монахи, будучи бдительными и осознанными, развивайте безмерные сосредоточения. Когда, будучи бдительными и осознанными, вы развиваете безмерные сосредоточения, то у вас возникают пять видов знаний, которые лично ваше. Панчангика сутта, пятифакторный. АН 5.28. Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас развитию благородного пятифакторного правильного сосредоточения. Слушайте внимательно. Я буду говорить». Монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, один, с восторгом и удовольствием, что возникли из-за этой отстраненности. Он делает восторг и счастье, что возникли из-за этой отстраненности, промачивающими, пропитывающими, заполняющими, распространяющимися по этому телу, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана восторгом и удовольствием, что возникли из-за этой отстраненности. Подобно тому, как умелый банщик или ученик банщика насыпал бы банный порошок в железный таз и, постепенно опрыскивая его водой, замешивал бы его, пока влага не пропитала бы этот его ком банного порошка, не промочила его внутри и снаружи, но, все же, сам этот ком не сочился бы от воды, то точно так же монах делает восторг и счастье, что возникли из-за этой отстраненности, промачивающими, пропитывающими, заполняющими, распространяющимися по этому телу, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана восторгом и удовольствием, что возникли из-за этой отстраненности. Таково первое развитие благородного пятифакторного правильного сосредоточения. Два, далее, с угасанием направления и удержания ума на объекте монах входит и пребывает во второй тшхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единения ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и счастье, что возникли посредством сосредоточения. Он делает восторг и счастье, что возникли посредством сосредоточения, промачивающими, пропитывающими, заполняющими, распространяющимися по этому телу, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана восторгом и удовольствием, что возникли посредством сосредоточения. Это подобно озеру, чьи воды били бы ключами на дне, не имеющим притока с востока, запада, севера или юга. Озеро не пополнялось бы время от времени проливным дождем. И тогда прохладные источники, бьющие на дне озера, сделали бы так, что прохладная вода промачивала, пропитывала, заполняла, распространялась бы в озере, так что не было бы ни единой части во всем озере, которая не была бы пропитана прохладной водой. Точно так же, монах делает восторг и счастье, что возникли посредством сосредоточения, промачивающими, пропитывающими, заполняющими, распространяющимися по этому телу, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана восторгом и удовольствием, что возникли посредством сосредоточения. Таково второе развитие благородного пятифактора правильного сосредоточения. Далее, с угасанием восторга монах пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным, и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. Он делает счастье, отделенное от восторга, промачивающим, пропитывающим, заполняющим, распространяющимся по этому телу, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана счастьем, отделенным от восторга. Подобно тому, как в озере с голубыми или с красными или с белыми лотосами, некоторые лотосы, которые родились и выросли в воде, расцветают, будучи погруженными в воду, так и не взойдя над поверхностью воды, а прохладные воды промачивают, пропитывают, заполняют, распространяются от их кончиков до их корней, то точно так же, монах делает счастье, отделенное от восторга, промачивающим, пропитывающим, заполняющим, распространяющимся по этому телу, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана счастьем, отделенным от восторга. Таково третье развитие благородного пятифакторного правильного сосредоточения. 4. Далее, с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, монах входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. 2. Он сидит, пропитывая это тело чистым ярким умом, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана чистым ярким умом. Подобно сидящему человеку, укрытому с ног до головы белой тканью так, что не было бы ни одной части его тела, не укрытой белой тканью, то точно так же, монах сидит, пропитывая это тело чистым ярким умом, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана чистым ярким умом. Таково четвертое развитие благородного пятифакторного правильного сосредоточения. 5. Далее, монах хорошо ухватил объект пересмотра, хорошо настроился на него, хорошо удержал его, и хорошо проник в него мудростью. Подобно тому, как один человек смотрел бы на другого, стоящий мог бы смотреть на сидящего, сидящий мог бы смотреть на лежащего, точно так же монах хорошо ухватил объект пересмотра, хорошо настроился на него, хорошо удержал его, и хорошо проник в него мудростью. Таково пятое развитие благородного пятифакторного правильного сосредоточения. Когда, монахи, благородное пятифакторное правильное сосредоточение было развитое и взращено таким образом, то тогда, поскольку есть подходящее основание, 3. Он способен реализовать любое состояние, осуществляемое прямым знанием, к которому он бы направил ум. 4. Представьте выставленный кувшин, полный воды, наполненный водой до самых краев, так что ворона смогла бы отпить из него. Если бы сильный человек наклонил бы его в любую сторону, полилась бы вода? Да, учитель. Точно так же, монахи, когда это благородное пятифакторное правильное сосредоточение было развитое и взращено таким образом, то тогда, поскольку есть подходящее основание, он способен реализовать любое состояние, осуществляемое прямым знанием, к которому он бы направил ум. 5. Представьте на ровной поверхности земли искусственный прут с четырьмя сторонами, заключенный в насыпи, наполненный водой до самых краев, так что ворона смогла бы отпить из него. Если бы сильный человек убрал бы насыпь с любой из сторон, полилась бы вода? Представьте колесницу, в которую были бы впряжены чистокровные жребцы, стоящие на ровной земле на перекрестке дорог, с заостренным прутом погонщика на готове. И вот умелый тренер лошадей, колесничий, взобрался бы на нее и, взяв по воде в левую руку, а заостренный прут в правую, отправился бы в дорогу, и вернулся бы обратно тем маршрутом, каким бы пожелал. Точно так же, монахи, когда это благородное пятифакторное правильное сосредоточение было развито и возвращено таким образом, то тогда, поскольку есть подходящее основание, он способен реализовать любое состояние, осуществляемое прямым знанием, к которому он бы направил ум. Если он пожелает, пусть я буду овладевать различными видами сверхъестественных сил, будучи одним, я буду становиться многими. Достигать даже мира Брахмы, он способен реализовать это, ведь есть для этого подходящие основания. Если он пожелает, пусть я буду слышать за счет божественного уха, очищенного и превосходящего человеческой, различные виды звуков, божественные и человеческие, далекие и близкие, он способен реализовать это, ведь есть для этого подходящие основания. Если он пожелает, пусть я буду знать умы других. Различать освобожденный ум как освобожденный ум, а не освобожденный ум как не освобожденный ум, он способен реализовать это, ведь есть для этого подходящие основания. Если он пожелает, пусть я буду вспоминать многочисленные прошлые обители, одну жизнь, две жизни. В подробностях и деталях, он способен реализовать это, ведь есть для этого подходящие основания. Если он пожелает, пусть я буду видеть за счет Божественного глаза. В соответствии с их камой, он способен реализовать это, ведь есть для этого подходящие основания. Если он пожелает, пусть за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, в этой самой жизни я войду и буду пребывать в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания, он способен реализовать это, ведь есть для этого подходящие основания. 5. 1. Примечание переводчика С.В. Речь идет о Чхановых факторах Витакка и Витчара. Достопочтенный Бодхи переводит их как мысль, изучение и исследование, соответственно, однако я перевожу в соответствии с классической Тхировадимской трактовкой, где эти термины в случае медитативного сосредоточения означают направление ума на объект сосредоточения, Витакка, и удержание, фиксацию, закрепление ума на объекте, Витчара. 2. Примечание переводчика С.В. Объяснение качеств удовольствия, боли, радости, недовольства, невозмутимости, а также их связанность с Джханами, смотри в С.Н. 48. 36 и С.Н. 48. 40. 3. Согласно Весудхимагге, подобным основанием считается ум, обладающего семью качествами, 1. Он очищен, 2. Отмыт, 3. Не запятнан, 4. Избавлен от загрязнений, 5. Податлив, 6. Послушен, 7. Устойчив, 8. Непоколебим. 7. Непоколебимость достигается только начиная с четвертой Джханы. 4. Смотри. А.Н. 5. 23. 5. Все сверхспособности раскрываются по стандартной формулировке, как, например, в А.Н. 10.97. Чинкама сутта, медитация при ходьбе. А.Н. 5. 29. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять полезностей медитации при ходьбе. Какие пять? 1. Человек становится способен длительно путешествовать пешком. 2. Он становится способным в усердии. 3. Он становится здоровым. 4. То, что он съел, выпил, поглотил и распробовал, правильно переваривается. 5. Сосредоточение, обретаемое с помощью медитации при ходьбе, длится долго. 1. Таковы пять полезностей медитации при ходьбе. 1. Комментарий. Если кто-либо достиг образа сосредоточения стоя, то он пропадает, когда он садится. Если он достиг образа сосредоточения сидя, то он пропадает, когда он ложится. Но тот, кто настроился на хождение вперед и назад и достиг образа в движущемся объекте, то он не теряется, даже если он встает, садится, или ложится. Нагита Сутта, Нагита. АН 5.30. Так я слышал. Однажды благословенный странствовал по стране, касал с Большой Сангхой монахов и прибыл в брахманскую деревню, касал под названием Ичханангала. 1. Пусть не буду я связан со славой, Нагита, и слава пусть не будет связана со мной. Тот, кто не может обрести по желанию, без сложностей и проблем, удовольствия и отречения, удовольствия и уединения, блаженства покоя, блаженства просветления, которые я сам обретаю без сложностей и проблем, мог бы принять это неизменное удовольствие, это апатичное удовольствие, это удовольствие и обретение, слава и похвалы. 1. Нагита, съеденные, выпитые, поглощенные и распробованные оказывается в результате испражнениями мочой, вот каков исход этого. 2. Из-за изменений и перемен вещей, которые дороги, возникает печаль, стенание, боль, уныние и отчаяние, вот каков исход этого. 3. У того, кто посвящает себя практике медитации на образе непривлекательного, отвращение к образу красивого становится утвержденным в нем, вот каков исход этого. 4. У того, кто пребывает в созерцании непостоянства в шести сферах контакта, отвращение к контакту становится утвержденным в нем, вот каков исход этого. 5. У того, кто пребывает в созерцании происхождения и исчезновения в пяти совокупностях, подверженных цеплянию, отвращение к цеплянию становится утвержденным в нем, вот каков исход этого. 1. Полный фрагмент вступления в точности такой, как бы АН 6.42. Сумана сутта, сумана. А.Н. 5.31. Однажды Благословенный пребывал в Савайт-Тхи-Роще-Джеты в монастыре Анатхай-Пиндике. И тогда принцесса Сумана, один, в сопровождении пяти сотен колесниц и пяти сотен придворных дам отправилась к Благословенному, поклонилась ему, и села рядом. Затем принцесса Сумана сказала Благословенному, господин, бывает так, что есть два ученика Благословенного, равных в развитости качеств веры, нравственности и мудрости, но один из них щедрый, а другой нет. С распадом тела, после смерти, они оба перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Когда они стали дэвами, будет ли между ними какое-либо различие, какая-либо разница? Будет, Сумана, сказал Благословенный. «Щедрый, став дэвом, будет превосходить других божеств в пяти аспектах, в небесном сроке жизни, в небесной красоте, в небесном счастье, в небесной славе, в небесном владычестве. Щедрый, став дэвом, будет превосходить других божеств в этих пяти аспектах. Но, господин, если эти двое умирают там и вновь становятся людьми, будет ли между ними какое-либо различие, какая-либо разница? Будет, Сумана, сказал Благословенный. Когда они снова становятся людьми, щедрый будет превосходить других людей в пяти аспектах, в людском сроке жизни, в людской красоте, в людском счастье, в людской славе, в людском владычестве. Когда они снова становятся людьми, щедрый будет превосходить других людей в этих пяти аспектах. Но, господин, если эти двое оставят жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, будет ли между ними какое-либо различие, какая-либо разница? Будет, суммана, сказал благословенный. Щедрый, отправившись в бездомную жизнь, будет превосходить других монахов в пяти аспектах, один, как правило, он будет использовать одеяние, которое было подарено именно ему. Редко, когда он будет использовать то, которое не было подарено именно ему. Два, как правило, он будет есть еду, которая была подарена именно ему. Редко, когда он будет есть то, что не была подарена именно ему. Три, как правило, он будет использовать жилище, которое было подарено именно ему. Редко, когда он будет есть он будет использовать то, которое не было подарено именно ему. Четыре, как правило, он будет использовать лекарства и обеспечения для больных, которые были подарены именно ему. Редко, когда он будет использовать те, что не были подарены именно ему. Пять, его товарищи монахи, с которыми он вместе живет, как правило, будут вести себя приятным образом по отношению к нему посредством телесных действий, словесных или умственных. Редко, когда они будут вести себя неприятным образом. Щедрый, отправившись в бездомную жизнь, будет превосходить других монахов в этих пяти аспектах. Но, господин, если оба достигнут араханства, будет ли между ними какое-либо различие, какая-либо разница после того, как они достигли араханства? В этом случае, суммана, я заявляю, что не будет разницы между освобождением одного и освобождением другого. Удивительно и поразительно, господин. Воистину, имеется для того хороший повод, чтобы давать подношения и совершать поступки, приносящие заслуги, поскольку они будут полезными, если человек станет дэвом, вновь станет человеком, или же когда отправится в бездомную жизнь. Так оно, суммана. Так оно, суммана. Воистину, имеется для того хороший повод, бездомную жизнь. Так сказал благословенный. Сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, словно чистейшая луна, по небосводу что плывет, своим сиянием затмевает в этом мире звезды все, таков, кто в нравственности чист, и верующий человек. Щедростью он своей затмит всех в этом мире, кто скупой. Ведь словно грозовое облако с дождем, окутанное молниями, с сотней у вершин, на землю изливает влагу всю свою, затапливая этим долл и ровные места, так будды мудрый ученик, тот, кто воззрение достиг, того, кто скуп, он превзойдет и в отношениях пяти, как в жизни сроки, так и в славе, как в счастье, так и в красоте. 2. Богатством наделенный, после смерти, возродуется он в небесном мире. 1. Комментарий поясняет, что это дочь царя по Синаде. 2. Упомянуто только 4. Если не считать богатство, тхога, в следующей строке, владычеством, отхипатия. Чунди сутта, Чунди. АН 5.32. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда принцесса Чунди, один, в сопровождении пяти сотен клесниц и пяти сотен придворных дам отправилась к Благословенному, поклонилась ему, и села рядом. Затем принцесса Чунди сказала Благословенному, господин, мой брат, принц Чунда. Он говорит так, когда женщина или когда мужчина принял прибежище в Будде, Дхаме и Санхе, и воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от употребления спиртных напитков, вина и одурманивающих веществ, что создают основу для беспечности, то после распада тела, после смерти, он перерождается только в благом уделе, а не в плохом уделе. Я спрашиваю Благословенного, господин, по отношению к какому учителю следует обладать уверенностью, чтобы после распада тела, после смерти, переродиться только в благом уделе, а не в плохом уделе? По отношению к какой Дхаме следует обладать уверенностью, чтобы после распада тела, после смерти, переродиться только в благом уделе, а не в плохом уделе? По отношению к какой Санхе следует обладать уверенностью, чтобы после распада тела, после смерти, переродиться только в благом уделе, а не в плохом уделе? Какой вид нравственного поведения следует исполнять, чтобы после распада тела, после смерти, переродиться только в благому деле, а не в плохому деле. Один, Чунди, каких бы в мире ни было живых существ, безногих или двуногих, четвероногих, многоногих, обладающих формой или бесформенных, обладающих восприятием или не обладающих восприятием, или не обладающих восприятием, не не обладающих восприятием, среди них Татхагата, Арахант, полностью просветленный, считается наивысшим. Те, кто обладают уверенностью по отношению к Будде, имеют уверенность в наивысшем, а у тех, у кого имеется уверенность в наивысшем, наивысшим становится результат. Два, Чунди, каких бы в мире ни было феноменов, которые являются обусловленными, благородный восьмеричный путь считается наивысшим из них. Те, у кого есть уверенность в благородном восьмеричном пути, имеют уверенность в наивысшем, а у тех, у кого имеется уверенность в наивысшем, наивысшим становится результат. 3. Чунди, каких бы в мире ни было феноменов, которые являются либо обусловленными, либо необусловленными, бесстрастие считается наивысшим из них, то есть, сокрушение гордыни, устранение жажды, искоренение привязанности, прекращение круговерти сансары, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение ниббана. Те, у кого есть уверенность в Дхаме, в бесстрастие, имеют уверенность в наивысшем, а у тех, у кого имеется уверенность в наивысшем, наивысшим становится результат. 4. Чунди, каких бы в мире ни было Сангх или групп, Сангха учеников Тадхагата считается наивысшей из них, то есть, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, несравненное поле заслуг для мира. Те, у кого есть уверенность в Сангхе, имеют уверенность в наивысшем, а у тех, у кого имеется уверенность в наивысшем, наивысшим становится результат. 5. Чунде, до той степени, до которой имеет место нравственное поведение, то нравственное поведение, которое дорого благородным, считается наивысшим, то есть, когда оно цельное, безупречное, не имеющее изъянов, не запятненное, освобождающее, восхваляемое мудрецами, яркое, ведущее к сосредоточению. Те, кто исполняют нравственное поведение, которое дорого благородным, исполняют наивысшее, а у тех, кто исполняет наивысшее, наивысшим становится результат. И далее он добавил, доверием к высшему кто обладает, знает кто высочайшую Дхамму, в Будде уверен кто, высочайшим, в непревзойденном, дарении достойном, тот, в наивысшей кто Дхамме уверен, то есть, в блаженном покое бесстрастия, тот, высочайший кто Санхи уверен, непревзойденном поле заслуг, тот, кто дары самым лучшим подносит, тот в лучшем виде заслуг возрастает, лучший срок жизни, и облик и слава, счастье и сила, благая молва. Мудрый, дары наивысшем дающий, сосредоточен на Дхамме Высокой. Став божеством или вновь человеком, счастлив, ведь высшее смог обрести он. 1. Комментарий к АН 5.31 поясняет, что Чунди также была дочерью царя по Синаде. Уггаха сутта, Уггаха. АН 5.33. Однажды Благословенный пребывал в Пхаддии в роще Джатии. И тогда Уггаха, правнг Миндаке, отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал Благословенному, «Господин, пусть Благословенный вместе с тремя другими монахами согласится принять от меня приглашение на завтрашний обед». Благословенный молча согласился. И когда Уггаха понял, что Благословенный согласился, он поднялся со своего сиденья, поклонился Благословенному, и, обойдя его с правой стороны, ушел. И, когда минула ночь, утром Благословенный оделся, взял чашу и одеяние и отправился в дом Уггаха, где сел на подготовленное для него сиденье. Затем Уггаха, правнг Миндаке, собственноручно обслужил Благословенного различными видами превосходной пищи. И когда Благословенный закончил кушать и убрал чашу, Уггаха сел рядом и сказал Благословенному, «Господин, эти мои девушки отправятся жить дома своих мужей. Пусть Благословенный наставит их так, чтобы это привело к их благополучию и счастью на долгое время». Тогда Благословенный сказал этим девушкам, «Один, в таком случае, девушки, вот как вы должны тренировать себя, к какому бы мужу нас не отдали бы наши родители, делая так из желания нашего блага, в поисках нашего благополучия, проявляя сострадание к нам, исходя из сострадания к нам, мы будем почтительно вставать перед ним и уходить только после того, как он ушел, беря на себя все дела по дому, которые должны быть сделаны, будучи приятными своим поведением и милыми своей речью. Вот как вы должны тренировать себя. Два, и вот еще как вы должны тренировать себя, мы будем чтить, ценить, уважать и почитать тех, кого уважает наш муж, его отца и мать, отшельников и жрецов. А когда они приходят в дом, мы будем предлагать им сиденье и воду. Вот как вы должны тренировать себя. Три, и вот еще как вы должны тренировать себя, мы будем умелыми и прилежными в исполнении хозяйственных работ по дому мужа, будь то вязание или шитью. Мы будем судить об этих работах уже только после их выполнения, чтобы довести их до конца и выполнить их подобающим образом. Вот как вы должны тренировать себя. Четыре, и вот еще как вы должны тренировать себя, мы будем выяснять, что сделали, а чего не сделали помощники по дому нашего мужа, рабы, посыльные, рабочие. Мы будем справляться о здоровье тех, кто болен. Мы будем распределять для каждого должную порцию еды. Вот как вы должны тренировать себя. 5. И вот еще как вы должны тренировать себя, мы будем сохранять и оберегать любой доход, который муж приносит домой, деньги, зерно, серебро, или золото. Мы не будем расточительницами, воровками, транжирками, мотовками в отношении его накоплений. Вот как вы должны тренировать себя. Когда, девушке, женщина обладает этими пятью качествами, после распада тела, после смерти, она перерождается среди телесно-привлекательных божеств. 1. И далее он добавил, мужа она не презирает. 2. Что именуется приятной телами. 1. Комментарий соотносит этих божеств с дэвами Пятого Небесного Мира Чувств, дэвы, наслаждающиеся творениями. 2. Стих в точности такой же, как в Айон 8.46. В этой же сути упоминаются еще три дополнительных фактора, соответствующие факторам вступившего в поток. СИХА СУТТА, СИХА АН 5.34. Однажды Благословенный пребывал в Весале в Великом лесу в зале со строконечной крышей. И тогда военачальник Сиха отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, господин, есть ли возможность указать на напрямую видимый плод даяния? Есть, Сиха, сказал Благословенный. Один, жертвователь, Сиха, необычайно щедрый даритель, мил и приятен многим людям. Таков напрямую видимый плод даяния. Два, далее, хорошие люди следуют за жертвователем, необычайно щедрым дарителем. Это также напрямую видимый плод даяния. Три, далее, жертвователь, необычайно щедрый даритель, обретает хорошую репутацию. Это также напрямую видимый плод даяния. 4. Далее, к какому бы собранию жертвователь, необычайно щедрый даритель, не подходил, к хаттиев, брахманов, домохозяев, или отшельников, он подходит к нему уверенным и невозмутимым. Это также напрямую видимый плод даяния. 5. Далее, после распада тела, после смерти, жертвователь, необычайно щедрый даритель, перерождается в благому деле, в небесном мире. Таков плод даяния, относящийся к будущим жизням. Когда так было сказано, военачальник Сихо сказал благословенному, господин, я не опираюсь на веру благословенного в отношении этих четырех напрямую видимых плодов даяния, которые он провозгласил. Я и сам их знаю тоже. Ведь я, жертвователь, необычайно щедрый даритель, и я мил и приятен многим людям. Я, жертвователь, необычайно щедрый даритель, и хорошие люди следуют за мной. Я, жертвователь, необычайно щедрый даритель, и я заработал хорошую репутацию как жертвователь, спонсор, содержатель Сангхи. Я, жертвователь, необычайно щедрый даритель, и какому бы собранию я ни подходил, к хаттиев, брахманов, домохозяев, или отшельников, я подхожу к нему уверенным и невозмутимым. Я не опираюсь на веру в Благословенного в отношении этих четырех напрямую видимых плодов даяния, которые он провозгласил. Я и сам их знаю тоже. Но когда Благословенный говорит мне, сихо, после распада тела, после смерти, жертвователь, необычайно щедрый даритель, перерождается в благом уделе, в небесном мире, то я не знаю этого, и в этом я опираюсь на веру в Благословенного. Так оно, сихо, так оно. После распада тела, после смерти, жертвователь, необычайно щедрый даритель, перерождается в благом уделе, в небесном мире. И далее он добавил, дарой, мил он, многие за ним идут. Молва хорошая о нем идет, растет его слава. Уверен этот щедрый человек, невозмутим, когда подходит он к собранию. Поэтому, желая счастья, мудрые дают дары, все пятна скупости в себе искоренив. Как утвердятся в тройственном они раю, долгое время пребывают в наслаждении, родившись в группе тех или иных богов. Не упустив возможности, чтоб совершать благое, они, скончавши здесь, в сверкающем сиянии склятаются в саду богов, что именуется Нанданой, где счастливы и рады, наслаждаются собой, имея пять небесных нитечувственных услад. Слово свершив того, кто тверд и непривязан, счастливого ученики возродуются в небесах. Дананисанса сутта «Польза дарения» АН 5.35 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять полезностей дарения. Какие пять? Один, человек мил и приятен многим людям. Два, хорошие люди навещают его. Три, он обретает хорошую репутацию. Четыре, он не плох в исполнении обязанностей мирянина. Пять, с распадом тела, после смерти, он перерождается в благом уделе, в небесном мире. Таковы пять полезностей дарения». И далее он добавил, «Даруа, станет он приятным для других, ведь этим исполняет долг свой благотворный». Хорошие монахи, что обузданы собой, всегда такого человека навещают. Такого человека они учат Дхаме, которая рассеет всякие страдания, и осознав которую, лишенный пятен здесь, прямо в этой жизни обретет неббану. Кэлладана сутта, своевременный. АН 5.36 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять своевременных даров». Какие пять? Один, человек дарит дар гостю. Два, человек дарит дар тому, кто отправляется в путь. Три, человек дарит дар испытывающему страдания. Четыре, человек дарит дар во время голода. Пять, человек вначале дарит только что собранный урожай плоды нравственным людям. Таковы пять своевременных даров. И далее он добавил, «В должный момент все те, кто мудр, великодушный, щедр люд, в момент уместный дар подарит благородным, тем, кто прямым, устойчивым идет путем. Когда подарен дар с умом, который чист, то будет безграничным подношение сие. И если кто поступком восхитится таковым, или, быть может, кто услужит чем-то сам, то этим не упустит подношение сего, но также поучаствует в свершении заслуг. Поэтому с умом, тем, что к упадку не идет, дарение делай там, где величайшим будет плод. Заслуги – вот опора для живущих всех существ, когда в мире ином появятся они». В Хаджана сутта «Еда» АН 5.37 Благословенный сказал, монахи, жертвователь, который дарит еду, дарит получателям пять вещей. Какие пять? Он дарит, один, жизнь, два, красоту, три, счастье, четыре, силу, пять, развлечения. Один. Дав жизнь, он получает жизнь, небесную или человеческую. Дав красоту, он получает красоту, небесную или человеческую. Дав счастье, он получает счастье, небесное или человеческое. Дав силу, он получает силу, небесную или человеческую. Дав развлечений, он получает развлечений, небесное или человеческое. Жертвователь, который дарит еду, дарит получателям эти пять вещей. И далее он добавил, мудрец дарует жизнь, и развлечений, силу, красоту. Умный суд тот, кто жертвователь счастья, и в свою очередь он также счастье обретет. Подарив жизнь, и силу, красоту, счастье, а также развлечений, он живет долго, славен, знаменит, в каком бы после мести не родился. 1. Способность различать качества, относящиеся к мудрости. Садьбхасутта, Вера. А.Н. 5.38. Благословенный сказал, монахи, эти пять благ выпадают на долю представителя клана, который наделен верой. Какие пять? 1. Когда хорошие люди в этом мире проявляются страданий, то они вначале проявляют его к тому, кто наделен верой, а не к тому, кто не наделен верой. 1. 2. Когда они подходят, то они подходят вначале к тому, кто наделен верой, а не к тому, кто не наделен верой. 3. Когда они принимают подаяние, они вначале принимают от того, кто наделен верой, а не от того, кто не наделен верой. 4. Когда они учат Дхамме, они вначале учат Дхамме того, кто наделен верой, а не того, кто не наделен верой. 5. С распадом тела, после смерти, верующий человек перерождается в благом уделе, в небесном мире. Таковы эти пять благ, что выпадают на долю представителя клана, который наделен верой. Подобно тому, как на перекрестье дорог, на ровной земле, большое баниновое дерево стало бы убежищем для всех птиц в округе, то точно так же, представитель клана, который наделен верой, становится убежищем для многих людей, для монахов, монахинь, мирян и мирянок. И далее он добавил, как со стволом могучим древа, с ветвями, листьями, плодами, с корнями прочными, что подоносят, является для птиц поддержкой. И пролетев по всему небу, на восхитительной опоре, птица пристанище себе находит, те, кто хотел бы тенью насладиться, а также насладиться его плодами, таков и нравственный мирянин, который обладает верой, он скромный, мил он своим нравом, уступчивый, гостеприимный, мягкий. Поле заслуг то представляют, без жажды, злобы, заблуждений и пятен, к подобной личности как раз приходит. Такого человека они учат хами, которое рассеет всякие страдания, и, осознав которую, лишенный пятен здесь, прямо в этой жизни обретет небану. Один, речь идет о монахах, которые, являясь высочайшим полем заслуг, вначале дают возможность сделать подношение, чтобы те накопили заслуги, тем, кто обладает верой. Именно это имеется в виду, когда говорится о проявлении сострадания. Смотри. АН 7 57. Путта-сутта, сын. АН 5 39. Благословенный сказал, «Монахи, рассматривая эти пять перспектив, отец и мать хотят, чтобы в их семье родился сын. Какие пять? Один, поскольку мы содержали его, он будет содержать нас. Два, или он будет выполнять работу за нас. Три, продлится наша семейная линия. Четыре, он будет управляться с наследством. Пять, или же, когда мы скончаемся, он будет совершать подношение от нашего имени. Рассматривая эти пять перспектив, отец и мать хотят, чтобы в их семье родился сын. И далее он добавил, рассматривая пять вещей, мудрые люди пожелают сына, мы содержали, будет содержать и нас, или же будет исполнять нашу работу. Продлится линия семейной нить, и будет управляться он с наследством. Когда наступит время, мы умрем, от нас он подношение будет делать. Рассматривая эти перспективы, мудрые люди пожелают сына. Поэтому благие люди признательны должны быть, благодарны, поддерживать должны своих отца и мать, припоминая о помощи от них в прошлом. Необходимые для них свершают, как и для них родители старались в прошлом. Следуя их совету, и помогая тем, кто его смог взрастить, нить линия семейной продолжая, и обладая нравственностью, верой, вот какой сын достоин восхваления. Махасала сутта, «Соловые деревья». АН 5.40. Благословенный сказал, монахи, полагаясь на Гималаи, царя всех гор, великие соловые деревья возрастают в пяти аспектах. В каких пяти? Они возрастают в ветвях, листьях, листве. Они возрастают в коре. Они возрастают в ростках. Они возрастают в заболоне. Они возрастают в сердцевине. Полагаясь на Гималаи, царя всех гор, великие соловые деревья возрастают в этих пяти аспектах. Точно так же, когда глава семьи наделен верой, люди в семье, которые зависят от него, возрастают в пяти аспектах. В каких пяти? Один, они возрастают в вере. Два, они возрастают в нравственности. Три, они возрастают в учености в Дхамме. Четыре, они возрастают в щедрости. Пять, они возрастают в мудрости. Когда глава семьи наделен верой, люди в семье, которые зависят от него, возрастают в этих пяти аспектах. И далее он добавил, как если бы деревья разрастались, в зависимости от горы скалистой, находится которая в глубокой дикой чаще, и стали бы потом владыками лесными, то точно так же, коль глава семейства, сам нравственный обладает верой, его жена и дети родня, все возрастают, от него завися, как и его друзья, семейный круг, и все, кто от него зависит. Все те, кто обладают развлечением, увидев нравственного человека поведение, щедрость его, как и различные дела благие, поступят так же, следуя его примеру. Коли жизнь прожита в согласии с Дхаммой, с путем, приводит что в удел хороший, все те, кто наслаждению чувств желают, возрадуются в мире небожители потом. АДИЯ СУТТА ИСПОЛЬЗОВАНИИ АН 5.41 Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхапиндика. И тогда домохозяин Анатхапиндика отправился к Благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, домохозяин, существуют эти пять использований богатства. Какие пять? Один, вот, домохозяин, с помощью богатства, которое он обрел сердным старанием, накопил силой своих рук, заработал потом и кровью, праведно добытым праведным богатством, ученик благородных делает счастливым себя, доволен, и правильно поддерживает себя в счастье. Он делает счастливыми своих родителей, доволен, и правильно поддерживает себя в счастье. Он делает счастливыми свою жену и детей, своих рабов, рабочих и слуг, доволен, и правильно поддерживает себя в счастье. Таково первое использование богатства. Два, далее, с помощью богатства, которое он обрел сердным старанием, делает счастливыми своих друзей и товарищей, доволен, и правильно поддерживает себя в счастье. Таково второе использование богатства. 3. Далее, с помощью богатства, которое он обрел сердным старанием, ученик благородных своим богатством делает запасы против утрат, которые могут возникнуть из-за огня или наводнений, царей или бандитов или же нежеланных наследников. Он предохраняет себя от этого. Таково третье использование богатства. 4. Далее, с помощью богатства, которое он обрел сердным старанием, ученик благородных совершает пять жертвований родственникам, гостям, предкам, царям, божествам. Таково четвертое использование богатства. 5. Далее, с помощью богатства, которое он обрел сердным старанием, ученик благородных утверждает ведущие в исподаяние, небесные подношения, приводящие к счастью, ведущие в небесные миры, тем жрецам и отшельникам, которые воздерживаются от упоения беспечности, которые утверждены в кротости и терпении, которые обуздывают себя, умиротворяют себя, тренируют себя для достижения небабаны. Таково пятое использование богатства. Таковы, домохозяин, 5 использований богатства. Домохозяин, если у ученика благородных богатства истощилось, но он использовал его этими пятью способами, он думает так, я использовал богатство этими пятью способами, и мое богатство истощилось. И, таким образом, у него нет сожаления. Но, если у ученика благородных богатства увеличивается, когда он использовал его этими пятью способами, он думает так, я использовал богатство этими пятью способами, и мое богатство увеличилось. И так тоже у него нет сожаления. Один. И далее он добавил, «Богатством наслаждался я, и содержал я тех, кто от меня зависит, и бедствия различные преодолел. Дары давал, которые уводят ввысь, как совершал жертвование пять. Прислуживал я нравственным монахам, им, целомудренным, кто обуздал себя. Добился я тех самых целей, которых мудрые, что проживают дома, желали бы достичь, используя богатство. И сделанное мной не вызывает сожаления, и, когда смертный пометует так, он пребывает стойким в благородной Дхамме. Его восхвалят в этой жизни самой, а после смерти счастлив он на небесах». Один. Примечание переводчика СВ. Очевидно, речь идет о том, что ученик благородных использует богатство, не будучи привязанным к нему. Смотри пункт номер 10 в Аэн 10-91. Сапкуриса сутта, «Хорошие люди». Аэн 5-42. Благословенный сказал, «Монахи, когда хороший человек рождается в семье, то это ведет к благу, процветанию, счастью многих людей. Это ведет к благу, процветанию, счастью, один, его отца и матери, два, его жены и детей, три, его рабов, рабочих, слуг, четыре, его друзей и товарищей, пять, отшельников и жрецов. Подобно тому, как дождевое облако, питая все посевы, появляется для блага, процветания, и счастья многих людей, то точно так же, когда хороший человек рождается в семье, это ведет к благу, процветанию, и счастью многих людей. Это ведет к благу, процветанию, счастью его отца и матери, отшельников и жрецов». И далее он добавил, «Девы оберегают тех, кто защищаем Дхаммой, богатство тратит кто на процветание многих. Устойчивого в Дхамме не покидает слава, того, ученый кто, живет по предписаниям. Кто может порицать его, устойчивого в Дхамме, исполнившего нравственность, и чьи слова, суть правда, того, кто стыд имеет, кто чист подобно злату? Его и Девы хвалят, и хвалят даже Брахма». Итха-сутта, желанная. АН 5.43. И тогда домохозяин Анатхапиндика отправился к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем благословенный сказал ему, «Домохозяин, существуют эти пять вещей, желанных, приятных, и редко обретаемых в мире». Какие пять? Один, долгая жизнь, домохозяин, желанна, приятна, и редко обретаема в мире. Два, красота. Три, счастье. Четыре, слава. Пять, небесные миры. Желанны, приятны, и редко обретаемы в мире. Эти пять вещей, домохозяин, желанных, приятных, и редко обретаемых в мире, я говорю тебе, не обрести посредством молитвы лихотений. Если бы эти пять вещей, желанных, приятных, и редко обретаемых в мире, можно было бы обрести посредством молитвы лихотений, то разве был бы тот, кому чего-нибудь бы не доставало? Один, домохозяин, ученик благородных, который желает долгой жизни, не должен молиться ради получения долгой жизни или же радоваться этому или же страстно этого хотеть, ничего не делая. Ученик благородных, который желает долгой жизни, должен практиковать путь, ведущий к долгой жизни. 1. Ведь когда он практикует путь, ведущий к долгой жизни, то это ведет к обретению долгой жизни, и он обретает долгую жизнь, небесную или человеческую. 2. Домохозяин, ученик благородных, который желает красоты. 3. Счастья. 4. Славы, не должен молиться ради получения славы или же радоваться этому или же страстно этого хотеть, ничего не делая. Ученик благородных, который желает славы, должен практиковать путь, ведущий к славе. Ведь когда он практикует путь, ведущий к славе, то это ведет к обретению долгой жизни, и он обретает славу, небесную или человеческую. 5. Домохозяин, ученик благородных, который желает небесных миров, не должен молиться ради получения небесных миров или же радоваться этому или же страстно этого хотеть, ничего не делая. Ученик благородных, который желает небесных миров, должен практиковать путь, ведущий к небесным мирам. Ведь когда он практикует путь, ведущий к небесным мирам, то это ведёт к обретению небесных миров, и он достигает небесных миров. И далее он добавил, тот, кто хотел бы долго жить, хочет признания и славы, хотел бы красоту, небесный мир, и благородное рождение, и высочайших наслаждений кто хотел бы непрерывный ряд, то для того мудрец восхвалит прилежание, в свершении поступков, что заслуги принесут. Прилежный мудрый человек оберегает оба эти вида блага, то благо, видимое в этой жизни самой, а также благо в жизни, что придет. Кто не преклонен, достигает блага, тот зваться будет мудрецом. Один, примечание переводчика С.В., комментарий поясняет, что речь идет о практике нравственности, щедрости и так далее, вероятно, давая пояснение сразу ко всем пяти пунктам. Однако в МН-135 объясняются конкретные пути, ведущие к тому или иному плоду. Например, путем, ведущим к длинной жизни, является милосердие и воздержание от убийства живых существ. Монопады и сутта, дающие приятные. АН-5-44. Однажды благословенный пребывал в Весале в зале со строконечной крыши в Великом лесу. И тогда, утром, благословенный оделся, взял чашу и одеяние, и отправился в дом домохозяина Уги из Весали, где сел на подготовленное сиденье. И тогда домохозяин Угга из Весали подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал благословенному, «Один, господин, в присутствии благословенного я слышал и запомнил так, дающий приятное и обретает приятное. Господин, моя каша из цветков солового дерева приятна. 1. Пусть благословенный примет ее из сострадания ко мне. Благословенный принял из сострадания. 2. Господин, в присутствии благословенного я слышал и запомнил так, дающий приятное и обретает приятное. Господин, моя свинина, приправленная плодами и юг. приятно. Пусть благословенный примет ее из сострадания ко мне. Благословенный принял из сострадания. 3. Господин, в присутствии благословенного я слышал и запомнил так, дающий приятно и обретает приятный. Господин, мои жареные растительные стебли приятны. Пусть благословенный примет их из сострадания ко мне. Благословенный принял из сострадания. 4. Господин, в присутствии благословенного я слышал и запомнил так, дающий приятно и обретает приятный. Господин, мой вареный горный рис, очищенный от темных зерен, приправленный различными соусами и приправами, приятен. Пусть благословенный примет его из сострадания ко мне. Благословенный принял из сострадания. 5. Господин, в присутствии благословенного я слышал и запомнил так, дающий приятное и обретает приятный. Господин, мои ткани из касси приятны. Пусть благословенный примет их из сострадания ко мне. Благословенный принял из сострадания. Господин, в присутствии Благословенного я слышал и запомнил так, дающий приятное и обретает приятный. Господин, мой диван с пледами, одеялами, накидками, с превосходным покрытием из шкуры антилопы, с навесом наверху и красными подушками по обеим сторонам, приятен. Кроме того, хоть я и знаю, что это не позволительно для Благословенного, эта моя доска из сандалового дерева стоит больше тысячи монет. Пусть Благословенный примет все это из сострадания ко мне. Благословенный принял из сострадания. Два. И затем Благословенный выразил свою признательность домохозяину Угги извисали так, дающий приятное, приятное получит, когда с охотой, праведным подарки он дает, одежду или пищу, питье или постели, а также иное, все, что необходимо. И зная, что архаты подобны будто полю, которому ты дар свой предложишь без заминки, хороший человек отдаст, отдать что сложно, приятное дающий, приятное получит. И затем, после выражения своей признательности домохозяина Угги извисали, Благословенный поднялся со своего сиденья и ушел. И спустя какое-то время домохозяин Угга извисали и скончался. После смерти домохозяин Угга переродился среди некой группы божеств, состоящих из разума, три. В то время Благословенный пребывал в Саваттхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. И когда наступила глубокая ночь, молодой дэва Угга, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу джеты, подошел к Благословенному и встал рядом. Тогда Благословенный сказал ему, я надеюсь, Угга, это то, чего ты и желал. Вне сомнений, господин, все так, как я и пожелал. И тогда Благословенный обратился к молодому дэве Угге с трофами, коль даришь высочайшее, оно же ждет тебя. Даруешь превосходное, получишь таковое, и лучшего достигнет тот, кто дарит лучший дар. Кто дарит наилучшее, кто дарит высочайшее, кто дарит превосходное, тот долго будет жить, а также славным будет, где бы он ни возродился. 1. Комментарий поясняет, что речь идет о еде, напоминающей вкус салового цветка. Само же блюдо сделано из горного риса с четырьмя подсластителями – медом, маслом, топленым маслом и сахаром. 2. Примечание переводчика С.В. Возможно, это сутта попало в книгу «Пяти по ошибке», так как содержит этот шестой пункт. Тем не менее, достопочтенный Бодхи предполагает, что в сути изначально было именно пять пунктов, а этот шестой был добавлен позже. 3. Примечание переводчика С.В. Речь идет о божествах мира форм, брахмах. Пунипхисанда сутта «Потоки заслуг» АН 5.45. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять потоков заслуг, потоков благого, пищи для счастья, божественных, созревающих в счастье, ведущих в небесные миры, ведущие к желаемому, желанному и приятному, к собственному благополучию и счастью». Какие пять? Один, когда монах входит и пребывает в безмерном сосредоточении ума, используя одеяние, подаренное ему каким-либо человеком, то этот человек обретает безмерный поток заслуг, поток благого, пищу для счастья, ведущую к желаемому, желанному и приятному, к его собственному благополучию и счастью. Когда монах входит и пребывает в безмерном сосредоточении ума, используя, два, иду, подаренную ему каким-либо человеком. Три, жилище. Четыре, постели и стул. 5. Когда монах входит и пребывает в безмерном сосредоточении ума, используя лекарства и обеспечения для больных, подаренные ему каким-либо человеком, то этот человек обретает безмерный поток заслуг, поток благого, пищу для счастья, ведущую к желаемому, желанному и приятному, к его собственному благополучному счастью. Таковы пять потоков заслуг, потоков благого, пищи для счастья, божественных, созревающих в счастье, ведущих в небесные миры, ведущие к желаемому, желанному и приятному, к собственному благополучию и счастью. Когда, монахи, ученик благородных обладает этими пятью потоками заслуг, потоками благого, то непросто измерить его заслугу так, такого-то объема этот поток заслуг, поток благого, пищи для счастья, божественной, созревающей в счастье, ведущей в небесные миры, ведущей к желаемому, желанному и приятному, к собственному благополучию и счастью. Вместо этого это считается попросту незмеримой, безмерной, огромной грудой заслуг. Монахи, подобно тому, как непросто измерить воду в Великом океане так, вот столько-то галлонов воды здесь или здесь столько-то сотен галлонов воды или здесь столько-то тысяч галлонов воды или здесь столько-то сотен тысяч галлонов воды, но вместо этого этот объем считается незмеримым, безмерным, огромной грудой воды, то точно так же непросто измерить заслугу от такого подношения так, такого-то объема этот поток заслуг. Вместо этого это считается попросту незмеримой, безмерной, огромной грудой заслуг. И далее он добавил, подобно рекам, что используемы многими людьми, что текут вниз и, достигая, наполняют океан, груду воды, что суть сплошное море без краев, грозный ковчег, в котором скрыты самоцветы, так и заслуг потоки к мудрецу текут, тому, кто дарит ткани, пищу и напитки, дарует кто постель, сиденья, покрывала, как будто бы река, что воды к морю все несет. Сампада-сутта, совершенство. АН 5.46. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совершенств. Какие пять? 1. Совершенство в вере, 2. Совершенство в нравственном поведении, 3. Совершенство в учености в Дхаме, 4. Совершенство в щедрости, 5. Совершенство в мудрости. Таковы пять совершенств. Тхана-сутта, богатство. АН 5.47. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять видов богатства. Какие пять? 1. Богатство веры, 2. Богатство нравственного поведения, 3. Богатство учености в Дхаме, 4. Богатство щедрости, 5. Богатство мудрости. 1. И что такое богатство веры? Вот ученик благородных наделен верой. Он верит в просветление Татхагаты так, благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Это называется богатством веры. 2. И что такое богатство нравственного поведения? Вот ученик благородных воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что ему не было дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от спиртных напитков, вина и одурманивающих веществ, что создают основу для беспечности. Это называется богатством нравственного поведения. 3. И что такое богатство учености? Вот ученик благородных много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме, и тщательно проникал в них воззрением. Это называется богатством учености. 4. И что такое богатство щедрости? Вот ученик благородных пребывает дома с умом, лишенным пятна оскупости, щедрым, открытым, радуется оставлению, предан благотворительности, радуется дарению и разделению. Это называется богатством щедрости. 5. И что такое богатство мудрости? Вот ученик благородных мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Это называется богатством мудрости. 5. Таковы, монахи, пять видов богатства. И далее он добавил, «Коль веру в Татхагату ты наделен, той, что прочна и непоколебима, а также поведением нравственным благим, что благородный ценит, восхваляет, коль в Санхе есть уверенность в тебе, и выправлены все твои воззрения, то скажет о тебе, что ты не беден и жизнь твоя не прожита зазря. Поэтому тот, кто способен к пониманию, держа в уме учений Будды, пусть вере посвятит себя и добродетели, уверенности, равно как и тхам и видению». Аллафбханьядхана сутта, состояние. АН 5.48. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять состояний, которые нельзя обрести отшельнику, жрецу, деве, маре или брахме, или кому бы то ни было в мире. Какие пять? Один, пусть то, что подвержено старости, не стареет. Таково состояние, которое нельзя обрести отшельнику, жрецу, деве, маре или брахме, или кому бы то ни было в мире. Два, пусть то, что подвержено болезни, не заболевает. Три, пусть то, что подвержено смерти, не умирает. Четыре, пусть то, что подвержено разрушению, не разрушается. Пять, пусть то, что подвержено утрате, не теряется. Таково состояние, которое нельзя обрести отшельнику, жрецу, деве, маре или брахме, или кому бы то ни было в мире. в мире. Монахи, у необученного заурядного человека то, что подвержено старости, стареет. Когда это происходит, он не рассматривает это так, не только у меня то, что подвержено старости, стареет. У всех существ, которые приходят и уходят, умирают и перерождаются, всё, что подвержено старости, стареет. Если бы я опечалился, горевал и плакал, рдал, бил бы себя в грудь, становился обезумевшим, когда то, что подвержено старости, стареет, то я бы потерял аппетит, и мои черты лица стали бы уродливыми. Я бы не смог выполнять свою работу, мои враги были бы рады, а друзья были бы опечалены. Поэтому, когда то, что подвержено старости, стареет, он печалится, горюет и плачет, рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Такой зовется необученным заурядным человеком, которого пронзил отравленный дротик печали, который только лишь мучает себя. Далее, у необученного заурядного человека то, что подвержено болезни, заболевает, то, что подвержено смерти, умирает, что подвержено разрушению, разрушается, что подвержено утрате, теряется. Когда это происходит, он не рассматривает это так, не только у меня то, что подвержено утрате, теряется. У всех существ, которые приходят и уходят, умирают и перерождаются, все, что подвержено утрате, теряется. Если бы я опечалился, горевал и плакал, рыдал, бил бы себя в грудь, становился обезумевшим, «Когда то, что подвержено старости, стареет, то я бы потерял аппетит, и мои черты лица стали бы уродливыми. Я бы не смог выполнять свою работу, мои враги были бы рады, а друзья были бы опечалены. Поэтому, когда то, что подвержено утрате, теряется, он печалится, горюет и плачет, рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Такой зовется необученным заурядным человеком, которого пронзил отравленный дротик печали, который только лишь мучает себя. Монахи, у обученного ученика благородных то, что подвержено старости, стареет. Когда это происходит, он рассматривает это так, не только у меня то, что подвержено старости, стареет. У всех существ, которые приходят и уходят, умирают и перерождаются, все, что подвержено старости, стареет. Если бы я печалился, горевал и плакал, рыдал, бил бы себя в грудь, становился обезумевшим, когда то, что подвержено старости, стареет, то я бы потерял аппетит, и мои черты лица стали бы уродливыми. Я бы не смог выполнять свою работу, мои враги были бы рады, а друзья были бы опечалены. Поэтому, когда то, что подвержено старости, стареет, он не печалится, не горюет и не плачет, не рыдает, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим. Такой зовется обученным учеником благородных, который вытащил отравленный дротик печали, пронзенный которым, не обученный заурядный человек только лишь мучает себя. Беспечальный, не имеющий дротиков, обученный ученик благородных реализует неббану. Далее, у обученного ученика благородных то, что подвержено болезни, заболевает, то, что подвержено смерти, умирает, что подвержено разрушению, разрушается, что подвержено утрате, теряется. Когда это происходит, он рассматривает это так, не только у меня то, что подвержено утрате, теряется. У всех существ, которые приходят и уходят, умирают и перерождаются, все, что подвержено утрате, теряется. Если бы я печалился, горевал и плакал, рыдал, бил бы себя в грудь, становился обезумевшим, когда то, что подвержено утрате, теряется, то я бы потерял аппетит, и мои черты лица стали бы уродливыми. Я бы не смог выполнять свою работу, мои враги были бы рады, а друзья были бы опечалены. Поэтому, когда то, что подвержено утрате, теряется, он не печалится, не горюет и не плачет, не рыдает, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим. Такой зовется обученным учеником благородных, который вытащил отравленный дротик печали, пронзенный которым, не обученный заурядный человек только лишь мучает себя. Беспечальный, не имеющий дротиков, обученный ученик благородных реализует небану. Таковы, монахи, пять состояний, которые нельзя обрести отшельнику, жрецу, Деве, Маре или Брахме, или кому бы то ни было в мире. И далее он добавил, не плачем, не печалью, хоть небольшое благо здесь можно получить. Враги лишь будут рады, когда они узнают, человек грустит, что опечален он. И как пришло несчастье, то мудрый не трепещет, ведь может различить он, где благо, а где нет. Враги его печальны, не видят изменений в чертах его лица, остались что как прежде. Какое-либо благо, что можно получить, различными путями, хоть мантрой или пением, традицией, подарком, или принципом каким, то стоит и старание вот в этом приложить. Но если понимаешь, вот этого вот блага достичь, ведь невозможно ни мною, ни другим, то следует смириться с подобным состоянием, что я могу поделать, ведь кама столь сильна. Касала сутта, касала. АН 5.49. Сутта идентична предыдущей АН 5.48, включая астрофы, но здесь добавлено вступление, где Будда обращается к царю Пасинаде в связи со смертью его жены. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда царь Пасинаде Касальский отправился к благословенному, поклонился ему, и сел рядом. И тогда некий человек подошел к царю Пасинаде и прошептал ему на ухо, «Ваше Величество, царица Малика только что скончалась». Когда так было сказано, царь впал в уныние и печаль, и сидел там с опущенными плечами и поникшей головой, угрюмой и безмолвной. И тогда благословенный, осознав состояние царя, сказал ему, «Великий царь, есть пять состояний, которые нельзя обрести отшельнику, жрецу, Деве, Маре или Брахме, или кому бы то ни было в мире». Нарада сутта, Нарада. АН 5.50. Однажды достопочтенный Нарада пребывал в Паталипуте в Петушином парке. И в то время жена царя Мунды, царица Пхадда, дорогая и любимая им, скончалась. С момента ее смерти он не купался, не мазался мазями, не принимал пищи, не брался за свою работу. Весь день и всю ночь он сидел над телом царицы Пхадды. Затем царь Мунда обратился к своему казначею Пияке, что же, друг Пияка, погрузи тело царицы Пхадды в железный чан, наполненный маслом, и закрой другим железным чаном, чтобы можно было и далее смотреть на тело царицы Пхадды. Да, ваше величество, ответил казначей Пияка. Затем он погрузил тело царицы Пхадды в железный чан, наполненный маслом, и закрыл его другим железным чаном. И тогда мысль пришла к казначею Пияке, жена царя Мунды, царица Пхадда, дорогая и любимая им, скончалась. С момента ее смерти он не купается, не мажется мазями, не принимает пищу, не берется за свою работу. Весь день и всю ночь он сидит над телом царицы Пхадды. Какой бы жрец или отшельник мог бы навестить царя Мунду, так, чтобы, услышав его Тхамму, он мог бы отбросить дротик печали. И тогда мысль пришла к Пияке, достопочтенный Нарада пребывает в Паталипуте в Петушином парке. И об этом достопочтенном Нараде распространилась славная молва, он мудрый, сведущий, опытный, умный, ученый, умелый оратор, красноречивый, зрелый, арахант. Что если царь Мунда навестил бы достопочтенного Нараду? Быть может, если он услышит Тхамму достопочтенного Нарады, он отбросит дротик печали? И тогда казначей Пияка отправился к царю Мунде и сказал ему, «Ваше Величество, достопочтенный Нарада пребывает в Паталипуте в Петушином парке». И об этом достопочтенном Нараде распространилась славная молва, он мудрый, сведущий, опытный, умный, ученый, умелый оратор, красноречивый, зрелый, арахант. Вашему Величеству стоит навестить достопочтенного Нараду. Быть может, когда вы услышите Тхамму достопочтенного Нарады, вы сможете отбросить дротик печали. Что же, друг Пияка, уведомь об этом достопочтенного Нараду. Ведь как может мне подобный даже помыслить о том, чтобы отправиться к жрецу или отшельнику, проживающему в его же царстве, без предварительного уведомления? Да, Ваше Величество, ответил Пияка. И затем он отправился к достопочтенному Нараде, поклонился ему, сел рядом, и сказал, «Господин, жена царя Мунды, царица Пхадда, дорогая и любимая им, скончалась. С момента ее смерти он не купается, не мажется мазями, не принимает пищу, не берется за свою работу. Весь день и всю ночь он сидит над телом царицы Пхадды. Было бы хорошо, господин, если бы достопочтенный Нараду научил бы Тхамме царя Мунду так, чтобы он смог бы отбросить дротик печали. В таком случае, пусть царь Мунда приходит, когда того пожелает». И затем казначей Пияка поднялся со своего сиденья, поклонился достопочтенному Нараде, и, обойдя его с правой стороны, отправился к царю Мунде. Он сказал царю, «Ваше Величество, достопочтенный Нараду дал свое согласие. Вы можете отправляться, когда того пожелаете». И тогда царь Мунда сел в превосходный экипаж, и в сопровождении других экипажей со всем царским великолепием отправился в Петушиный парк, чтобы повидать достопочтенного Нараду. Он ехал в экипаже, покуда дорога была проходимой, а затем спешился, и вошел в парк пешком. Он подошел к достопочтенному Нараде, поклонился ему, и сел рядом. Тогда достопочтенный Нарада сказал ему, «Великий царь, есть пять состояний, которые нельзя обрести отшельнику, жрецу, дэве, маре или брахме, или кому бы то ни было в мире». Один. Но если понимаешь, вот этого вот блага, достичь ведь невозможно ни мною, ни другим, то следует смириться с подобным состоянием, что я могу поделать, ведь Кама столь сильна. Когда так было сказано, царь Мунда спросил достопочтенного Нараду, достопочтенный, как называется это изложение Дхаммы? Великий царь, это изложение Дхаммы называется извлечением дротика печали. Вне сомнений, достопочтенный, это извлечение дротика печали. Вне сомнений, это извлечение дротика печали. Ведь услышав это изложение Дхаммы, я отбросил дротик печали. И тогда царь Мунда сказал казначею Пияке, что же, друг Пияка, кремиры тела царицы Пхады и построят для нее памятный курган. С этого дня я буду купаться, мазаться мазями, принимать пищу, и браться за свою работу. Один, здесь повторяется вся сутта АН 548 целиком, но обращение идет к царю Мунде. Аварана сутта, препятствия. АН 551. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савадхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндики. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять препятствий, помех, преград ума, состояний, что ослабляют мудрость. Какие пять? Один, чувственные желания, это препятствия, помеха, преград ума, состояний, что ослабляет мудрость. Два, недоброжелательность. Три, лень и апатия. Четыре, неугомонность и сожаление. Пять, сомнений, это препятствия, помеха, преград ума, состояний, что ослабляет мудрость. Таковы пять препятствий, помех, преград ума, состояний, что ослабляют мудрость. Монахи, не отбросив этих пяти препятствий, помех, преград ума, состояний, что ослабляют мудрость, не может быть такого, чтобы монах с его бессильной и немощной мудростью мог бы знать свое собственное благо, благо других, благо обоих, или же реализовать сверхчеловеческое отличие в знании и видении, достойное благородных. Представьте текущую из горы реку с бурным потоком, что протекает длительные расстояния, несет с собой множество обломков. И вот некий человек открыл бы по обоим ее берегам и диригационные каналы. В этом случае течение в середине реки будет рассеяно, рассредоточено, и разделено, и река не будет более протекать длительные расстояния, обладать бурным потоком, неся с собой множество обломков. Точно так же, не отбросив этих пяти препятствий, помех, преград ума, состояний, что ослабляют мудрость, не может быть такого, чтобы монах с его бессильной и немощной мудростью мог бы знать свое собственное благо, благо других, благо обоих, или же реализовать сверхчеловеческое отличие в знании и видении, достойное благородных. Но, монахи, отбросив эти пять помех, преград ума, состояний, что ослабляют мудрость, существует возможность, что монах с его могущественной мудростью смог бы знать свое собственное благо, благо других, благо обоих, или же реализовать сверхчеловеческое отличие в знании и видении, достойное благородных. Представьте текущую из горы реку с бурным потоком, что протекает длительные расстояния, несет с собой множество обломков. И вот некий человек закрыл бы по обоим ее берегам ирригационные каналы. В этом случае течение в середине реки не будет рассеяно, рассредоточено и разделено, и река будет протекать длительные расстояния, будет обладать бурным потоком, неся с собой множество обломков. Точно так же, отбросив эти пять помех, преград ума, состояний, что ослабляют мудрость, существует возможность, что монах с его могущественной мудростью смог бы знать свое собственное благо, благо других, благо обоих, или же реализовать сверхчеловеческое отличие в знании и видении, достойное благородных. Акуселарас и Сутта, Груда Неблагого. АН 5.52. Благословенный сказал, монахи, если бы кто-либо сказал бы о чем-либо, Груда Неблагого, то он правдиво бы так сказал о пяти помехах. Поскольку это полнейшая Груда Неблагого, то есть, пять помех. Какие пять? 1. Помеха чувственного желания, 2. Помеха недоброжелательности, 3. Помеха лени и апатии, 4. Помеха неугомонности и сожаления, 5. Помеха сомнений. Монахи, если бы кто-либо сказал бы о чем-либо Груда Неблагого, то он правдиво бы так сказал об этих пяти помехах. Поскольку это полнейшая Груда Неблагого, то есть, пять помех. Патханинго сутта, факторы. А.Н. 5.53. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять факторов, которые способствуют старанию в практике. Какие пять? 1. Вот монах наделен верой. Он верит в просветление Татхагаты так, благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. 2. Он редко болеет, редко бывает поражен болезнью, обладает нормальным пищеварением, не слишком холодным, не слишком горячим, но умеренным и годным для старания в практике. 3. Он честный и открытый, показывает себя учителю и своим товарищем-монахом таким, каким он является в действительности. 4. Он зародил усилия к отбрасыванию неблагих качеств и к обретению благих качеств. 5. Он решителен, упорен в своем старании, не оставляет обязанности по взращиванию благих качеств в себе. 5. Он мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Таковы, монахи, пять факторов, которые способствуют старанию. Самая сутта, случаи. АН 5.54. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять неблагоприятных случаев для старания в практике. Какие пять? 1. Вот монах стар, отягощен годами. Таков первый неблагоприятный случай для старания. 2. Далее, монах болен, одолеваем болезнями. Таков второй неблагоприятный случай для старания. 3. Далее, имеет место время голода, не урожая, когда еду с подаянией трудно получить и не просто прокормиться милостыней. Таков третий неблагоприятный случай для старания. 4. Далее, имеет место опасности смута в безлюдных местах, и люди повсеместно взбираются на свои средства передвижения и бегут отовсюду. Таков четвертый неблагоприятный случай для старания. 5. Далее, имеет место раскол в Санхе, а когда в Санхе раскол, то происходят взаимные обвинения, взаимные оскорбления, взаимное унижение, взаимные неприятия. И тогда те, у кого нет уверенности, не обретают уверенность, а те, у кого есть уверенность, начинают думать иначе. Таков пятый неблагоприятный случай для старания. Таковы пять неблагоприятных случаев для старания в практике. Монахи, есть эти пять благоприятных случаев для старания. Какие пять? Вот монах молод, черноволос, наделен благословением молодости на первом этапе жизни. Таков первый благоприятный случай для старания. Далее, монах редко болеет, редко бывает поражен болезнью, обладает нормальным пищеварением, не слишком холодным, не слишком горячим, но умеренным и годным для старания в практике. Таков второй благоприятный случай для старания. Далее, имеется много еды, был хороший урожай, и еда раздается как подаяние обильно, так что можно легко прокормиться милостыней. Таков третий благоприятный случай для старания. Далее, люди живут в согласии, в гармонии, не ссорятся, подобно смешанному с водой молоку, смотрят друг на друга дружескими взорами. Таков четвертый благоприятный случай для старания. Далее, Сангха пребывает в умиротворении, в согласии, в гармонии, без споров, с единой декламацией текстов. Когда Сангха находится в согласии, то нет взаимного обвинения, взаимного оскорбления, взаимного унижения, взаимного неприятия. И тогда те, у кого нет уверенности, обретают уверенность, а те, у кого есть уверенность, возрастают в своей уверенности. Таков пятый благоприятный случай для старания. Таковы пять благоприятных случаев для старания в практике. Матапутта-сутта, Мать и Сын. АН 5.55. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндики. И в то время Мать и Сын, будучи соответственно монахиней и монахом, начали проводить сезон дождей в Саваттхе. Они часто желали повидать друг друга, Мать хотела увидеть своего сына, а сын – свою мать. Поскольку они часто виделись друг с другом, возникла связь. Поскольку возникла связь, возникла близость. Поскольку возникла близость, похоть обнаружила брежь в уме. С умами, охваченными похотью, без предварительного оставления монашеской тренировки объявления о своей немощности они вступили в половую связь. Один. И тогда группа монахов подошла к благословенному, они поклонились ему, сели рядом, и рассказали обо всем, что произошло. Благословенный сказал, монахи, неужто тот глупец не подумал, мать не влюбляется в своего сына, а сын – в свою мать? Один, монахи, я не вижу ни единой иной формы, столь милой, приятной, чарующей, привлекательной, воспаляющей желаний, соблазнительной, и такой серьезной помехи к достижению непревзойденной защиты от подневольности, как формы женщины. Существа, жаждущие женской формы, ненасытные, привязанные к ней, сведенные ею с ума, слепо поглощенные в ней, изназывают долгое время, находясь под контролем женской формы. Два, я не вижу ни единого иного звука. Три, я не вижу ни единого иного вкуса. Четыре, я не вижу ни единого иного запаха. Пять, я не вижу ни единого иного тактильного ощущения, столь милого, приятного, чарующего, привлекательного, воспаляющего желаний, соблазнительного, и такой серьезной помехи к достижению непревзойденной защиты от подневольности, как прикосновений женщины. Существа, жаждущие женского прикосновения, ненасытные, привязанные к нему, сведенные им с ума, слепо поглощенные в нем, изназывают долгое время, находясь под контролем женского прикосновения. Монахи, когда она идет, женщина овладевает умом мужчины. Когда она стоит, сидит, лежит, смеется, говорит, поет, несет что-либо, женщина овладевает умом мужчины. Даже будучи раздутой, женщина овладевает умом мужчины. Даже будучи мертвой, женщина овладевает умом мужчины. Монахи, если кто-либо мог бы сказать о чем-либо правдиво, это всецело ловушка Мары, то он мог бы так сказать в точности о женщине. И далее он добавил, можно поговорить с убийцей и врагом, и речь вести можно со злобным духом также. И можно даже подойти к змее, укус которой смертью неминуемой грозит. Но если с женщиной остался ты наедине, то разговора даже и не заводи. Лишит свободы замутнённый ум она, взглядом своим, а может и улыбкой, или одеждой, пользуясь смятением, а может мягким голосом своим. Небезопасно подходить тебе к такой, пусть даже мёртвая, раздутая лежит. Пятницы чувственного наслаждения можно увидеть в этом самом женском теле, формы и звуки, запахи и вкусы, а также и чудесные прикосновения тела. Тот, кого смыло чувственности наводнений, кто полностью не понимает чувств услады, тот окнулся с головой в сансару, время, в миров и дело и в существование. Но полностью понявший чувств усладу, живёт без страха, где б не находился. Добившись разрушения всех пятен, он хоть и в мире, но его уже оставил. Один, в совершении полового акта монахам или монахиней нарушает первое правило параджики монашеского устава, вина, и автоматически лишает совершившего подобный проступок монашеского статуса без какой-либо возможности восстановления статуса и исправления проступка. Два, комментарий поясняет используемое здесь слово ухххатита как ухтхумата, что означает вздувшийся труп на одной из стадий трупного разложения. Пять таких стадий описаны в АН 1 480, 84. Достопочтенный Брахмали считает, что речь идёт просто о толстой женщине, но я не уверен, что именно это имеется здесь в виду. Упатчхая сутта, наставник. АН 5 56. И тогда один монах подошёл к своему наставнику и сказал ему, учитель, моё тело как будто заторможено, я потерялся, учения боли мне не ясны. Лень и апатия одолевают мой ум. Я веду святую жизнь без удовольствия, и у меня есть сомнения в отношении учений. И тогда наставник отвёл ученика к благословенному. Он поклонился благословенному, сел рядом, и рассказал благословенному всё, что сказал ему его ученик. Благословенный ответил, так оно, монах. 1. Когда кто-либо не охраняет двери органов чувств, 2. Не умерен в виде, 3. Не предаётся бодрствованию, 4. Когда у него отсутствует прозрение в благе качества, 5. И когда он не пребывает настроенным на старании в развитии средств к просветлению, 1. На ранней или поздней фазе ночи, то тогда его тело будет как будто заторможенным, он потеряется, учения боли не будут ему ясны. Лень и апатия одолеют его ум. Он будет вести святую жизнь без удовольствия, и у него будут сомнения в отношении учений. Поэтому, монах, вот как тебе следует тренировать себя, 1. Я буду охранять двери органов чувств, 2. Буду умерен в виде, 3. Буду предаваться бодрствованию, 4. У меня будет прозрение в благе качества, 5. Я буду пребывать настроенным на старании в развитии средств к просветлению на ранней или поздней фазе ночи. Вот так, монах, ты должен тренировать себя. И затем, получив такое наставление от благословенного, тот монах поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному, и ушел, обойдя его с правой стороны. И затем, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, вскоре тот монах, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так тот монах стал одним из арахантов. И затем, после достижения араханства, тот монах подошел к своему наставнику и сказал ему, учитель, мое тело более не кажется мне заторможенным, я стал тем, кто хорошо осознает что к чему, и учения мне ясны. Лень и апатия не одолевают мой ум. Я веду святую жизнь с радостью, и у меня нет сомнений в отношении учений. И тогда наставник отвел ученика к благословенному. Он поклонился благословенному, сел рядом и рассказал благословенному все, что сказал ему его ученик. Благословенный ответил, так оно, монах. Когда кто-либо охраняет двери органов чувств, умерен в виде, предается бодрствованию, когда у него имеется прозрение в благе качества, и когда он пребывает настроенным на старание в развитии средств к просветлению на ранней или поздней фазе ночи, то тогда его тело не будет казаться заторможенным, он станет тем, кто хорошо осознает что к чему, и учения будут ему ясны. Лень и апатия не одолевают его ум. Он ведет святую жизнь с радостью, и у него нет сомнений в отношении учений. Поэтому, монахи, два, вот как вы должны тренировать себя, мы будем охранять двери органов чувств, средств к просветлению на ранней или поздней фазе ночи. Вот как вы, монахи, должны тренировать себя. Один, примечание переводчика СВ, речь идет о списках благих качеств, составляющих в итоге 37 факторов, которые требуется развивать для достижения просветления. Эти списки таковы, четыре правильных усилия, четыре основы сверхъестественных сил, четыре основы осознанности, пять сил и пять качеств, семь факторов просветления, восемь факторов благородного восьмеричного пути. Два, Будда обращается к монахам во множественном числе, вероятно, обращаясь теперь к более широкой аудитории. Тхана сутта, темы. АН 5.57. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять тем, над которыми должны часто размышлять женщина или мужчина, домохозяин или монах, ушедший в бездомную жизнь. Какие пять? Женщина или мужчина, домохозяин или монах, ушедший в бездомную жизнь, должен часто размышлять так, один, я подвержен старости. Я не освобожден от старости. Два, я подвержен болезням. Я не освобожден от болезней. Три, я подвержен смерти. Я не освобожден от смерти. Четыре, я буду отлучен и отделен от всякого и от всего, что мне дорого и мило. Пять, я владелец своей каммы, наследник своей каммы. Камма – мое происхождение, камма – моя родня, камма – мое прибежище. Я буду наследником любой каммы, которую я совершу, хорошую или же плохую. И ради какой пользы женщина или мужчина, домохозяин или монах, ушедший в бездомную жизнь, должен часто размышлять так, я подвержен старости. Я не освобожден от старости. Будучи молодыми, существа опьянены своей молодостью. А когда они опьянены своей молодостью, они пускаются в неблагое поведение телом, речью, и умом. Но когда человек часто размышляет над этой темой, то опьянение молодостью либо полностью отбрасывается, либо уменьшается. Ради этой пользы женщина или мужчина, домохозяин или монах, ушедший в бездомную жизнь, должен часто размышлять так, я подвержен старости. Я не освобожден от старости. И ради какой пользы, должен часто размышлять так, я подвержен болезням. Я не освобожден от болезней. Будучи здоровыми, существа опьянены своим здоровьем. А когда они опьянены своим здоровьем, они пускаются в неблагое поведение телом, речью, и умом. Но когда человек часто размышляет над этой темой, то опьянение здоровьем либо полностью отбрасывается, либо уменьшается. Ради этой пользы, часто размышлять так. И ради какой пользы, должен часто размышлять так, я подвержен смерти. Я не освобожден от смерти. В течение жизни существа опьянены жизнью. А когда они опьянены жизнью, они пускаются в неблагое поведение телом, речью, и умом. Но когда человек часто размышляет над этой темой, то опьянение жизнью либо полностью отбрасывается, либо уменьшается. Ради этой пользы, часто размышлять так. И ради какой пользы, должен часто размышлять так, я буду отлучен и отделен от всякого и от всего, что мне дорого и мило. У существ имеется желание и жажда по отношению к тем людям и вещам, которые им дороги и милы. Будучи взбудораженными этой жаждой, они пускаются в неблагое поведение телом, речью, и умом. Но когда человек часто размышляет над этой темой, то желание и жажда ко всякому и ко всему, что дорого и мило, либо полностью отбрасывается, либо уменьшается. Ради этой пользы, часто размышлять так. И ради какой пользы, должен часто размышлять так, я владелец своей каммы, наследник своей каммы. Камма – мое происхождение, камма – моя родня, камма – мое прибежище. Я буду наследником любой каммы, которую я совершу, хорошую или же плохую. Люди пускаются в неблагое поведение телом, речью, и умом. Но когда человек часто размышляет над этой темой, то подобное поведение либо полностью отбрасывается, либо уменьшается. Ради этой пользы женщина или мужчина, домохозяин или монах, ушедший в бездомную жизнь, должен часто размышлять так, я владелец своей каммы, хорошую или же плохую. Этот ученик благородных размышляет так, не только я подвержен старости, не освобожден от старости. Все существа, которые приходят и уходят, умирают и перерождаются, подвержены старости. Никто не освобожден от старости. По мере того, как он часто размышляет над этой темой, зарождается путь. Он следует по этому пути, развивает его, взращивает его. По мере того, как он делает так, оковы всецело отбрасываются, и скрытые склонности искореняются. Этот ученик благородных размышляет так, не только я подвержен болезням. Этот ученик благородных размышляет так, не только я подвержен смерти. Этот ученик благородных размышляет так, не только я буду отлучен и отделен. Этот ученик благородных размышляет так, не только я владелец своей каммы, наследник своей каммы. Кама, мое происхождение, камма – моя родня, камма – мое прибежище. Я буду наследником любой каммы, которую я совершу, хорошую или же плохую. Все существа, которые приходят и уходят, умирают и перерождаются, являются владельцами своей каммы, наследниками своей каммы. Кама – их происхождение, камма – их родня, камма – их прибежище. Они будут наследниками любой каммы, которую они совершат, хорошую или же плохую. По мере того, как он часто размышляет над этой темой, зарождается путь. Он следует по этому пути, развивает его, взращивает его. По мере того, как он делает так, оковы всецело отбрасываются, и скрытые склонности искореняются. И далее он добавил, мирские существа подвержены болезни, равно как старости. И отвратительна им смерть, всем людям тем, что всюду существуют в согласии с природой своей. И если бы испытал я отвращение к тем существам, имеющимся сию природу, не подобающе тогда себя повел я, ведь той же самой природой наделен. И когда пребывал я образом подобным, познал я состояние без всяких обретений. Все виды опьянений смог преодолеть, здоровьем упоения, молодостью, жизнью, увидев безопасность в отречении от всего. И рвение тогда возникло у меня, увидел четко я тогда небоану. И не способен я теперь на то, чтобы пуститься в услождение чувств опять. И, опираясь на святую жизнь, теперь назад уже не поверну. Личхави Кумара Сутта, юный Личхави. АН 5.58. Однажды Благословенный пребывал в Висали в зале со строконечной крыши в великом лесу. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашу и одеяние, и вошел в Висали собирать подаяния. Походив по Висали в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи он отправился в великий лес и сел у подножья дерева, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда группа юных Личхави, взяв свои натянутые луки, ходили и скитались по великому лесу в сопровождении стаи собак и увидели Благословенного, сидящего у подножья дерева, проводящего так остаток дня. Когда они увидели его, они опустили свои натянутые луки, отогнали собак в сторону, и подошли к нему. Они поклонились Благословенному и молчаливо встали в выражении почтения, сложив ладони в почтительном приветствии. И в то время юный Личхави по имени Маханама прогуливался и разминался в великом лесу. Когда увидел юных Личхави, молчаливо стоящих в выражении почтения Благословенному, сложивших ладони в почтительном приветствии. Тогда он подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и произнес это вдохновенное изречение, «Они будут в Аджами! Они будут в Аджами!» Благословенный ответил, «Почему, Маханама, ты говоришь так, они будут в Аджами!» «Они будут в Аджами!» «Они всегда воруют любые сладости, которые семьи оставляют в качестве даров, будь то сахарный тростник, плоды и юбы, торты, пирожки или сахарные шарики, а затем с жадностью их поедают. Они ударяют по спине женщин и девушек из уважаемых семей. Один. А теперь они молчаливо стоят в выражении почтения Благословенному, сложив ладони в почтительном приветствии. Маханама, когда в представителе клана есть пять качеств, будь он помазанным на царство кхатийским царем, землевладельцем, военачальником, главой деревни, главой гильдии, или же тем, кто осуществляет личное управление над различными кланами, то в отношении него можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Какими пятью? Один. Вот. Маханама, с помощью богатства, которое он обрел усердным старанием, накопил силой своих рук, заработал потом и кровью, праведно добытым праведным богатством, представитель клана чтит, ценит, уважает и почитает своих родителей. Его родители, будучи чтимыми, ценеемыми, уважаемыми и почитаемыми, проявляют сострадание к нему с добрым сердцем, думая, долгой тебе жизни, поддерживая длинный жизненный срок. Когда родители представителя клана проявляют к нему сострадание, то в отношении него можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Два. Далее. Маханама, с помощью богатства, которое он обрел усердным старанием, накопил силой своих рук, заработал потом и кровью, праведно добытым праведным богатством, представитель клана чтит, ценит, уважает и почитает свою жену и детей, своих рабов, рабочих и слуг. Будучи чтимыми, ценеемыми, уважаемыми и почитаемыми, они проявляют сострадание к нему с добрым сердцем, думая, долгой тебе жизни. Когда жена и дети, рабы, рабочие и слуги представителя клана проявляют к нему сострадание, то в отношении него можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Далее. Маханама, с помощью богатства, которое он обрел усердным старанием, накопил силой своих рук, заработал потом и кровью, праведно добытым праведным богатством, представитель клана чтит, ценит, уважает и почитает владельцев соседних полей и тех, с кем он имеет деловые отношения. Будучи чтимыми, ценеемыми, уважаемыми и почитаемыми, они проявляют сострадание к нему с добрым сердцем, думая, долгой тебе жизни. Когда владельцы соседних полей, и те, с кем он имеет деловые отношения, проявляют сострадание к представителю клана, то в отношении него можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. Далее. Маханама, с помощью богатства, которое он обрел усердным старанием, накопил силой своих рук, заработал потом и кровью, праведно добытым праведным богатством, представитель клана чтит, ценит, уважает и почитает божество жертвований. 2. Будучи чтимыми, ценеемыми, уважаемыми и почитаемыми, они проявляют сострадание к нему с добрым сердцем, думая, долгой тебе жизни. Когда божества жертвований проявляют сострадание к представителю клана, то в отношении него можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 5. Далее. Маханама, с помощью богатства, которое он обрел усердным старанием, накопил силой своих рук, заработал потом и кровью, праведно добытым праведным богатством, представитель клана чтит, ценит, уважает и почитает жрецов и отшельников. Будучи чтимыми, ценеемыми, уважаемыми и почитаемыми, они проявляют сострадание к нему с добрым сердцем, думая, долгой тебе жизни. Когда жрецы и отшельники проявляют сострадание к представителю клана, то в отношении него можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. 6. Маханама, когда в представителе клана есть эти пять качеств, будь он помазанным на царство кхатийским царем, землевладельцем, военачальником, главой деревни, главой гильдии, или же тем, кто осуществляет личное управление над различными кланами, то в отношении него можно ожидать только лишь возрастания, а не упадка. И далее он добавил, по отношению к родителям он исполняет долг, способствует благополучию своей жены, детей, как и заботится о тех, кто живет в доме вместе с ним, как и о тех, кто от него зависит в житии. Он мудр, нравственен и щедр, он действует на благо всей своей родни, на благо тех, скончался кто уже, как и на благо тех, кто жив еще в миру. Полезен он отшельникам, жрецам, полезен также он и божествам. Является он тем, приносит радость кто по мере жизни праведный, что в доме он ведет. Когда свершил он то, что представляется благим, достоин уважения он, а также похвалы. Его восхвалят в этом самом мире, прямо здесь, а после смерти радуется он на небесах. Один, комментарий поясняет, что они подходят сзади и ударяют их ногой в спину. Два, комментарий поясняет, что речь идет об облегающих семью божествах, которых почитают по семейной традиции. Патхама вудхапанбаджита сутта, бездомная жизнь в старости 1. АН 5.59. Благословенный сказал, монахи, редко, когда можно встретить того, кто в старости ушел в бездомную жизнь не обладал бы пятью качествами. Какими пятью? Редко, когда можно встретить того, кто в старости ушел в бездомную жизнь и, один, кто был бы проницателен, два, имел бы надлежащие манеры, три, был бы ученым в Дхамме, четыре, мог бы давать лекции по Дхамме, пять, был бы специалистом в Винае. Редко, когда можно встретить того, кто в старости ушел в бездомную жизнь и обладал бы этими пятью качествами. Дутия Вудха Падбаджита Сутта «Бездомная жизнь в старости» АН 5.60. Благословенный сказал, «Монахи, редко когда можно встретить того, кто в старости ушел в бездомную жизнь и обладал бы пятью качествами». Какими пятью? Редко когда можно встретить того, кто в старости ушел в бездомную жизнь, один, его было бы легко исправить, два, кто мог бы прочно удерживать в уме то, что он выучил, три, кто принимал бы наставление с уважением, четыре, кто мог бы давать лекции Падхаме, пять, кто был бы специалистом в Винае. Редко когда можно встретить того, кто в старости ушел в бездомную жизнь и обладал бы этими пятью качествами. Падхама Санья Сутта Восприятие 1. АН 5.61. Благословенный сказал, «Монахи, эти пять восприятий, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном, и имеют бессмертное своим завершением». Какие пять? Один, восприятие непривлекательности, два, восприятие смерти, три, восприятие опасности, четыре, восприятие отвратительности еды, пять, восприятие невосхищения целым миром. Один. Эти пять восприятий, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном, и имеют бессмертное своим завершением. Один, смотри. АН 10.60. Дутия Санья Сутта, восприятие 2. АН 5.62. Благословенный сказал, «Монахи, эти пять восприятий, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном, и имеют бессмертное своим завершением». Какие пять? Один, восприятие непостоянства, два, восприятие безличности, три, восприятие смерти, четыре, восприятие отвратительности еды, пять, восприятие и невосхищение целым миром. Один. Эти пять восприятий, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном, и имеют бессмертное своим завершением. Один, смотри. АН 10.60. Патхама Ваттхи Сутта, возрастание 1. АН 5.63. Благословенный сказал, «Монахи, возрастая в пяти областях роста, ученик благородных возрастает благородным ростом, впитывает сути лучшие из этой жизни». В каких пяти? Он возрастает в 1, вере, 2, в нравственности, 3, в учености, 4, в щедрости, 5, в мудрости. Возрастая в этих пяти областях роста, ученик благородных возрастает благородным ростом, впитывает сути лучшие из этой жизни. И далее он добавил, кто в нравственности, в вере возрастает, в учености, мудрости, щедрости, такой мудрейший высший человек впитает суд всей этой жизни самой. Дутиеватхи сутта, возрастание 2. АН 5.64. Благословенный сказал, монахи, возрастая в пяти областях роста, женщина, являющаяся учеником благородных, возрастает с благородным ростом, она впитывает суть и лучшее из этой жизни. В каких пяти? Она возрастает, один, веря, два, в нравственности, три, в учености, четыре, в щедрости, пять, в мудрости. Возрастая в этих пяти областях роста, женщина, являющаяся учеником благородных, возрастает с благородным ростом, она впитывает суть и лучшее из этой жизни. И далее он добавил, она и в нравственности, в вере возрастает, в учености, мудрости, щедрости, последователь Будды нравственный, впитает она суть всей этой жизни самой. Сакачха сутта, обсуждение. АН 5.65. Благословенный сказал, монахи, когда монах обладает пятью качествами, его товарищам монахам подобает вести с ним обсуждений. Какими пятью? 1. Вот монах совершенен в нравственном поведении сам, и он отвечает на вопросы, возникающие при обсуждении совершенства в нравственном поведении. 2. Он совершенен в сосредоточении сам, и он отвечает на вопросы, возникающие при обсуждении совершенства в сосредоточении. 3. Он совершенен в мудрости сам, и он отвечает на вопросы, возникающие при обсуждении совершенства в мудрости. 4. Он совершенен в освобождении сам, и он отвечает на вопросы, возникающие при обсуждении совершенства в освобождении. 5. Он совершенен в знании и видении освобождения сам, и он отвечает на вопросы, возникающие при обсуждении совершенства в знании и видении освобождения. Когда монах обладает этими пятью качествами, его товарищам монахам подобает вести с ним обсуждений. Саджива сутта «Образ жизни» АН 5.66 6. Благословенный сказал, монахи, когда монах обладает пятью качествами, его товарищам монахам подобает жить рядом с ним. Какими пятью? 1. Вот монах совершенен в нравственном поведении сам, и он отвечает на вопросы, заданные во время обсуждения совершенства в нравственном поведении. 2. Он совершенен в сосредоточении. 3. Мудрости. 4. Освобождении. 5. Он совершенен в знании и видении освобождения сам, и он отвечает на вопросы, заданные во время обсуждения совершенства в знании и видении освобождения. Когда монах обладает этими пятью качествами, его товарищам монахам подобает жить рядом с ним. Подхама и Тхипада сутта, основа сверхъестественных сил 1. АН 5.67. Благословенный сказал, монахи, когда какой-либо монах или какая-либо монахиня развивает и взращивает пять вещей, то можно ожидать одного из двух плодов, либо окончательного знания в этой самой жизни, либо, если еще имеется остаточное цепляние, состояние невозвращения. Какие пять? 1. Вот монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желаний и формирователей старания. 2. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. 3. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследований и формирователей старания. 1. 5. Сам энтузиазм осуществлять это является пятым. 2. Когда, монахи, какой-либо монах или какая-либо монахиня развивает и взращивает пять вещей, то можно ожидать одного из двух плодов, либо окончательного знания в этой самой жизни, либо, если еще имеется остаточное цепляние, состояние невозвращения. 1. Подробно эти формулы разъясняются в СН-51-13. 2. Комментарий трактует термину Солхи как исключительное усердие, который я перевел здесь как энтузиазм. Дутия и Тхипада сутта «Основы сверхъестественных сил» 2. АН-568. Благословенный сказал, «Монахи, до моего просветления, когда я был все еще не полностью просветленным Бодхисаттой, я развивал и взращивал пять вещей». Какие пять? 1. Я развивал и взращивал основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания. 2. Я развивал и взращивал основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. 3. Я развивал и взращивал основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. 4. Я развивал и взращивал основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследования и формирователей или старания. 5. Сам энтузиазм осуществлять это являлся пятым. Поскольку я развил и взрастил эти пять вещей с энтузиазмом как пятый из них, то, поскольку было для этого подходящее основание, я был способен реализовать любое состояние, реализуемое прямым знанием, к какому бы из них я ни направил свой ум. Если я желал, будучи одним, пусть я стану многими. Один, в соответствии с их камой, я был способен реализовать это, ведь было для этого подходящее основание. Если я желал, пусть за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, в этой самой жизни я войду и буду пребывать в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания, я был способен реализовать это, ведь было для этого подходящее основание. Один, перечисляются все сверхспособности, упомянутые в АН 5.23. Нибубида сутта, утрата очарованности. АН 5.69. Благословенный сказал, монахи, эти пять вещей, будучи развитыми и взращенными, всецело ведут к утрате очарованности и бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Какие пять? Один, вот монах пребывает в созерцании непривлекательности тела. Два, воспринимая отвратительность еды. Три, воспринимая невосхищение целым миром. Четыре, созерцая непостоянство во всех обусловленных феноменах. Пять, и в нем внутренне хорошо утверждено восприятие смерти. Эти пять вещей, будучи развитыми и взращенными, всецело ведут к утрате очарованности и бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Асавакхвая сутта, уничтожение пятен. АН 5.70. Благословенный сказал, монахи, эти пять вещей, будучи развитыми и взращенными, ведут к уничтожению пятен загрязнений ума. Какие пять? Один, вот монах пребывает в созерцании непривлекательности тела. Два, воспринимая отвратительность еды. Три, воспринимая невосхищение целым миром. Четыре, созерцая непостоянство во всех обусловленных феноменах. Пять, и в нем внутренне хорошо утверждено восприятие смерти. Эти пять вещей, будучи развитыми и взращенными, ведут к уничтожению пятен загрязнений ума. Патхама 4 Мутипхала сутта, освобождение ума 1. АН 5.71. Благословенный сказал, монахи, эти пять вещей, будучи развитыми и взращенными, имеют своим плодом освобождение ума, освобождение ума своим плодом и благом. Они имеют своим плодом освобождение мудростью, освобождение мудростью своим плодом и благом. Какие пять? Вот монах пребывает, созерцая непривлекательность тела, воспринимая отвратительность еды, воспринимая невосхищение целым миром, созерцая непостоянство во всех обусловленных феноменах, и в нем внутренне хорошо утверждено восприятие смерти. Эти пять вещей, будучи развитыми и взращенными, имеют своим плодом освобождение ума, освобождение ума своим плодом и благом. Они имеют своим плодом освобождение мудростью, освобождение мудростью своим плодом и благом. Когда монах освобожден в уме и освобожден мудростью, то он зовется монахом, который убрал перекладину, наполнил ров, вытащил колонну, он зовется немеющим засова, благородным, отделенным, чье знамя опущено, и тяжкий груз сброшен. 1. И каким образом монах убрал перекладину? Вот монах отбросил невежество, срезал его под корень, сделал подобным обрубку пальмы, уничтожил так, что оно более не возникнет в будущем. Вот каким образом монах убрал перекладину? 2. И каким образом монах наполнил ров? Вот монах отбросил скитание рождением, что приводит к новому существованию. Он срезал его под корень, сделал подобным обрубку пальмы, уничтожил так, что оно более не возникнет в будущем. Вот каким образом монах наполнил ров? 3. И каким образом монах вытащил колонну? Вот монах отбросил жажду, срезал ее под корень, сделал подобное обрубку пальмы, уничтожил так, что она более не возникнет в будущем. Вот каким образом монах вытащил колонну? 4. И каким образом монах не имеет засова? Вот монах отбросил пять нижних оков, срезал их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они более не возникнут в будущем. Вот каким образом монах не имеет засова? 5. И каким образом монах благородный, отделенный, чье знамя опущено, и тяжкий груз сброшен? Вот монах отбросил самомнение, я, срезал его под корень, сделал подобным обрубку пальмы, уничтожил так, что оно более не возникнет в будущем. Вот каким образом монах благородный, отделенный, чье знамя опущено, и тяжкий груз сброшен. Дутия 4 Мутибхала сутта «Освобождение ума» 2. АН 5.72. Благословенный сказал, «Монахи, эти пять вещей, будучи развитыми и взращенными, имеют своим плодом освобождение ума, освобождение ума своим плодом и благом. Они имеют своим плодом освобождение мудростью, освобождение мудростью своим плодом и благом». Какие пять? Один, восприятие непостоянства, два, восприятие страдательности в непостоянном, три, восприятие безличности в страдательном, четыре, восприятие оставления, пять, восприятие бесстрастия. Эти пять вещей, будучи развитыми, своим плодом и благом. Когда монах освобожден в уме и освобожден мудростью, то он зовется монахом, который убрал перекладину, наполнил ров. Один, тяжкий груз сброшен. Один, этот фрагмент в точности такой же, как и в предыдущей сутте А.Н. 5.71 Дхамма Вихарин сутта, пребывающий в Дхамме 1. А.Н. 5.73 И тогда один монах отправился к благословенному и, по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем он обратился к благословенному, тот, кто пребывает в Дхамме, тот, кто пребывает в Дхамме, так говорят, учитель. До какой степени монах является тем, кто пребывает в Дхамме? Монах, бывает так, что некоторый монах изучает Дхамму, диалоги, сказания в прозе и стихе, объяснения, строфы, спонтанные восклицания, цитаты, истории рождения, поразительные события, беседы в виде вопросов и ответов. Один. Он тратит день на изучение Дхаммы. Он пренебрегает уединением. Он не предается внутреннему успокоению ума. Такой монах называется увлеченным в изучении, но не тем, кто пребывает в Дхамме. Бывает так, что некоторый монах берет, так как он слышал или изучил, Дхамму, и обучает ей других во всех подробностях и деталях. Он тратит день на объяснение Дхаммы. Он пренебрегает уединением. Он не предается внутреннему успокоению ума. Такой монах называется увлеченным в объяснении, но не тем, кто пребывает в Дхамме. Бывает так, что некоторый монах берет, так как он слышал или изучил, Дхамму, и повторяет ее вслух по памяти во всех подробностях и деталях. Он тратит день на декламацию Дхаммы. Он пренебрегает уединением. Он не предается внутреннему успокоению ума. Такой монах называется увлеченным в декламации, но не тем, кто пребывает в Дхамме. Бывает так, что некоторый монах берет, так как он слышал и изучил Дхамму, и обдумывает ее, размышляет над ней, изучает ее своим интеллектом. Он тратит день на обдумывание Дхаммы. Он пренебрегает уединением. Он не предается внутреннему успокоению ума. Такой монах называется увлеченным в размышлении, но не тем, кто пребывает в Дхамме. Бывает так, что некоторый монах изучает Дхамму, диалоги, сказания в прозе и стихе, объяснения, строфы, спонтанные восклицания, цитаты, истории рождения, поразительные события, беседы в виде вопросов и ответов. Он не пренебрегает уединением. Он предается внутреннему успокоению ума. Такой монах называется тем, кто пребывает в Дхамме. Итак, монах, я объяснил тебе, кто является увлеченным в изучении, кто является увлеченным в объяснении, кто является увлеченным в декламации, кто является увлеченным в размышлении, кто является пребывающим в Дхамме. То, что должен сделать учитель, ради блага своих учеников, из-за сострадания к ним, я сделал для тебя. Вон там, подножия деревьев, там, пустые жилища. Практикуй тжхану, монах. Не будь беспечным. Не впади потом в сожаление. Таково наше послание тебе. Один, самая ранняя классификация учений Будды. Дутия Дхамма Вихари Сутта, пребывающий в Дхамме 2. АН 5.74. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, Учитель, тот, кто пребывает в Дхамме, тот, кто пребывает в Дхамме, так говорят. В каком смысле монах является тем, кто пребывает в Дхамме? Один, монах, бывает так, что некий монах изучает Дхамму, лекции, стихи и прозу, описания, строфы, вдохновенное изречение, цитаты, истории рождения, чудесные случаи, вопросы и ответы. Но он не продвигается дальше и не понимает ее значения мудростью. Такой монах зовется тем, кто поглощен в изучении, но не тем, кто пребывает в Дхамме. Два, далее, бывает так, что монах обучает в подробностях услышанные и заученные им Дхамме других, но он не продвигается дальше и не понимает ее значения мудростью. Такой монах зовется тем, кто поглощен в донесении, но не тем, кто пребывает в Дхамме. 3. Далее, бывает так, что монах декламирует вслух по памяти услышанную и заученную им Дхамму, но он не продвигается дальше и не понимает ее значения мудростью. Такой монах зовется тем, кто поглощен в декламации, но не тем, кто пребывает в Дхамме. 4. Далее, бывает так, что монах размышляет, изучает, мысленно исследует услышанную и заученную им Дхамму, но он не продвигается дальше и не понимает ее значения мудростью. Такой монах зовется тем, кто поглощен в мыслях, но не тем, кто пребывает в Дхамме. 5. Далее, бывает так, что монах изучает Дхамму, лекции, стихи и прозу, описания, строфы, вдохновенные изречения, цитаты, истории рождения, чудесные случаи, вопросы и ответы. И он продвигается дальше и понимает ее значения мудростью. Вот каким образом монах является тем, кто пребывает в Дхамме. Таким образом, монах, я научил учению о том, кто поглощен в изучении, донесении, декламации, мыслях, и кто пребывает в Дхамме. Все, что должен сделать сострадательный учитель с состраданием к своим ученикам и с желанием благополучия, это я сделал для тебя. Вон там, подножья деревьев. Там, пустые жилища. Медитируй, монах, не будь беспечен, не впадай потом в сожаление. Таково наше наставление тебе. Патхама Идхаджива сутта, Войн 1. АН 5.75. Благословенный сказал, монахи, есть пять типов воинов в мире. Какие пять? Бывает так, что воин, увидев облако пыли, поднятое вражеской армией, спотыкается, бледнеет, не берет себя в руки, не может идти в бой. Таковы некоторые воины. Это первый тип воина в этом мире. Бывает так, что воин выдерживает вид облака пыли, но, увидев на верши вражеского знамени, он спотыкается, бледнеет, не берет себя в руки, не может идти в бой. Таковы некоторые воины. Это второй тип воина в этом мире. Бывает так, что воин выдерживает вид облака пыли и на верши вражеского знамени, но, услышав гул приближающейся вражеской армии, он спотыкается, бледнеет, не берет себя в руки, не может идти в бой. Таковы некоторые воины. Это третий тип воина в этом мире. Бывает так, что воин выдерживает вид облака пыли, вид на верши вражеского знамени, выдерживает гул, но в близком бою его сражают, и он падает раненым. Таковы некоторые воины. Это четвертый тип воина в этом мире. Бывает так, что воин выдерживает вид облака пыли, вид на верши вражеского знамени, выдерживает гул и близкий бой. Выиграв сражение, он выходит победителем на поле боя. Таковы некоторые воины. Это пятый тип воина в этом мире. Таковы пять типов воинов в этом мире. Точно так же, монахи, есть пять подобных воинам личности среди монахов. Какие пять? Один, бывает так, что монах, увидев облако пыли, спотыкается, бляднеет, не берет себя в руки, не может вести святую жизнь. Объявляя своей немощности в монашеской тренировке, он оставляет ее и возвращается к низшей жизни домохозяина. И что в его случае означает облако пыли? Вот монах слышит, в этой деревне или в том городе есть прекрасная, очаровательная, грациозная девушка или женщина с бесподобной фигурой, как цветок лотоса. Услышав это, он спотыкается, бляднеет, не берет себя в руки, не может вести святую жизнь. Объявляя своей немощности в монашеской тренировке, он оставляет ее и возвращается к низшей жизни. Вот что в его случае является облаком пыли. Такой человек, я говорю вам, подобен воину, который, увидев облако пыли, поднятой вражеской армией, спотыкается, бляднеет, не берет себя в руки, не может идти в бой. Таковы некоторые личности. Такова первая подобная воину личность, что можно встретить среди монахов. 2. Далее, бывает так, что монах выдерживает вид облака пыли, но, увидев навершие вражеского знамени, спотыкается, бляднеет, не берет себя в руки, не может вести святую жизнь. Объявляя своей немощности в тренировке, он оставляет ее и возвращается к низшей жизни домохозяина. И что в его случае означает навершие вражеского знамени? Вот монах не только слышит, что в той деревне или в том городе есть прекрасная, очаровательная, грациозная девушка или женщина с бесподобной фигурой, как цветок лотоса, но и видит сам, что в этой деревне или в этом городе есть прекрасная, очаровательная, грациозная девушка или женщина с бесподобной фигурой, как цветок лотоса. Увидев ее, он спотыкается, бляднеет, не берет себя в руки, не может вести святую жизнь. Объявляя своей немощности в тренировке, он оставляет ее и возвращается к низшей жизни. Вот что в его случае является навершением вражеского знамени. Такой человек, я говорю вам, подобен воину, который выдерживает вид облака пыли, но, увидев навершие вражеского знамени, спотыкается, бляднеет, не берет себя в руки, не может идти в бой. Таковы некоторые личности. Такова вторая подобная воину личность, что можно встретить среди монахов. Три. Далее. Бывает так, что монах выдерживает вид облака пыли и вид навершие вражеского знамени, но, услышав гул вражеской армии, он спотыкается, бледнеет, не берет себя в руки, не может вести святую жизнь. Объявляя о своей немощности в тренировке, он оставляет ее и возвращается к низшей жизни домохозяина. И что в его случае означает гул? Вот монах уходит в безлюдную местность, к подножию дерева, или в пустое жилище. К нему подходит женщина и хихикает над ним, зазывает его, громко смеется и дразнит. По мере того, как она хихикает, зазывает, смеется и дразнит его, он спотыкается, бледнеет, не берет себя в руки, не может вести святую жизнь. Объявляя о своей немощности в тренировке, он оставляет ее и возвращается к низшей жизни домохозяина. Вот что в его случае является гулом приближающейся вражеской армии. Такой человек, я говорю вам, подобен воину, который выдерживает вид облака пыли на верши вражеского знамени, но, услышав гул вражеской армии, он спотыкается, бледнеет, не берет себя в руки, не может идти в бой. Таковы некоторые личности. Такова третья подобная воину личность, что можно встретить среди монахов. Далее, бывает так, что монах выдерживает вид облака пыли, вид на верши игул, но в ближнем бой его сражают, и он падает раненым. И что в его случае означает ближний бой? Вот монах уходит в безлюдную местность, к подножию дерева, или в пустое жилище. К нему подходит женщина и садится рядом с ним, ложится рядом с ним, бросается ему на шею. Когда она садится рядом с ним, ложится рядом с ним, бросается ему на шею. Он, не оставляя тренировки, не объявляя о своей немощности, совершает с ним половой акт. Вот что в его случае является ближним боем. Такой человек, я говорю вам, подобен воину, который выдерживает вид облака пыли, вид на верши вражеского знамени игул, но в ближнем бое его сражают, и он падает раненым. Таковы некоторые личности. Такова четвертая подобная воину личность, что можно встретить среди монахов. Далее, бывает так, что монах выдерживает вид облака пыли, вид на верши, гул и ближний бой. Выиграв сражение, он выходит победителем на поле боя. И что в его случае означает победа в битве? Вот монах выходит в безлюдную местность, к подножию дерева, или в пустое жилище. К нему подходит женщина и садится рядом с ним, ложится рядом с ним, бросается ему на шею. Когда она подходит и садится рядом с ним, ложится рядом с ним, бросается ему на шею, он освобождает себя, вытаскивает себя и уходит прочь, туда, куда пожелает. Он отправляется в уединенное место, в безлюдную местность, к подножию дерева, на гору, в узкую горную долину, в пещеру на склоне холма, на кладбище, в лесную чащу, на открытое пространство, к стогу сена. Отправившись в безлюдную местность, к подножию дерева, в пустое жилище, он садится со скрещенными ногами, держит тело прямо, утверждает осознанность впереди. Отбросив жажду к миру, он пребывает с умом, лишённым жажды. Он очищает ум от жажды. Отбросив недоброжелательность и злобу, он пребывает с умом, лишённым недоброжелательности, желающий благополучия всем живым существам. Он очищает ум от недоброжелательности и злобы. Отбросив лень и апатию, он пребывает с умом, лишенным лени и апатии, осознанный, бдительный, восприимчивый к свету. Он очищает ум от лени и апатии. Отбросив неугомонность и сожаление, он пребывает без взволнованности с внутренне умиротворенным умом. Он очищает ум от неугомонности и сожаления. Отбросив сомнения, он пребывает, не имея сомнений, без запутанности по отношению к умелым умственным качествам. Он очищает ум от сомнений. Отбросив эти пять помех, изъянов ума, что ослабляют мудрость, он, полностью оставив чувственное удовольствие, оставив неумелые качества, входит и пребывает в первой джхане, восторг и удовольствие, рожденные этим оставлением сопровождаются направлением ума на объект медитации и удержанием ума на этом объекте. С успокоением направления и удержания ума, он входит и пребывает во второй джхане, его наполняют восторг и удовольствие, рожденные сосредоточением, и единение ума, который свободен от направления и удержания, он пребывает во внутренней устойчивости. С успокоением восторга он становится невозмутимым, осознанным и бдительным, и ощущает удовольствие. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, непоколебимый и осознанный, он пребывает в приятном пребывании. С успокоением удовольствия и боли, вместе с боле и ранним исчезновением радости и недовольства, он входит и пребывает в четвертой джхане, он пребывает в чистейшей невозмутимости и осознанности, в неудовольствии и не более. Обладает таким сосредоточенным, очищенным и ярким, безукоризненным, лишенным изъянов, гибким, податливым, устойчивым, и достигшим непоколебимости умом, он направляет и склоняет его к знанию окончания пятен умственных загрязнений. Он видит в соответствии с действительностью, это страдание, это источник страдания, это прекращение страдания, это путь, ведущий к прекращению страдания, это пятна умственных загрязнений, это источник пятен, это прекращение пятен, это путь, ведущий к прекращению пятен. Его ум, зная так и видя так, освобождается от пятна чувственного желания, от пятна существования, от пятна невежества. С освобождением приходит знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Вот что в его случае является победой в битве. Эта личность, монахи, я говорю вам, подобно воину, который может выдержать вид облака пыли, вид на верши вражеского знамени, гул ближний бой. Выиграв сражение, он выходит победителем на поле боя. Таковы некоторые личности. Такова пятая подобная воину личность, что можно встретить среди монахов. Таковы пять подобных воинам личности среди монахов. Дутия Идхаджива Сутта, Войн 2. АН 5.76. Благословенный сказал, монахи, есть пять видов воинов в этом мире. Какие пять? Бывает так, что некий воин берет щит и меч, вооружается луком и колчаном, и бросается в битву. Он пребывает усердным и пылким в битве, но его враги сражают его и убивают. Бывают такие воины, монахи. Таков первый вид воина в мире. Далее, бывает так, что некий воин берет щит и меч, вооружается луком и колчаном, и бросается в битву. Он пребывает усердным и пылким в битве, но его враги ранят его. Его товарищи выносят его с поля боя и несут к родным. Но пока его несут к родным, он по дороге умирает, даже не добравшись до дома. Бывают такие воины, монахи. Таков второй вид воина в мире. Далее, бывает так, что некий воин берет щит и меч, вооружается луком и колчаном, и бросается в битву. Он пребывает усердным и пылким в битве, но его враги ранят его. Его товарищи выносят его с поля боя и несут к родным. Его родные ухаживают и присматривают за ним, но, по мере того, как они делают так, он умирает из-за этого ранения. Бывают такие воины, монахи. Таков третий вид воина в мире. Далее, бывает так, что некий воин берет щит и меч, вооружается луком и колчаном, и бросается в битву. Он пребывает усердным и пылким в битве, но его враги ранят его. Его товарищи выносят его с поля боя и несут к родным. Его родные ухаживают и присматривают за ним, и в итоге он выздоравливает от этого ранения. Бывают такие воины, монахи. Таков четвертый вид воина в мире. Далее, бывает так, что некий воин берет щит и меч, вооружается луком и колчаном, и бросается в битву. Он пребывает усердным и пылким в битве. Выиграв сражение, он выходит победителем на поле боя. Бывают такие воины, монахи. Таков пятый вид воина в мире. Таковы пять видов воинов в мире. Точно так же, есть пять видов личности среди монахов, которые подобны воинам. Какие пять? Один, вот некий монах живет в зависимости от определенной деревни или города. Утром он одевается, берет чашу и одеяние, и входит в ту деревню или город за подаяниями, при этом его тело, речь, и ум не охраняются им, осознанность не утверждена в нем, его органы чувств не сдержаны. Там он видит едва одетых, едва облаченных женщин. Когда он видит их, похоть вторгается в его ум. С умом, охваченным похотью, он совершает половой акт, предварительно не объявив монахам о своей немощности в ведении монашеской жизни, не оставив монашеской тренировки. Такая личность, я говорю вам, подобно воину, который берет щит и меч, вооружается луком и колчаном, и бросается в битву, но его враги сражают его и убивают по мере того, как он пребывает усердным и пылким в битве. Бывают, монахи, такие личности. Таков первый вид личности среди монахов, подобный воину. Далее, некий монах живет в зависимости от определенной деревни или города. Утром он одевается, его органы чувств не сдержаны, похоть вторгается в его ум. С умом, охваченным похотью, он сгорает в огне похоти телесно и умственно. Он думает, что если я вернусь в монастырь и сообщу монахам, друзья, я одолеваем похотью, подавлен похотью. Я не могу вести святую жизнь. Объявляя о своей немощности в тренировке, я оставлю тренировку и вернусь к низшей жизни домохозяина. Возвращаясь в монастырь, даже не дойдя до него, он объявляет встречным монахам о своей немощности в тренировке и возвращается к низшей жизни уже по пути. Такая личность, я говорю вам, подобно воину, который берет щит и меч, вооружается луком и колчаном, и бросается в битву, но его враги ранят его по мере того, как он пребывает усердным и пылким в битве. Его товарищи выносят его с поля боя и несут к родным. Но пока его несут к родным, он по дороге умирает, даже не добравшись до дома. Бывают, монахи, такие личности. Таков второй вид личности среди монахов, подобный воину. Три, далее, некий монах живет в зависимости от определенной деревни или города. Утром он одевается, его органы чувств не сдержаны, похоть вторгается в его ум. С умом, охваченным похотью, он сгорает в огне похоти телесной умственно. Он думает, что если я вернусь в монастырь и сообщу монахам, друзья, я одолеваем похотью, подавлен похотью. Я не могу вести святую жизнь. Объявляя своей немощности в тренировке, я оставлю тренировку и вернусь к низшей жизни домохозяина. Он возвращается в монастырь и сообщает монахам, друзья, я одолеваем похотью, вернусь к низшей жизни. Его товарищи монахи советуют ему и наставляют его, друг, благословенный утверждал, что чувственное удовольствие приносит мало удовлетворения, много страдания, много отчаяния, а опасность в них заключенная и того больше. Приводя пример с куском мяса, с травяным факелом, с ямой пылающих углей, со сном, со взятым взаимы добром, с плодами дерева, с топором мясника и колодой для рубки мяса, со стойкой для мечей, со змеиной головой, благословенный утверждал, что чувственное удовольствие приносит мало удовлетворения, много страдания, много отчаяния, а опасность в них заключенная и того больше. Наслаждайся святой жизнью. Не думай, что ты не способен следовать тренировке, не думай о том, чтобы все бросить и вернуться к низшей жизни. Получая от своих товарищей монахов такой совет и наставлений, он протестует, друзья, хоть благословенный утверждал, что чувственное удовольствие приносит мало удовлетворения, много страдания, много отчаяния, а опасность в них заключенная и того больше, все же, я не способен вести святую жизнь. Я оставлю тренировку и вернусь к низшей жизни. Объявив о своей немощности в тренировке, он оставляет тренировку и возвращается к низшей жизни. Такая личность, я говорю вам, подобно воину, который берет щит и меч, вооружается луком и колчаном, и бросается в битву, но его враги ранят его по мере того, как он пребывает усердным и пылким в битве. Его товарищи выносят его с поля боя и несут к родным. Его родные ухаживают и присматривают за ним, но, по мере того, как они делают так, он умирает из-за этого ранения. Бывают, монахи, такие личности. Таков третий вид личности среди монахов, подобный воину. 4. Далее, некий монах живет в зависимости от определенной деревни или города. Утром он одевается, его органы чувств не сдержаны, похоть вторгается в его ум. С умом, охваченным похотью, он сгорает в огне похоти телесно и умственно. Он думает, что если я вернусь в монастырь и сообщу монахам, друзья, я одолеваем похотью, вернусь к нишей жизни. Он возвращается в монастырь и сообщает монахам, друзья, я одолеваем похотью, вернусь к нишей жизни. Его товарищи монахи советуют ему и наставляют его, друг, благословенный утверждал, что чувственное удовольствие приносит мало удовлетворения. Не думай, что ты не способен следовать тренировке, не думай о том, чтобы все бросить и вернуться к нишей жизни. Получая от своих товарищей монахов такой совет и наставлений, он говорит, я попытаюсь, друзья, я буду продолжать, я буду наслаждаться святой жизнью. Я не буду думать, будто я не способен следовать тренировке, не буду думать о том, чтобы все бросить и вернуться к низшей жизни. Такая личность, я говорю вам, подобно воину, который берет щит и меч, вооружается луком и колчаном, и бросается в битву, но его враги ранят его по мере того, как он пребывает усердным и пылким в битве. Его товарищи выносят его с поля боя и несут к родным. Его родные ухаживают и присматривают за ним, и в итоге он выздоравливает от этого ранения. Бывают, монахи, такие личности. Таков четвертый вид личности среди монахов, подобный воину. 5. Далее, некий монах живет в зависимости от определенной деревни или города. Утром он одевается, берет чашу и одеяние, и входит в ту деревню или город за подаяниями, при этом его тело, речь, и ум охраняются им, осознанность утверждена в нем, его органы чувств сдержаны. Вот, увидев форму глазом, этот монах не цепляется за ее черты и детали. Поскольку по мере того, как он оставляет качество глаза неохраняемым, плохие, неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество глаза. Он предпринимает сдерживание качества глаза. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Распробовав языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав ментальный феномен умом, он не цепляется за его черты и детали. Поскольку по мере того, как он оставляет качество ума неохраняемым, плохие, неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество ума. Он предпринимает сдерживание качества ума. После принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, он отправляется в уединенное место, в лес, к подножию дерева, на гору, в узкую горную долину, в пещеру на склоне холма, на кладбище, в лесную чащу, на открытое пространство, к стогу сена. Один. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Такая личность, я говорю вам, подобна воину. Который берет щит и меч, вооружается луком и колчаном, и бросается в битву. Выиграв сражение, он выходит победителем на поле боя. Бывают, монахи, такие личности. Таков пятый вид личности среди монахов, подобный воину. Таковы пять видов личности среди монахов, которые подобны воинам. Один. Здесь в точности повторяется весь последний фрагмент предыдущей сутты АН 5.75. Патхама-анагатабховая сутта, Будущее опасности 1. АН 5.77. Благословенный сказал, «Монахи, когда лесной монах обдумывает пять будущих опасностей, то для него этого достаточно, чтобы пребывать прилежным, старательным, решительным ради достижения еще не достигнутого, для обретения еще не обретенного, для осуществления еще не осуществленного». Какие пять? Один. Вот лесной монах рассуждает так, «Сейчас я пребываю один в лесу. Но, по мере того, как я живу здесь, змея может укусить меня, или скорпион, или многоножка могут ужалить меня, и из-за этого я могу умереть. Это будет помехой для меня. Что если я заражу усердием для достижения еще не достигнутого, для обретения еще не обретенного, для осуществления еще не осуществленного? Такова первая будущая опасность, обдумывание которой лесным монахам является достаточным для того, чтобы он пребывал прилежным, старательным, решительным ради достижения еще не достигнутого, для обретения еще не обретенного, для осуществления еще не осуществленного? Два. Далее, лесной монах рассуждает так, «Сейчас я пребываю один в лесу. Но, по мере того, как я живу здесь, я могу споткнуться и упасть, или та еда, что я съел, повредит мне, или желчили слизь или острые ветры во мне станут спровоцированными. Из-за этого я могу умереть, и это будет помехой для меня. Что если я заражу усердие для достижения еще не достигнутого, такова вторая будущая опасность?» Далее, лесной монах рассуждает так, «Сейчас я пребываю один в лесу. Но, по мере того, как я живу здесь, я могу повстречать диких зверей, таких как лев, тигр, леопард, медведь, или гиена, и они могут отнять мою жизнь. Из-за этого я умру, и это будет помехой для меня. Что если я заражу усердие для достижения еще не достигнутого, такова третья будущая опасность?» Далее, лесной монах рассуждает так, «Сейчас я пребываю один в лесу. Но, по мере того, как я живу здесь, я могу повстречать хулиганов, которые бегут с места преступления или же планируют преступление, и они могут отнять мою жизнь. Из-за этого я умру, и это будет помехой для меня. Что если я заражу усердие для достижения еще не достигнутого?» Такова четвертая будущая опасность. 5. Далее, лесной монах рассуждает так, «Сейчас я пребываю один в лесу. Но в лесу живут дикие духи, один, и они могут отнять мою жизнь. Из-за этого я умру, и это будет помехой для меня. Что если я заражу усердием для достижения еще не достигнутого?» Такова пятая будущая опасность. Таковы, монахи, пять будущих опасностей, обдумывание которых лесным монахам является достаточным для того, чтобы он пребывал прилежным, старательным, решительным ради достижения еще не достигнутого, для обретения еще не обретенного, для осуществления еще не осуществленного. 1. Вала Амануса, дословно «дикие нелюди». Комментарий поясняет, что речь идет о жестоких свирепых ягхах и т.д. Дутиуя Наготабховая сутта, «Будущее опасности 2». АН 5.78. Благословенный сказал, «Монахи, когда монах обдумывает пять будущих опасностей, то для него этого достаточно, чтобы пребывать прилежным, старательным, решительным ради достижения еще не достигнутого, ради обретения еще не обретенного, ради осуществления еще не осуществленного». Какие пять? 1. Вот монах рассуждает так, «Сейчас я молод, черноволос, наделен благословением молодости на первом этапе жизни. Но придет время, когда старость одолеет это тело. Когда человек стар, отягощен годами, не просто ему взяться за учение и будд. Не просто ему затвориться в уединенных обиталищах в лесах и рощах. Прежде чем это нежеланное, нежелательное, неприятное состояние случится со мной, почему бы мне заранее не зародить усердие ради достижения, еще не осуществленного? Таким образом, когда я буду находиться в такой ситуации, я буду пребывать умиротворенным, даже если буду стар. Такова первая будущая опасность, обдумывание которой монахам является достаточным для того, чтобы он пребывал прилежным, старательным, решительным ради достижения, еще не осуществленного. Два. Далее, монах рассуждает так, «Сейчас я редко болею, редко бываю поражен болезнью, обладаю нормальным пищеварением, не слишком холодным, не слишком горячим, но умеренным и годным для старания. Но придет время, когда болезнь одолеет это тело. Когда человек болен, поражен болезнью, не просто ему взяться за учение и будд. Не просто ему затвориться в уединенных обиталищах, в лесах и рощах. Прежде чем это нежеланное, нежелательное, неприятное состояние случиться со мной, почему бы мне заранее не зародить усердие ради достижения, еще не осуществленного? Таким образом, когда я буду находиться в такой ситуации, я буду пребывать умиротворенным, даже если буду болен. Такова вторая будущая опасность». Далее, монах рассуждает так, «Сейчас много еды, был хороший урожай, и еда раздается как подаяние обильно, так что можно легко прокормиться собирательством». Но придет время голода, не урожая, когда еду с подаянией трудно получить и не просто прокормиться милостыней. Во время голода люди уходят в те места, где еды много, и жизнь там такая, что слишком много людей и толпы. А когда жизнь такая, что слишком много людей и толпы, то не просто взяться за учение и будд. Не просто затвориться в уединенных обиталищах, в лесах и рощах. Прежде чем это нежеланное, нежелательное, неприятное состояние случиться со мной, почему бы мне заранее не зародить усердие ради достижения, еще не осуществленного? Таким образом, когда я буду находиться в такой ситуации, я буду пребывать умиротворенным даже во времена голода. Такова третья будущая опасность. 4. Далее, монах рассуждает так, сейчас люди живут в согласии, в гармонии, не ссорятся, подобно смешанному с водой молоку, смотрят друг на друга дружескими взорами. Но придет время опасности и смуты в безлюдных местах, когда люди повсеместно взбираются на свои средства передвижения и бегут отовсюду. Во время опасности люди уходят в те места, где безопасно, и жизнь там такая, что слишком много людей и толпы. А когда жизнь такая, что слишком много людей и толпы, то не просто взяться за учение и будь. Не просто затвориться в уединенных обиталищих в лесах и рощах. Прежде чем это нежеланное, нежелательное, неприятное состояние случиться со мной, почему бы мне заранее не зародить усердие ради достижения, еще не осуществленного? Таким образом, когда я буду находиться в такой ситуации, я буду пребывать умиротворенным даже во времена опасности. Такова четвертая будущая опасность. 5. Далее, монах рассуждает так, сейчас сангха пребывает в умиротворении, в согласии, в гармонии, без споров, с единой декламацией текстов. Но придет время, когда наступит раскол в сангхе. А когда в сангхе раскол, то непросто взяться за учение Будд. Непросто затвориться в уединенных обиталищих в лесах и рощах. Прежде чем это нежеланное, нежелательное, неприятное состояние случиться со мной, почему бы мне заранее не зародить усердие ради достижения, еще не осуществленного? Таким образом, когда я буду находиться в такой ситуации, я буду пребывать умиротворенным даже во времена раскола в сангхе. Такова пятая будущая опасность. Осуществление еще не осуществленного. Таковы, монахи, пять будущих опасностей, обдумывание которых монахам является достаточным для того, чтобы он пребывал прилежным, старательным, решительным ради достижения еще не достигнутого, ради обретения еще не обретенного, ради осуществления еще не осуществленного. Татьяна Гатабхаяни сутта, Будущее опасности 3. АН 5.79 Благословенный сказал, монахи, эти пять еще не возникших опасностей возникнут в будущем. Будьте бдительны к ним, и, будучи бдительными, поступайте так, чтобы устранить их. Какие пять? Один, в будущем появятся монахи, которые не развиты в теле, один, не развиты в нравственности, не развиты в уме, не развиты в мудрости. Будучи не развитыми в теле, не развитыми в нравственности, не развитыми в уме, не развитыми в мудрости, они будут давать полное монашеское посвящение другим и не смогут тренировать их в высшей нравственности, в высшем уме и высшей мудрости. И эти тогда тоже будут неразвитыми в теле, нравственности, уме, мудрости. И они, будучи неразвитыми в теле, нравственности, уме, мудрости, будут давать полное монашеское посвящение еще другим, и также не смогут тренировать их в высшей нравственности, высшем уме, и высшем мудрости. И тогда эти будут неразвитыми в теле, нравственности, уме, мудрости. Таким образом, из искаженной Дхамы проистекает искаженная дисциплина, из искаженной дисциплины, искаженная Дхамма. Это, монахи, первая будущая опасность, не возникшая в настоящем, которая возникнет в будущем. Будьте бдительны к ней, и, будучи бдительными, поступайте так, чтобы устранить ее. Два, далее, в будущем появятся монахи, которые не развиты в теле, не развиты в нравственности, не развиты в уме, не развиты в мудрости. Будучи не развитыми в теле, не развитыми в нравственности, неразвитыми в уме, неразвитыми в мудрости, они будут брать к себе в ученики других и не смогут тренировать их в высшей нравственности, в высшем уме, в высшей мудрости. И эти тогда тоже будут неразвитыми в теле, нравственности, уме, мудрости. И они, будучи неразвитыми в теле, нравственности, уме, мудрости, будут брать к себе в ученики еще других, и также не смогут тренировать их в высшей нравственности, в высшем уме и высшей мудрости. И тогда эти будут неразвитыми в теле, нравственности, – уме, мудрости. Таким образом, из искаженной Дхаммы проистекает искаженная дисциплина, из искаженной дисциплины – искаженная Дхамма. Это, монахи, вторая будущая опасность, не возникшая в настоящем, которая возникнет в будущем. Будьте бдительны к ней, и, будучи бдительными, поступайте так, чтобы устранить ее. Три, далее, в будущем появятся монахи, которые не развиты в теле, не развиты в нравственности, не развиты в уме, не развиты в мудрости. Будучи неразвитыми в теле, нравственности, уме, мудрости, в тот момент, когда они будут давать лекции о глубокой Дхамме или вести беседы, состоящие из ответов и вопросов, они будут впадать в омраченные умственные состояния, но они не будут замечать этого. Таким образом, из искаженной Дхаммы проистекает искаженная дисциплина, из искаженной дисциплины – искаженная Дхамма. Это, монахи, третья будущая опасность, не возникшая в настоящем, которая возникнет в будущем. Будьте бдительны к ней, и, будучи бдительными, поступайте так, чтобы устранить ее. Четыре, далее, в будущем появятся монахи, которые не развиты в теле, не развиты в нравственности, не развиты в уме, не развиты в мудрости. Они, будучи не развитыми в теле, нравственности, уме, мудрости, не будут слушать, когда декламируются беседы, что являются словами татхагаты, глубокими, глубокими в своем значении, сверхмирскими, связанными с пустотностью. Они не будут склонять к ним ухо, не будут утверждать свои сердца в их познании, не будут считать, что эти учения стоит постичь и практиковать. Вместо этого они будут слушать, когда декламируются беседы, что являются литературными работами, трудами поэтов, что изящно в звучании и изящно в риторике, трудами чужаков, словами учеников. Они будут склонять к ним ухо. Они будут утверждать свои сердца в их познании. Они будут считать, что эти учения стоит постичь и практиковать. Таким образом, из искаженной Дхаммы проистекает искаженная дисциплина, из искаженной дисциплины – искаженная Дхамма. Это, монахи, четвертая будущая опасность, не возникшая в настоящем, которая возникнет в будущем. Будьте бдительны к ней, и, будучи бдительными, поступайте так, чтобы устранить людей. 5. Далее, в будущем появятся монахи, которые не развиты в теле, не развиты в нравственности, не развиты в уме, не развиты в мудрости. Они, будучи не развитыми в теле, нравственности, уме, мудрости, будут старцами, что проживают в роскоши, апатичными, превосходящими других в своем падении, уклоняющимися от своей обязанности жить в затворничестве. Они не будут прилагать усилий к достижению еще не достигнутого, к обретению еще не обретенного, к осуществлению еще неосуществленного. Они станут образцом для будущих поколений, которые также станут проживать в роскоши, будут апатичными, превосходящими других в своем падении, уклоняющимися от своей обязанности жить в затворничестве. И те также не будут прилагать усилий к достижению еще недостигнутого, к обретению еще необретенного, к осуществлению еще неосуществленного. Таким образом, из искаженной Дхамы проистекает искаженная дисциплина, из искаженной дисциплины, искаженная Дхамма. Это, монахи, пятая будущая опасность, не возникшая в настоящем, которая возникнет в будущем. Будьте бдительны к ней, и, будучи бдительными, поступайте так, чтобы устранить ее. Один, по заметке достопочтенного Дханиссара, согласно МН 36, человек, развитый в теле, это тот, чей ум не наводняется приятными чувствами, тогда как человек, развитый в уме, это тот, чей ум не наводняется болезненными чувствами. Достопочтенный Бодхи считает, что развитость в теле означает мастерство в практике охраны дверей органов чувств. Читуттха-анагатапхаяни сутта, Будущие опасности 4. АН 5.80. Благословенный сказал, Монахи, эти пять еще не возникших опасностей возникнут в будущем. Будьте бдительны к ним, и, будучи бдительными, поступайте так, чтобы устранить их. Какие же это пять опасностей? Один, в будущем появятся монахи, у которых будет желание носить хорошее одеяние. Из-за этого желания они будут пренебрегать практикой ношения обносков. Они будут пренебрегать уединенными лесами и дикими местами. Они переберутся в поселения, города и столицы, обосновываясь там. Ради одеяния они будут совершать многочисленные непристойные и неподобающие поступки. Это, монахи, первая будущая опасность, не возникшая в настоящем, которая возникнет в будущем. Будьте бдительны к ней, и, будучи бдительными, поступайте так, чтобы устранить ее. Два, далее, в будущем появятся монахи, у которых будет желание вкушать хорошую еду. Из-за этого желания они будут пренебрегать практикой хождения за подаянием. Они будут пренебрегать уединенными лесами и дикими местами. Они переберутся в поселения, города и столицы, и, обосновываясь там, будут выискивать наилучшие вкусы кончиками своих языков. Ради еды они будут совершать многочисленные непристойные и неподобающие поступки. Это, монахи, вторая будущая опасность, не возникшая в настоящем, которая возникнет в будущем. Будьте бдительны к ней, и, будучи бдительными, поступайте так, чтобы устранить ее. Три, далее, в будущем появятся монахи, у которых будет желание проживать в хороших жилищах. Из-за этого желания они будут пренебрегать практикой проживания в диких местах. Они будут пренебрегать уединенными лесами и дикими местами. Они переберутся в поселения, города и столицы, обосновываясь там. Ради жилища они будут совершать многочисленные непристойные и неподобающие поступки. Это, монахи, третья будущая опасность, не возникшая в настоящем, которая возникнет в будущем. Будьте бдительны к ней, и, будучи бдительными, поступайте так, чтобы устранить ее. Четыре, далее, в будущем появятся монахи, проживающие в близком общении с монахинями, послушницами, младшими монахинями. По мере их общения с монахинями, послушницами, младшими монахинями, можно будет ожидать либо их неудовлетворенности ведением святой жизни, либо совершения ими одного из грубейших проступков, за счет чего они оставят тренировку и вернутся к низшей жизни домохозяев. Это, монахи, четвертая будущая опасность, не возникшая в настоящем, которая возникнет в будущем. Будьте бдительны к ней, и, будучи бдительными, поступайте так, чтобы устранить ее. 5. Далее, в будущем появятся монахи, проживающие в близком общении с помощниками по монастырю и с младшими монахами. По мере их общения с помощниками по монастырю и с младшими монахами, можно будет ожидать, что они будут жить, накапливая всевозможное имущество, заведут поля и огороды. Это, монахи, пятая будущая опасность, не возникшая в настоящем, которая возникнет в будущем. Будьте бдительны к ней, и, будучи бдительными, поступайте так, чтобы устранить ее. Монахи, таковы эти пять еще не возникших опасностей, что возникнут в будущем. Будьте бдительны к ним, и, будучи бдительными, поступайте так, чтобы устранить их. Раджания сутта, вызывая жажду. АН 5.81 Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, старший монах не мил и неприятен его товарищам-монахам, а также не уважается и не цениться ими. Какими пятью? Один, он полон жажды к тому, что вызывает жажду. Два, он полон злобы к тому, что вызывает злобу. Три, он заблуждается в том, что вызывает заблуждений. Четыре, он взволнован тем, что вызывает волнение. Пять, он опьянен тем, что вызывает опьянение. Обладая этими пятью качествами, старший монах не мил и неприятен его товарищам-монахам, а также не уважается и не ценится ими. Монахи, обладая пятью качествами, старший монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и не ценится ими. Какими пятью? Он не полон жажды к тому, что вызывает жажду. Он не полон злобы к тому, что вызывает злобу. Он не заблуждается в том, что вызывает заблуждений. Он не взволнован тем, что вызывает волнение. Он не опьянен тем, что вызывает опьянение. Обладая этими пятью качествами, старший монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и ценится ими. Витарага сутта, лишён жажды. АН 5.82 Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, старший монах не мил и неприятен его товарищам-монахам, а также не уважается и не ценится ими. Какими пятью? 1. Он не лишён жажды. 2. Он не лишён злобы. 3. Он не лишён заблуждения. 4. Он клевещет на других. 5. Он надменен. Обладая этими пятью качествами, старший монах не мил и неприятен его товарищам-монахам, а также не уважается и не цениться ими. Монахи, обладая пятью качествами, старший монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и цениться ими. Какими пятью? Он лишен жажды. Он лишен злобы. Он лишен заблуждения. Он не клевещет на других. Он не надменен. Обладая этими пятию качествами, старший монах мил и приятен его товарищем-монахам, а также уважается и ценится ими. Кухака сутта, интриган. АН 5.83. Благословенный сказал, монахи, обладая пятию качествами, старший монах не мил и неприятен его товарищем-монахам, а также не уважается и не ценится ими. Какими пятию? 1. Он интриган. 2. Он подхалим. 3. Он тот, кто любит намекать. 4 Он тот, кто любит преуменьшать 5 Он тот, кто стремится обретениями добыть обретения Обладая этими пятью качествами, старший монах не мил и неприятен его товарищам-монахам, а также не уважается и не ценится ими Монахи, обладая пятью качествами, старший монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и ценится ими Какими пятью? Он не интриган, не подхалим, не тот, кто любит намекать, преуменьшать, стремится обретениями добыть обретения Обладая этими пятию качествами, старший монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и ценится ими. Ассаддха Сутта – Лишен Веры. АН 5.84 Благословенный сказал, монахи, обладая пятию качествами, старший монах не мил и неприятен его товарищам-монахам, а также не уважается и не ценится ими. Какими пятию? 1. Он лишен веры. 2. Он не имеет стыда. 3. Он не боится совершить проступок. 4. Он ленивый. 5. Он немудрый. Обладая этими пятью качествами, старший монах не мил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается и не цениться ими. Монахи, обладая пятью качествами, старший монах мил и приятен его товарищам монахам, а также уважается и цениться ими. Какими пятью? Он наделен верой, имея чувство стыда, боится совершить проступок, усердный, мудрый. Обладая этими пятью качествами, старший монах мил и приятен его товарищам монахам, а также уважается и ценится ими Абхама сутта, не может терпеть АН 5.85 Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, старший монах не мил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается и не ценится ими Какими пятью? Он не может терпеливо переносить 1. Формы 2. Звуки 3. Запахи 4. Вкусы 5. Тактильные ощущения Обладая этими пятью качествами, старший монах не мил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается и не ценится ими Монахи, обладая пятью качествами, старший монах мил и приятен его товарищам монахам, а также уважается и ценится ими Какими пятью? Он может терпеливо переносить формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения Обладая этими пятью качествами, старший монах мил и приятен его товарищам монахам, а также уважается и цениться ими. Патисамбхида сутта, аналитические знания. АН 5.86 Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, старший монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и цениться ими. Какими пятью? Он достиг, один, аналитического знания значения, два, аналитического знания Дхаммы, три, аналитического знания языка, четыре, аналитического знания распознавания, один, пять, и он умел и прилежный в исполнении различных бытовых работ, которые следует делать для его товарищей-монахов. Он судит об этих работах уже только после их выполнения, чтобы довести их до конца и выполнить их подобающим образом. Обладая этими пятью качествами, старший монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и цениться ими. Один, аналитические знания поясняются в АН 4.172. Силаванта сутта, нравственный. АН 5.87 Благословенный сказал, «Монахи, обладая пятью качествами, старший монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и цениться ими. Какими пятью? Один, он нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Два, он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме, и тщательно проникал в них воззрением». Три, он хороший оратор с хорошей манерой подачи. Он одарен речью, которая изысканно, чиста, отчетливо, хорошо выражает суть. Четыре, он достигает без труда или сложности четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни. Пять, за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Обладая этими пятью качествами, старший монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и цениться ими. Один. Один, смотри. АН 5.166, где Будда просит монаха процитировать всю эту сутту целиком. Тхера сутта, старец. АН 5.88. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, старший монах действует ради вреда многих, ради несчастья многих, ради погибели, вреда и несчастья многих богов и людей. Какими пятью? Один, вот старший монах давно в монашестве, давно ушел в бездомную жизнь. Два, он известен и знаменит, имеет множество последователей, включая домохозяев и монахов. Три, он получает одеяния, еду, жилища, лекарства и обеспечения для больных. Четыре, он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме, и тщательно проникал в них воззрением. Пять, но он придерживается неправильного воззрения и имеет неправильную точку зрения. Он отводит многих людей от благой Дхамы и утверждает их в плохой Дхамме. Думая, старший монах давно в монашестве, давно ушел в бездомную жизнь, они следуют его примеру. Думая, старший монах известен и знаменит, имеет множество последователей, включая домохозяев и монахов, они следуют его примеру. Думая, старший монах получает одеяние, еду, жилище, лекарства и обеспечения для больных, они следуют его примеру. Думая, он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил, а не следует его примеру. Обладая этими пятью качествами, старший монах действует ради вреда многих, ради несчастья многих, ради погибели, вреда и несчастья многих богов и людей. Обладая пятью качествами, старший монах действует ради блага многих, ради счастья многих, ради благополучия, благо и счастья многих, богов и людей. Какими пятью? Вот старший монах давно в монашестве, известен и знаменит, имеет множество последователей, получает одеяние, еду, жилище, лекарства, много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Он придерживается правильного воззрения и имеет правильную точку зрения. Он отводит многих людей от плохой Дхаммы и утверждает их в благой Дхамме. Думая, старший монах давно в монашестве, давно ушел в бездомную жизнь, а не следует его примеру. Думая, старший монах известен и знаменит, имеет множество последователей, включая домохозяев и монахов, а не следует его примеру. Думая, старший монах получает одеяние, еду, жилище, лекарства и обеспечения для больных, а не следует его примеру. Думая, он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил, а не следует его примеру. Обладая этими пятью качествами, старший монах действует ради блага многих, ради счастья многих, ради благополучия, благо и счастья многих богов и людей. Патхама Секха Сутта, Ученик 1. АН 5.89. Благословенный сказал, «Монахи, эти пять качеств ведут к упадку монаха, который является учеником». Какие пять? 1. Наслаждение работой, 2. Наслаждение разговорами, 3. Наслаждение сном, 4. Наслаждение компанией, 5. И он не пересматривает то, до какой степени освобожден его ум. Эти пять качеств ведут к упадку монаха, который является учеником. 1. Монахи, эти иные пять качеств ведут к неупадку монаха, который является учеником. Какие пять? 1. Отсутствие наслаждения работой, разговорами, сном, компанией, и он пересматривает то, до какой степени освобожден его ум. Эти пять качеств ведут к неупадку монаха, который является учеником. 2. Дутия Секха Сутта, Ученик 2. АН 5.90. Благословенный сказал, «Монахи, эти пять вещей ведут к упадку монаха, который является учеником». Какие пять? 1. Вот монах, являющийся учеником, имеет множество заданий и обязанностей, он сведущ в различных хозяйственных делах, которые следует выполнять, поэтому он пренебрегает затворничеством и не посвящает себя внутреннему успокоению ума. Такова первая вещь, которая ведет к упадку монаха, который является учеником. 2. Далее. Монах, являющийся учеником, тратит день на некую пустяковую работу, поэтому он пренебрегает затворничеством и не посвящает себя внутреннему успокоению ума. Такова вторая вещь, которая ведет к упадку монаха, который является учеником. 3. Далее. Монах, являющийся учеником, тесно общается с домохозяевами и монахами, беседовал с ними в ненадлежащей манере, свойственной мирянам, поэтому он пренебрегает затворничеством и не посвящает себя внутреннему успокоению ума. Такова третья вещь, которая ведет к упадку монаха, который является учеником. 4. Далее, монах, являющийся учеником, входит в деревню слишком рано и возвращается днем слишком поздно, поэтому он пренебрегает затворничеством и не посвящает себя внутреннему успокоению ума. Такова четвертая вещь, которая ведет к упадку монаха, который является учеником. 5. Далее, монах, являющийся учеником, не может слушать без труда и сложности беседу, связанную с аскетической жизнью, что ведет к раскрытию сердца, то есть беседы о малом количестве желаний, о довольствовании тем, что есть, об уединении, об отсутствии связанности с другими, о зарождении усердия, о нравственном поведении, о сосредоточении, о мудрости, об освобождении, о знании, видении и освобождении. Поэтому он пренебрегает затворничеством и не посвящает себя внутреннему успокоению ума. Такова пятая вещь, которая ведет к упадку монаха, который является учеником. Эти пять вещей ведут к упадку монаха, который является учеником. Монахи, эти пять иных вещей ведут к неупадку монаха, который является учеником. Какие пять? Вот монах, являющийся учеником, не имеет множества заданий и обязанностей. Хотя он сведущ в различных хозяйственных делах, которые следует выполнять, он не пренебрегает затворничеством, но посвящает себя внутреннему успокоению ума. Такова первая вещь, которая ведет к неупадку монаха, который является учеником. Далее, монах, являющийся учеником, не тратит день на некую пустяковую работу. Такова вторая вещь, которая ведет к неупадку. Далее, монах, являющийся учеником, не общается тесно с домохозяевами и монахами, беседовал с ними в ненадлежащей манере, свойственной мирянам. Такова третья вещь, которая ведет к неупадку. Далее, монах, являющийся учеником, не входит в деревню слишком рано и не возвращается днем слишком поздно. Такова четвертая вещь, которая ведет к неупадку. Далее, монах, являющийся учеником, может слушать без труда и сложности беседу, связанную с аскетической жизнью. Такова пятая вещь, которая ведет к неупадку монаха, который является учеником. Эти пять вещей ведут к неупадку монаха, который является учеником. Патхама Сампада Сутта, Совершенство 1. АН 5. 91. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совершенств. Какие пять? Один, совершенство в вере, два, совершенство в нравственности, три, совершенство в учености, четыре, совершенство в щедрости, пять, совершенство в мудрости. Таковы пять совершенств. Дутия Сампада Сутта, Совершенство 2. АН 5. 92. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совершенств. Какие пять? Один, совершенство в нравственности, два, совершенство в сосредоточении, три, совершенство в мудрости, четыре, совершенство в освобождении, пять, совершенство в знании и видении освобождения. Таковы пять совершенств. Бикарана сутта, заявление АН 5.93 Благословенный сказал, монахи, есть эти пять заявлений об окончательном знании. Какие пять? 1. Человек объявляет об окончательном знании из-за тупоумии и глупости. 2. Человек объявляет об окончательном знании, потому что имеет порочное желание и мотивирован желанием. 3. Человек объявляет об окончательном знании, потому что он сумасшедший и душевно больной. 4. Человек объявляет об окончательном знании, потому что он переоценивает себя. 5. Человек объявляет об окончательном знании, поскольку это правда. Таковы пять заявлений об окончательном знании. 1. 1. Речь идет о полном просветлении, араханстве. Вхасувихара сутта, пребывание в умиротворении. АН 5.94. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять пребываний в умиротворении. Какие пять? 1. Вот, будучи отстраненным о чувственных удовольствии, отстраненным от неблагих состояний, монах входит и пребывает в первой джхане. 2. Во второй джхане. 3. В третьей джхане. 4. В четвертой джхане. 5. За счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Таковы пять пребываний в умиротворении. Акуппа сутта, непоколебимой. А.Н. 5. 95. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью вещами, монах вскоре проникает в непоколебимое 1. Какими пятью? 1. Вот монах достиг аналитического знания значения, 2. Аналитического знания дхаммы, 3. Аналитического знания языка, 4. Аналитического знания распознавания, 5. И он пересматривает то, до какой степени освобожден его ум. Обладая этими пятью вещами, монах вскоре проникает в непоколебимое. 1. Комментарий соотносит это с араханством. Сутатхара сутта, заученной. А.Н. 5. 96. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью вещами, монах, развивая осознанность к дыханию, вскоре проникает в непоколебимое. Какими пятью? 1. Вот у монаха мало предпринимаемых им дел и заданий, его легко содержать, он легко довольствуется монашескими необходимостями для жизни. 2. Он мало ест и настроен на воздержанность в отношении еды. 3. Он редко дремлет и настроен на бодрствование. 4. Он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме, и тщательно проникал в них воззрением. 5. Он пересматривает то, до какой степени освобожден его ум. Обладая этими пятью вещами, монах, развивая осознанность к дыханию, вскоре проникает в непоколебимое. Катха сутта, разговор. АН 5.97. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью вещами, монах, развивая осознанность к дыханию, вскоре проникает в непоколебимое. Какими пятью? 1. Вот у монаха мало предпринимаемых им дел и заданий, его легко содержать, он легко довольствуется монашескими необходимостями для жизни. 2. Он мало ест и настроен на воздержанность в отношении еды. 3. Он редко дремлет и настроен на бодрствование. 4. Он может слушать без труда и сложности беседу, связанную со скетической жизнью, что ведет к раскрытию сердца, то есть, беседы о малом количестве желаний, о довольствовании тем, что есть, об уединении, об отсутствии связанности с другими, о зарождении усердия, о нравственном поведении, о сосредоточении, о мудрости, об освобождении, о знании видения и освобождения. 5. Он пересматривает то, до какой степени освобожден его ум. Обладая этими пятью вещами, монах, развивая осознанность к дыханию, вскоре проникает в непоколебимое. Араньяк Расутта, живущий в лесу. АН 5.98. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью вещами, монах, развивая осознанность к дыханию, вскоре проникает в непоколебимое. Какими пятью? 1. Вот у монаха мало предпринимаемых им дел и заданий, его легко содержать, он легко довольствуется монашескими необходимостями для жизни. 2. Он мало ест и настроен на воздержанность в отношении еды. 3. Он редко дремлет и настроен на бодрствование. 4. Он живет в лесу, затворяется в уединенных обиталищах. 5. Он пересматривает то, до какой степени освобожден его ум. Обладая этими пятью вещами, монах, развивая осознанность к дыханию, вскоре проникает в непоколебимое. Сиха сутта, Лев. АН 5.99. Благословенный сказал, монахи, вечером лев, царь зверей, выходит из своего логова. Выйдя, он потягивается, осматривается в направлении всех четырех сторон и рычит своим львиным рыком три раза. Затем он отправляется в поисках игры. Если он задает трюпку слону, то всегда задает ему трюпку с уважением, а не с пренебрежением. Если он задает трюпку буйволу, корове, леопарду. Если он задает трюпку каким-либо мелким животным, даже зайцу или кошке, он задает им трюпку с уважением, а не с пренебрежением. И почему? Почему? Потому что он думает так, пусть я не потеряю своих навыков. Лев, монахи, это обозначение Тадхагаты, Араханта, полностью просветленного. Когда Тадхагата обучает Тхамме собраний, то это его львиный рык. 1. Если Тадхагата обучает Тхамме монахов, то он обучает ей с уважением, а не с пренебрежением. 2. Если Тадхагата обучает Тхамме монахинь. 3. Мирян. 4. Мирянок. 5. Если Тадхагата обучает Тхамме обычных заурядных людей, даже птицеловов и охотников, он делает это с уважением, а не с пренебрежением. И почему? Потому что Тадхагата обладает уважением и почтением по отношению к Тхамме. Какутха сутта, Какутха. АН 5.100. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Касамбе в парке Кхаситы. И тогда недавно скончался Какутха, сын Калиев, прислужник достопочтенного Махаммагаланы, и переродился среди созданных из разума божеств. Один. Его тело было размером с два или три поля магатхской деревни, но этим телом он не создавал помех ни себе, ни другим. Два. И тогда молодой Девакакутха подошел к достопочтенному Махаммагалане, поклонился ему, встал рядом, и сказал, «Господин, вот какое желание и возникло в Девадатте, я возьму бразды правления сангхой монахов». И как только эта мысль возникла у него, Девадатте лишился той сверхъестественной силы. 3. Так сказал молодой Девакакутха. Затем он поклонился достопочтенному Махаммагалане, обошел его с правой стороны, и прямо там исчез. Тогда достопочтенный Махаммагалан отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и рассказал обо всем, что произошло. Благословенный ответил, «Но, Махаммагалана, охватил ли ты его ум своим умом, поняв молодого Девакакутху так, все, что говорит молодой Девакакутха, не иначе как правда? Да, учитель. Запомни это утверждение, Махаммагалана. Теперь этот глупец бросил сам себя на произвол судьбы. Махаммагалана, в мире есть эти пять видов учителей. Какие пять? 1. Бывает так, что некий учитель, чье поведение не очищено, заявляет, я тот, чье поведение очищено. Мое поведение очищено, отмыто, не запачкано. Его ученики знают его таковым, этот уважаемый учитель хоть и не очистил поведение, все же, заявляет, я тот, чье поведение очищено. Мое поведение очищено, отмыто, не запачкано. Ему не понравилось бы, если бы мы рассказали об этом мирянам. Разве можем мы поступить с ним так, что это не понравилось бы ему? Более того, его ведь почитают дарением одеяний, еды, жилищ, лекарств и обеспечения для больных монахов. Человека узнают по его делам. Так ученики покрывают такого учителя в плане его поведения, и такой учитель ожидает того, что его будут покрывать его ученики в плане его поведения. Далее, бывает так, что некий учитель, чьи средства к жизни не очищены, заявляет, я тот, чьи средства к жизни очищены. Мои средства к жизни очищены, отмыты, не запачканы. Его ученики знают его таковым, этот уважаемый учитель хоть и не очистил средства к жизни, все же, заявляет, я тот, чьи средства к жизни очищены. Мои средства к жизни очищены, отмыты, не запачканы. Ему не понравилось бы, если бы мы рассказали об этом мирянам. Разве можем мы поступить с ним так, что это не понравилось бы ему? Более того, его ведь почитают дарением одеяний, еды, жилищ, лекарств и обеспечения для больных монахов. Человека узнают по его делам. Так ученики покрывают такого учителя в плане его средств к жизни, и такой учитель ожидает того, что его будут покрывать его ученики в плане его средств к жизни. 3. Далее, бывает так, что некий учитель, чье обучение Дхаме не очищено, заявляет, я тот, чье обучение Дхаме очищено. Мое обучение Дхаме очищено, отмыто, не запачкано. Так ученики покрывают такого учителя в плане его обучения Дхаме, и такой учитель ожидает того, что его будут покрывать его ученики в плане его обучения Дхаме. 4. Далее, бывает так, что некий учитель, чьи разъяснения по Дхаме не очищены, заявляет, я тот, чьи разъяснения под хами очищены. Мои разъяснения под хами очищены, отмыты, не запачканы. Так ученики покрывают такого учителя в плане его разъяснений под хами, и такой учитель ожидает того, что его будут покрывать его ученики в плане его разъяснений под хами. 5. Далее, бывает так, что некий учитель, чье знание видение не очищено, заявляет, я тот, чье знание видение очищено. Мое знание видение очищено, отмыто, не запачкано. Так ученики покрывают такого учителя в плане его знания и видения, и такой учитель ожидает того, что его будут покрывать его ученики в плане его знания и видения. Есть эти пять видов учителей в мире. Но, Макгаллана, я тот, чье поведение очищено, и я заявляю, я тот, чье поведение очищено. Мое поведение очищено, отмыто, не запачкано. Мои ученики не покрывают меня в плане моего поведения, и я не ожидаю того, что меня будут покрывать мои ученики в плане моего поведения. Я тот, чьи средства к жизни очищены, чье обучение Дхаме очищено, чьи разъяснения по Дхаме очищены, чье знание и видение очищено. Я заявляю, я тот, чье знание и видение очищено. Мое знание и видение очищено, отмыто, не запачкано. Мои ученики не покрывают меня в плане моего знания и виденью, и я не ожидаю того, что меня будут покрывать мои ученики в плане моего знания и виденья. 1. Манамайенкаенупапанна. Созданные из разума божества, это те, кто переродился, спонтанно, в мире форм посредством силы их прошлого достижения джхан. Два, словом тела я здесь перевел термин этапхавапатилапха. Этот термин встречается также в АН-471, где означает всю типологию живого существа. В той сути его нельзя рассматривать узко как физическое тело, поскольку оно также охватывает дэвов бесформенного мира невосприятия, не невосприятия, у которых нет физических тел. Примечания переводчика СВ, в некоторых суттах упоминаются божества мира форм с телами, состоящими из разума. Очевидно, именно о таком теле здесь идет речь. Под другими здесь, видимо, понимаются другие божества, так как тело из разума, как и иные тела божеств, не видны обычному человеческому глазу. 3. В тексте сказано именно той сверхъестественной силы, а не его сверхъестественной силы. Очевидно, речь идет о некой уже обозначенной силе, но не упомянутой в сутте. 4. Согласно Виная, Дивадатта превратил себя в маленького мальчика, носящего пояс из змей, чтобы тем самым поразить принца Аджатасату и заполучить его поддержку. Видимо, речь идет именно об этой силе, которую он утратил, как только помыслил заполучить власть над всей Сангхой. Сараджи сутта «Застенчивость» АН 5.101 Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств, способствующих развитию качества уверенности в себе ученика. Какие пять? Вот монах обладает верой, а также он нравственный, ученый, усердный и мудрый. 1. Любая застенчивость, которая наличествует в том, кто не обладает верой, отсутствует в том, кто обладает верой. Поэтому это качество способствует развитию качества уверенности в себе ученика. 2. Любая застенчивость, которая наличествует в том, кто безнравственен, отсутствует в том, кто нравственен. Поэтому это качество способствует развитию качества уверенности в себе ученика. 3. Любая застенчивость, которая наличествует в том, кто не является ученым в Дхаме, отсутствует в том, кто обладает ученостью. Поэтому это качество способствует развитию качества уверенности в себе ученика. 4. Любая застенчивость, которая наличествует в том, кто ленив, отсутствует в том, кто усерден. Поэтому это качество способствует развитию качества уверенности в себе ученика. 5. Любая застенчивость, которая наличествует в том, кто не мудр, отсутствует в том, кто мудр. Поэтому это качество способствует развитию качества уверенности в себе ученика. Таковы пять качеств, способствующих развитию качества уверенности в себе ученика. Уссанкита сутта, заподозренный. АН 5.102. Благословенный сказал, монахи, на пяти основаниях монаху не доверяют и подозревают его в том, что он порочный монах, несмотря на то, что у него неколебимый характер. Каких пяти? Вот монах часто навещает, один, проституток, два, вдов, три, незамужних женщин, четыре, евнухов, пять, монахинь. На этих пяти основаниях монаху не доверяют и подозревают его в том, что он порочный монах. Несмотря на то, что у него неколебимый характер. Махачура сутта, вор. АН 5.103. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью факторами, умелый вор пробирается в дома, ворует богатство, разбойничает, устраивает засады на дорогах. Какие пять? Вот умелый вор рассчитывает на пересеченную местность, на чаще, и на влиятельных людей. Он дает взятки и передвигается в одиночку. И каким образом умелый вор рассчитывает на пересеченную местность? Вот умелый вор рассчитывает на реки, которые трудно пересечь, и на труднопроходимые горы. Вот каким образом умелый вор рассчитывает на пересеченную местность? И каким образом умелый вор рассчитывает на чаще? Вот умелый вор рассчитывает на заросли тростника, чаще деревьев, подлесок, или на обширные густые джунгли? Вот каким образом умелый вор рассчитывает на чаще? И каким образом умелый вор рассчитывает на влиятельных людей? Вот умелый вор рассчитывает на царей или царских министров? Он думает, если кто-либо обвинит меня в чем-либо, эти цари или царские министры закроют дело. Если кто-либо обвиняет его в чем-либо, те цари или царские министры закрывают дело. Вот каким образом умелый вор рассчитывает на влиятельных людей. И каким образом умелый вор дает взятки? Вот умелый вор богат, обладает большим богатством и имуществом. Он думает, если кто-либо обвинит меня в чем-либо, я задобрю его взяткой. Если кто-либо обвиняет его в чем-либо, он задобривает его взяткой. Вот каким образом умелый вор дает взятки. И каким образом умелый вор передвигается в одиночку. Вот умелый вор идет на дело в одиночку. И почему? Потому что он думает так, другие не должны узнать о моих тайных обдумываниях. Вот каким образом умелый вор передвигается в одиночку. Обладая этими пятью факторами, умелый вор пробирается в дома, ворует богатство, разбойничает, устраивает засады на дорогах. Точно так же, монахи, обладая пятью качествами, порочный монах удерживает себя в искалеченном и травмированном состоянии, достоин порицания и упрека со стороны мудрых, порождает много неблагих заслуг. Какими пятью? Вот порочный монах рассчитывает на пересеченную местность, на чаще, и на влиятельных людей. Он дает взятки и передвигается в одиночку. Один, и каким образом порочный монах рассчитывает на пересеченную местность? Вот порочный монах пускается в неправедное телесное, словесное, и умственное деяние. Вот каким образом порочный монах рассчитывает на пересеченную местность? Два, и каким образом порочный монах рассчитывает на чаще? Вот порочный монах придерживается неправильных воззрений. Он сформировал крайние воззрения. Один, вот каким образом порочный монах рассчитывает на чаще? Три, и каким образом порочный монах рассчитывает на влиятельных людей? Вот порочный монах рассчитывает на царей или царских министров. Он думает, если кто-либо обвинит меня в чем-либо, эти цари или царские министры закроют дело. Если кто-либо обвиняет его в чем-либо, те цари или царские министры закрывают дело. Вот каким образом порочный монах рассчитывает на влиятельных людей. 4. И каким образом порочный монах дает взятки? Вот порочный монах обретает одеяние, иду, жилище, лекарства и обеспечения для больных. Он думает, если кто-либо обвинит меня в чем-либо, я задобрю его одним из этих обретений. Если кто-либо обвиняет его в чем-либо, он задабривает его одним из этих обретений. Вот каким образом порочный монах дает взятки. 5. И каким образом порочный монах передвигается в одиночку? Вот порочный монах сооружает для себя уединенное жилище в приграничных землях. Когда он подходит там к семьям, он получает обретение. Вот каким образом порочный монах передвигается в одиночку. Обладая этими пятью качествами, этот порочный монах удерживает себя в искалеченном и травмированном состоянии, достоин порицания и упрека со стороны мудрых, порождает много неблагих заслуг. Один, комментарий поясняет, что речь идет о крайностях ветернализма и аннигилицинизма. Примечания переводчика СВ, ВМН2 различные подобные виды воззрения называются чаще воззрений. Самана Сукхумала Сутта «Изысканный отшельник». АН 5.104. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монах является изысканным отшельником среди отшельников. Какими пятью? Один, как правило, он использует одеяние, которое было подарено именно ему. Редко, когда он использует то, которое не было подарено именно ему. Как правило, он ест льду, которая была подарена именно ему. Редко, когда он ест ту, которая не была подарена именно ему. Как правило, он использует жилище, которое было подарено именно ему. Редко, когда он использует то, которое не было подарено именно ему. Как правило, он использует лекарства и обеспечения для больных, которые были подарены именно ему. Редко, когда он использует те, которые не были подарены именно ему. Два, его товарищи-монахи, с которыми он вместе живет, как правило, ведут себя приятным образом по отношению к нему посредством телесных действий, словесных, или умственных. Редко, когда они ведут себя неприятным образом. Они обычно дарят ему приятные. Редко, когда они дарят ему неприятные. Три, в нем редко возникают неудобства, происходящие из-за желчи, слизи, ветра, или их комбинации, неудобства из-за климатических изменений, неудобства, вызванные небрежным поведением, неудобства, вызванные нападениями, неудобства, возникшие в результате созревания каммы. Эти вещи возникают в нем нечасто. Он редко болеет. Четыре, он достигает без труда или сложности четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни. Пять, за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Обладая этими пятью качествами, монах является изысканным отшельником среди отшельников. Если, монахи, кто-либо мог бы правдиво сказать о ком-либо, он, изысканный отшельник среди отшельников, то он мог бы сказать так в точности обо мне. Ведь, как правило, я использую одеяние, которое было подарено именно мне, я им иду, использую жилище, использую лекарства. Редко, когда я использую те, которые не были подарены именно мне. Те монахи, с которыми я вместе живу, как правило, ведут себя приятным образом по отношению ко мне посредством телесных действий, словесных или умственных. Редко, когда они ведут себя неприятным образом. Они обычно дарят мне приятный. Редко, когда они дарят мне неприятный. Во мне редко возникают неудобства, происходящие из-за желчи, из-за климатических изменений, вызванные небрежным поведением, нападениями, возникшие в результате созревания каммы. Эти вещи возникают во мне нечасто. Я редко болею. Я достигаю без труда или сложности четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни. За счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни я вхожу и пребываю в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Если, монахи, кто-либо мог бы правдиво сказать о ком-либо, он, изысканный отшельник среди отшельников, то он мог бы сказать так в точности обо мне. Бхасувихара сутта, в умиротворении. АН 5.105. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять средств для пребывания в умиротворении. Один. Какие пять? Один, вот монах поддерживает телесные поступки, основанные на доброжелательности, как на людях, так и в частном порядке, по отношению к своим товарищам монахам. Два, он поддерживает словесные поступки, основанные на доброжелательности, как на людях, так и в частном порядке, по отношению к своим товарищам монахам. 3. Он поддерживает умственные поступки, основанные на доброжелательности, как на людях, так и в частном порядке, по отношению к своим товарищам-монахам. 4. Он пребывает как на людях, так и в частном порядке, разделяя вместе со своими товарищами-монахами нравственные поведения, цельные, безупречные, не имеющие изъянов, не запятненные, освобождающие, восхваляемые мудрецами, яркие, ведущие к сосредоточению. 5. Он пребывает как на людях, так и в частном порядке, разделяя вместе со своими товарищами-монахами воззрение, которые благородны и освобождающие, выводящие того, кто поступает в соответствии с ним, к полному уничтожению страданий. Таковы, монахи, пять средств для пребывания в умиротворении. 1. Также известный как принципы радушия в АН 6.11. Ананда сутта, Ананда. АН 5.106. Однажды благословенный пребывал в Касамбю в парке Кхаситы. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, 1. Учитель, каким образом монах может пребывать в умиротворении, проживая в Сангхе? Ананда, когда монах совершенен в нравственном поведении сам, но не наставляет других в отношении нравственного поведения, 1. то до этой степени он может пребывать в умиротворении, проживая в Сангхе. 2. Но, учитель, может ли быть другой способ? Посредством которого монах может пребывать в умиротворении, проживая в Сангхе? Может, Ананда. Когда монах совершенен в нравственном поведении сам, но не наставляет других в отношении нравственного поведения, и он изучает себя, но не изучает других, то до этой степени он может пребывать в умиротворении, проживая в Сангхе. 3. Но, учитель, может ли быть другой способ, посредством которого монах может пребывать в умиротворении, проживая в Сангхе? Может, Ананда. Когда монах совершенен в нравственном поведении сам, но не наставляет других в отношении нравственного поведения, и он изучает себя, но не изучает других, и он не обладает известностью и не волнуется из-за отсутствия известности, то до этой степени он может пребывать в умиротворении, проживая в Сангхе. 4. Но, учитель, может ли быть другой способ, посредством которого монах может пребывать в умиротворении, проживая в Сангхе? Может, Ананда. Когда монах совершенен в нравственном поведении сам, но не наставляет других в отношении нравственного поведения, и он изучает себя, но не изучает других, и он не обладает известностью и не волнуется из-за отсутствия известности, и он достигает без труда или сложности четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни, то до этой степени он может пребывать в умиротворении, проживая в Сангхе. 5. Но, учитель, может ли быть другой способ, посредством которого монах может пребывать в умиротворении, проживая в Сангхе? Может, Ананда. Когда монах совершенен в нравственном поведении сам, но не наставляет других в отношении нравственного поведения, и он изучает себя, но не изучает других, и он не обладает известностью и не волнуется из-за отсутствия известности, и он достигает без труда или сложности четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни, и за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно, то до этой степени он может пребывать в умиротворении, проживая в Сангхе. И я говорю тебе, Ананда, нет нового способа, посредством которого монах может пребывать в умиротворении, проживая в Сангхе, более превосходного и возвышенного, нежели этот. 1. Комментарий. Он не критикует и не порицает других в плане нравственного поведения. Сила Сампана сутта, нравственное поведение. АН 5.107. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими пятью? Вот монах, один, совершенен в нравственном поведении, два, совершенен в сосредоточении, три, совершенен в мудрости, четыре, совершенен в освобождении, пять, совершенен в знании, видении и освобождении. Обладая этими пятью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. АН 5.108. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими пятью? Вот монах обладает, один, совокупностью нравственного поведения того, кто окончил тренировку. Два, совокупностью сосредоточения того, кто окончил тренировку. Три, совокупностью мудрости того, кто окончил тренировку. Четыре, совокупностью освобождения того, кто окончил тренировку. Пять, совокупностью знания и видения освобождения того, кто окончил тренировку. Обладая этими пятью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Читуддиса сутта, во всех четырех сторонах как дома. А.Н. 5.109. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монах во всех четырех сторонах света как дома. Какими пятью? 1. Вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. 2. Он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме, и тщательно проникал в них воззрением. 3. Он довольствуется любыми одеяниями, едой, жилищем, лекарствами и средствами обеспечения для больных. 4. Он достигает без труда или сложности четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни. 5. За счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Обладая этими пятью качествами, монах во всех четырех сторонах света как дома. Аранья сутта, лес. АН 5. 110. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монах подходит для того, чтобы отправляться в уединенные обиталища в лесах и рощах. Какими пятью? 1. Вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. 2. Он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме, и тщательно проникал в них воззрением. 3. Он зародил усердие к оставлению неблагих качеств и к обретению благих качеств. В этом он силен, упорен в старании, не отложил своей обязанности развивать благие качества. 4. Он достигает без труда или сложности четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни. 5. За счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Обладая этими пятью качествами, монах подходит для того, чтобы отправляться в уединенные обиталища в лесах и рощах. Кулупака сутта, посещающий семьи. АН 5.111. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монах, который посещает семьи, не мил и неприятен им, не уважается, не почитается ими. Какими пятью? 1. Он считает, что уже сформировались близкие отношения, хотя это всего лишь знакомство. 2. Он распределяет вещи, которые ему не принадлежат. 3. Он общается с теми, кто находится в ссоре друг с другом. 1. 4. Он шепчет на ухо. 5. Он делает непомерные запросы. Обладая этими пятью качествами, монах, который посещает семьи, не мил и неприятен им, и не уважается, не почитается ими. Монахи, обладая пятью качествами, монах, который посещает семьи, мил и приятен им, уважается и почитается ими. Какими пятью? Он не считает, что уже сформировались близкие отношения, не делает непомерных запросов. Обладая этими пятью качествами, монах, который посещает семьи, мил и приятен им, и уважается и почитается ими. Один, комментарий поясняет, что он общается с обеими семьями, находящимися в ссоре, чтобы еще больше накалить обстановку. Пачхасама на сутта, монах-прислужник. АН 5.112. Благословенный сказал, монахе, обладая пятью качествами, человек не подходит для того, чтобы брать его на позицию монаха-прислужника. Какими пятью? Один, он идет слишком далеко позади или слишком близко. Два, он не берет твою чашу, когда она наполнена. Три, он не сдерживает тебя, когда твоя речь близка к совершению проступка. Четыре, он перебивает тебя, когда ты говоришь. Пять, он не мудрый, глупый, тупой. Обладая этими пятью качествами, человек не подходит для того, чтобы брать его на позицию монаха-прислужника. Монахи, обладая пятью качествами, человек подходит для того, чтобы брать его на позицию монаха-прислужника. Какими пятью? Он не идет слишком далеко позади или слишком близко. Он берет твою чашу, когда она наполнена. Он сдерживает тебя, когда твоя речь близка к совершению проступка. Он не перебивает тебя, когда ты говоришь. Он мудрый, умный, сообразительный. Обладая этими пятью качествами, человек подходит для того, чтобы брать его на позицию монаха-прислужника. Самма-самадхи сутта, сосредоточение. АН 5.113. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монах не способен войти и пребывать в правильном сосредоточении. Какими пятью? Вот монах не может терпеливо переносить. 1. Формы, 2. Звуки, 3. Запахи, 4. Вкусы, 5. Тактильные ощущения. Обладая этими пятью качествами, монах не способен войти и пребывать в правильном сосредоточении. Монахи, обладая пятью качествами, монах способен войти и пребывать в правильном сосредоточении. Какими пятью? Вот монах может терпеливо переносить формы. Тактильные ощущения. Обладая этими пятью качествами, монах способен войти и пребывать в правильном сосредоточении. Антхакавинда сутта, Антхакавинда. АН 5.114. Однажды Благословенный пребывал в стране Магадхов в Антхакавинде. И тогда Достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, Ананда, тех монахов, которые недавно получили посвящение, которые недавно ушли в бездомную жизнь, которые недавно пришли в эту Дхамму и Винаю, вам нужно побуждать, укреплять, и утверждать в пяти вещах. Каких пяти? Один, их следует побуждать, укреплять и утверждать в обуздании по Тимокхой, ну же, друзья, будьте нравственны. Пребывайте, обуздывая себя по Тимокхой, обладая благим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, тренируйтесь в них. Два, их следует побуждать, укреплять и утверждать в сдерживании органов чувств, ну же, друзья, охраняйте двери органов чувств. Пусть осознанность будет вашим защитником. Будьте осознанны и бдительны, обладая защищенным умом, умом, который находится под защитой осознанности. Три, их следует побуждать, укреплять и утверждать в ограничении своих речей, ну же, друзья, не говорите по многу. Ограничивайте себя в речах. Четыре, их следует побуждать, укреплять и утверждать в телесном уединении, ну же, друзья, будьте теми, кто живет в лесу. Затворяйтесь в уединенных обиталищах в лесах и рощах. Пять, их следует побуждать, укреплять и утверждать в правильной точке зрения, ну же, друзья, придерживайтесь правильного воззрения, имейте правильную точку зрения. Один. Ананда, тех монахов, которые недавно получили посвящение, которые недавно ушли в бездомную жизнь, которые недавно пришли в эту Дхаму и Винаю, вам нужно побуждать, укреплять и утверждать в этих пяти вещах. Один. Саммадасана, синоним правильных воззрений, саммадиддхи. Мачхари сутта, скупая. АН 5.115. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монахиня перерождается в аду, как если бы ее туда затянули силой. Какими пятью? Она скупа в отношении, один, жилищ, два, семей, три, обретений, четыре, похвалы, пять, Дхаммы. Один. Обладая этими пятью качествами, монахиня перерождается в аду, как если бы ее туда затянули силой. Монахи, обладая пятью качествами, монахиня перерождается в небесном мире, как если бы ее туда затянули силой. Какими пятью? Она не скупа в отношении жилищ. Дхаммы. Обладая этими пятью качествами, монахиня перерождается в небесном мире, как если бы ее туда затянули силой. Один. Комментарий поясняет, что она не выносит, когда кто-либо другой живет рядом с ней в жилище, когда кто-либо другой подходит к семьям, которые поддерживают ее, и так далее. Ванна сутта, похвала. АН 5.116. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монахиня перерождается в аду, как если бы ее туда затянули силой. Какими пятью? 1. Без изучения и тщательного рассмотрения она хвалит того, кто заслуживает порицания. 2. Без изучения и тщательного рассмотрения она порицает того, кто заслуживает похвалы. 3. Без изучения и тщательного рассмотрения она верит обстоятельству, к которому стоит отнестись с подозрением. 4. Без изучения и тщательного рассмотрения она относится с подозрением к обстоятельству, к которому стоит отнестись с доверием. 5. Она разбрасывается дарами, подаренными мирянами из веры. 1. Обладая этими пятью качествами, монахиня перерождается в аду, как если бы ее туда затянули силой. Обладая пятью качествами, монахиня перерождается в небесном мире, как если бы ее туда затянули силой. Какими пятью? Изучив и тщательно рассмотрев, она порицает того, кто заслуживает порицания. Изучив и тщательно рассмотрев, она хвалит того, кто заслуживает похвалы. Изучив и тщательно рассмотрев, она относится с подозрением к обстоятельству, к которому стоит отнестись с подозрением. Изучив и тщательно рассмотрев, она верит обстоятельству, к которому стоит отнестись с доверием. Она не разбрасывается дарами, подаренными мирянами из веры. Обладая этими пятью качествами, монахиня перерождается в небесном мире, как если бы ее туда затянули силой. Один, комментарий, когда ей дают еду как подаяние благодаря вере, то она, не взяв главные блюда себе, отдает его кому-либо другому. Подобный поступок описывается в винае как нарушение, поскольку показывает неуважение к щедрости других. Однако, взяв главные блюда, монах может поделиться остальным с другими. Из суки сутта «Зависливая» А.Н. 5.117 Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монахиня перерождается в аду, как если бы ее туда затянули силой. Какими пятью? Один, без изучения и тщательного рассмотрения она хвалит того, кто заслуживает порицания. Два, без изучения и тщательного рассмотрения она порицает того, кто заслуживает похвалы. Три, она зависливая, четыре, скупа. Пять, она разбрасывается дарами, подаренными мирянами из веры. Обладая этими пятью качествами, монахиня перерождается в аду, как если бы ее туда затянули силой. Обладая пятью качествами, монахиня перерождается в небесном мире, как если бы ее туда затянули силой. Какими пятью? Изучив и тщательно рассмотрев, она порицает того, кто заслуживает порицания. Изучив и тщательно рассмотрев, она хвалит того, кто заслуживает похвалы. Она свободна от зависти и от скупости. Она не разбрасывается дарами, подаренными мирянами из веры. Обладая этими пятью качествами, монахиня перерождается в небесном мире, как если бы ее туда затянули силой. Судты АН 5.118-120 Судты идентичны АН 5.117, но меняется пара качеств, идущих в пункте 3 и 4. 3. Она придерживается неправильных воззрений и, 4, имеет неправильное устремление. Она придерживается правильных воззрений и имеет правильное устремление. АН 5.118, Мичхадиддхика сутта, неправильное воззрение, 3, она обладает неправильной речью и, 4, неправильными действиями. Она обладает правильной речью и правильными действиями. АН 5.119, Мичхавача сутта, неправильная речь, 3, она обладает неправильным усилием и, 4, неправильной осознанностью. Она обладает правильным усилием и правильной осознанностью. АН 5.120, Мичхава и Масута, Неправильные усилия Гелана Сута, Болен АН 5.121 Однажды Благословенный пребывал в Висале в зале со строконечной крыши в Великом лесу. И тогда, вечером, Благословенный вышел из затворничества и направился к лечебнице, где увидел некоего немощного больного монаха. Тогда он сел на подготовленное сидение и обратился к монахам, Монахи, если от немощного больного монаха не ускользают пять вещей, то в отношении него можно ожидать следующего. Вскоре за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он войдет и будет пребывать в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Какие пять? Вот монах, один, пребывает в созерцании непривлекательности тела, два, воспринимает отвратительность еды, три, воспринимает невосхищение целым миром, четыре, воспринимает непостоянство во всех обусловленных феноменах, пять, и в нем внутренне хорошо утверждено восприятие смерти. Если от немощного больного монаха не ускользают эти пять вещей, то в отношении него можно ожидать следующего. Вскоре за счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он войдет и будет пребывать в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Сати Супат Тхита Сутта, Утверждение Осознанности. АН 5.122. Благословенный сказал, «Монахи, если какая-либо монахиня или монах развивает и взращивает пять вещей, то в отношении нее или него можно ожидать обретения одного из двух плодов, либо окончательного знания в этой самой жизни, либо, если еще имеется остаточное цепляние, состояние невозвращения». Какие пять? Один, вот монах тщательно утвердил осознанность внутренней радиообретения мудрости, которая распознает происхождение и исчезновение феноменов. Два, он пребывает в созерцании непривлекательности тела. Три, воспринимает отвратительность еды. Четыре, воспринимает невосхищение целым миром. Пять, воспринимает непостоянство во всех обусловленных феноменах. Если какая-либо монахиня или монах развивает и взращивает эти пять вещей, можно ожидать обретения одного из двух плодов, либо окончательного знания в этой самой жизни, либо, если еще имеется остаточное цепляние, состояние невозвращения. Патхама у Паттхака сутта, прислужник один. АН 5.123. Благословенный сказал, «Монахе, за больным трудно ухаживать, если он обладает пятью качествами». Какими пятью? 1. Он делает то, что является вредным. 2. Он не соблюдает умеренности в том, что является полезным. 3. Он не принимает свое лекарство. 4. Он не точно описывает свои симптомы своему добросердечному прислужнику. Он не сообщает, как то подобает делать, об ухудшении своего состояния, или же об улучшении, или же о том, что оно остается таким же. 5. Он не может терпеливо переносить возникшее телесное чувство, болезненные, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие и неприятные, высасывающие жизненную силу. 4. За больным трудно ухаживать, если он обладает этими пятью качествами. 5. Монахе, за больным легко ухаживать, если он обладает пятью качествами. Какими пятью? 5. Он делает то, что является полезным. 6. Он соблюдает умеренность в том, что является полезным. 7. Он принимает свое лекарство. 8. Он точно описывает свои симптомы своему добросердечному прислужнику. 9. Он сообщает, как то подобает делать, об ухудшении своего состояния, или же об улучшении, или же о том, что оно остается таким же. Он может терпеливо переносить возникшее телесное чувство, болезненные, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие и неприятные, высасывающие жизненную силу. За больным легко ухаживать, если он обладает этими пятью качествами. Дутия у Паттхака сутта, прислужник 2. АН 5.124. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, прислужник негоден к тому, чтобы ухаживать за больным. Какими пятью? 1. Он не может приготовить лекарства. 2. Он не знает, что является полезным или вредным, поэтому он предлагает вредное и не дает полезного. 3. Он заботится о больном ради материальных вознаграждений, а не с доброжелательным умом. 4. Ему отвратительно убирать фекалии, мочу, рвотные массы, слюну. 5. Он не способен время от времени наставлять, воодушевлять, вдохновлять, и радовать больного беседой о Дхамме. Обладая этими пятью качествами, прислужник негоден к тому, чтобы ухаживать за больным. Обладая пятью качествами, прислужник годен к тому, чтобы ухаживать за больным. Какими пятью? Он может приготовить лекарства. Он знает, что является полезным или вредным, поэтому он предлагает полезного и не дает вредного. Он заботится о больном с доброжелательным умом, а не ради материальных вознаграждений. Ему не отвратительно убирать фекалии, мочу, рвотные массы, слюну. Он способен время от времени наставлять, воодушевлять, вдохновлять, и радовать больного беседой о Дхамме. Обладая этими пятью качествами, прислужник годен к тому, чтобы ухаживать за больным. Патхама Айюса Сутта, Жизненная сила 1. АН 5.125. Благословенный сказал, «Монахи, эти пять вещей уменьшают жизненную силу». Какие пять? 1. Человек делает то, что является вредным. 2. Он не соблюдает умеренности в полезном. 3. У него плохое пищеварение. 4. Он ходит собирать иду с подаяния в неположенное время. 1. 5. Он не соблюдает целомудрие. Эти пять вещей уменьшают жизненную силу. Монахи, эти пять вещей повышают жизненную силу. Какие пять? Человек делает то, что полезно. Он соблюдает умеренность в полезном. У него хорошее пищеварение. Он ходит в положенное время. Он соблюдает целомудрие. Эти пять вещей повышают жизненную силу. 1. Судя по СНП 386, речь идет о хождении за подаяниями, так как там слово «окалачери» относится к хождению за подаяниями в неположенное время. Примечание переводчика СВ, если речь о хождении за подаяниями, то тогда подразумевается, что все пять пунктов описывают монаха. Но в таком случае странным выглядит пятый пункт, так как не соблюдающий целомудрие монах монахом не является. Дутио Аюсса Сутта «Жизненная сила 2». АН 5. 126. Благословенный сказал, «Монахи, эти пять вещей уменьшают жизненную силу». Какие пять? 1. Человек делает то, что является вредным. 2. Он не соблюдает умеренности в том, что является полезным. 3. У него плохое пищеварение. 4. Он безнравственный. 5. У него плохие друзья. Эти пять вещей уменьшают жизненную силу. Монахи, эти пять вещей повышают жизненную силу. Какие пять? Человек делает то, что является полезным. Он соблюдает умеренность в том, что является полезным. У него хорошее пищеварение. Он нравственный. У него хорошие друзья. Эти пять вещей повышают жизненную силу. В апокаса сутта «Жить отдельно» АН 5.127 Благословенный сказал, «Монахи, обладая пятью вещами, монах не годен для того, чтобы жить отдельно от Сангхи». Какими пятью? Один, он недовольствуется любым одеянием. Два, он недовольствуется любым видом пищи. Три, он недовольствуется любым видом жилища. Четыре, он недовольствуется любым видом лекарств и обеспечения для больных. Пять, он живет, будучи погруженным в чувственные мысли. Обладая этими пятью вещами, монах не годен для того, чтобы жить отдельно от Сангхи. Монахи, обладая пятью вещами, монах годен для того, чтобы жить отдельно от Сангхи. Какими пятью? Он довольствуется любым одеянием. Живет, будучи погруженным в мысли об отречении. Обладая этими пятью вещами, монах годен для того, чтобы жить отдельно от Сангхи. Саманасукха-сутта «Счастье отшельника» АН 5.128 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять видов страдания для отшельника». Какие пять? Один, вот монах недовольствуется любым видом одеяния. Два, любым видом еды. Три, любым видом жилища. Четыре, любым видом лекарств и обеспечения для больных. Пять, и он ведет святую жизнь без удовлетворенности. Таковы пять видов страдания для отшельника. Монахи, есть эти пять видов счастья для отшельника. Какие пять? Вот монах довольствуется любым видом одеяния, еды, жилища, лекарств и обеспечения для больных, и он ведет святую жизнь с удовлетворенностью. Таковы пять видов счастья для отшельника. Парикупа-сутта «Повреждения» АН 5.129 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять видов неизлечимых повреждений, которые ведут в состояние лишений, которые ведут в ад. Какие пять? Один, человек лишает жизни собственную мать. Два, человек лишает жизни собственного отца. Три, человек лишает жизни араханта. Четыре, со злобным умом человек проливает кровь под хагаты. Пять, человек создает раскол в сангхе. Таковы пять неизлечимых повреждений, которые ведут в состояние лишений, которые ведут в ад. Сампада-сутта «Совершенство» АН 5.139 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять бед. Какие пять? Беда утраты родных, беда утраты богатства, беда болезни, беда, касающаяся нравственного поведения, беда, касающаяся воззрения». 1. Не из-за беды родных, или беды богатства, или беды болезни существа после распада тела, после смерти, перерождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Но из-за беды, касающейся нравственного поведения, и из-за беды, касающейся воззрения, существа после распада тела, после смерти, перерождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Таковы пять бед. Монахи, есть эти пять совершенств. Какие пять? 1. Совершенство в родне, 2. Совершенство в богатстве, 3. Совершенство в здоровье, 4. Совершенство в нравственном поведении, 5. Совершенство в воззрениях. Не из-за совершенства в родне, не из-за совершенства в богатстве или совершенства в здоровье существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Но из-за совершенства в нравственном поведении и из-за совершенства в воззрениях существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благих уделах, в небесном мире. Таковы пять совершенств. Один, вероятно, имеется в виду нарушение пяти нравственных правил формирования неправильных воззрений, например, воззрение несуществования механизма Каммы. Подхама Читкану Ватна Сутта «Вращение колеса» один. АН 5.131. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью факторами, царь миродержец приводит в движение колесо исключительно через Тхамму, один, колесо, которое не может обратить вспять какое-либо враждебное существо в облике человека. Какими пятью? Вот царь миродержец является тем, кто, один, знает благое, два, кто знает Тхамму, три, кто знает меру, четыре, кто знает подходящее время, пять, кто знает собрание. Обладая этими пятью факторами, враждебное существо в облике человека. Точно так же, монахи, обладая пятью качествами, Татхагата, Арахант, полностью просветленный, приводят в движение непревзойденное колесо Тхаммы исключительно через Тхамму, колесо, которое не может обратить вспять какой-либо отшельник, жрец, дэва, мара, брахма, или кто-либо в мире. Какими пятью? Вот Татхагата, Арахант, полностью просветленный является тем, кто знает благое. Тхамму, меру, подходящее время, собрание. 2. Обладая этими пятью качествами, кто-либо в мире. 1. Комментарий поясняет, что речь идет о десяти благих проистечениях Каммы. 2. Комментарий, тот, кто знает благое, от Тханью, тот, кто знает пятичастные блага, под комментарий, собственные блага, блага других, блага обоих, блага, имеющие отношение к этой жизни и к будущим жизням, тот, кто знает Тхамму, Тхамманию, тот, кто знает, четырехчастную Тхамму, под комментарий, Тхамму четырех истин или четырех видов Тхамм, относящихся к миру чувств, миру форм, миру без форм и сверхмирских, тот, кто знает миру, Маттанию, тот, кто знает миру в принятии и использовании четырех монашеских необходимостей, тот, кто знает подходящее время, Каланию, тот, кто знает время, это, время для затворничества. Это, время для медитативных достижений. Это, время для обучения Тхамме. Это, время для путешествия по стране, тот, кто знает собраний, по рисанию, тот, кто знает, это собраний Кхатиев, это собраний отшельников. Дутия Читкану Ватна Сутта, Вращение Колеса 2. АН 5.132. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью факторами, старший сын царя миродержца продолжает вращать колесо, приведенное в движение его отцом, исключительно через Тхамму, колесо, которое не может обратить вспять какое-либо враждебное существо в облике человека. Какими пятью? Вот старший сын царя миродержца является тем, кто, один, знает благое, два, кто знает Тхамму, три, кто знает меру, четыре, кто знает подходящее время, пять, кто знает собраний. Обладая этими пятью факторами, враждебное существо в облике человека. Точно так же, монахи, обладая пятью качествами, царя путта продолжает вращать непревзойденное колесо Тхаммы, приведенное в движение Татхагатой, исключительно через Тхамму, колесо, которое не может обратить вспять какой-либо отшельник, жрец, дэва, мара, брахма, или кто-либо в мире. Какими пятью? Вот царя путта является тем, кто знает благое. Тхамму, меру, подходящее время, собрании. Обладая этими пятью качествами. Кто-либо в мире. Тхаммараджи сутта, царь Тхаммы. АН 5.133. Благословенный сказал, монахи, даже царь миродержец, праведный царь, который управляет Тхаммой, не приводит в движение колесо без царя, стоящего над ним. Когда так было сказано, некий монах обратился к благословенному, но, учитель, кто может быть царем над царем миродержцем, праведным царем, который управляет Тхаммой? Это Тхамма, монах, сказал благословенный. Царь миродержец, праведный царь, который управляет Тхаммой, полагается именно на Тхамму, почитая, уважая, выражая почтение Тхамме, и, беря Тхамму как мирило, знамя, владычество. Он обеспечивает праведную защиту, убежище, охрану людям при своем дворе. Далее, царь миродержец, праведный царь, обеспечивает праведную защиту, убежище, охрану своим хатим князьям, своей армии, своим брахманам и домохозяевам, своим людям в городах сельской местности, жрецам и отшельникам, животным и птицам. Обеспечив такую праведную защиту, убежище, охрану, этот царь миродержец, праведный царь, который управляет Тхаммой, приводит в движение колесо исключительно через Тхамму, колесо, которое не может обратить вспять какое-либо враждебное существо в облике человека. Монах, точно так же Татхагата, Арахант, полностью просветленный, праведный царь Тхаммы, полагается именно на Тхамму, почитая, уважая, выражая почтение Тхамме, и, беря Тхамму как мирило, знамя, владычество, он обеспечивает праведную защиту, убежище, охрану монахам, говоря, 1. Такое-то телесное действие следует взращивать, такое-то телесное действие не следует взращивать. 2. Такое-то словесное действие. 3. Такое-то умственное действие. 4. Такие-то средства к жизни стоит взращивать, такие-то средства к жизни не стоит взращивать. 5. В такую-то деревню или город стоит ходить, в такую-то деревню или город не стоит ходить. Далее, Татхагата, Арахант, полностью просветленный, праведный царь Дхаммы, полагается именно на Дхамму, почитая, уважая, выражая почтение Дхамме, и, беря Дхамму как мирило, знамя, владычество, он обеспечивает праведную защиту, убежище, охрану монахиням, мирянам, мирянкам, говоря, такое-то телесное действие следует взращивать. В такую-то деревню или город не стоит ходить. Обеспечив такую праведную защиту, убежище, охрану, Татхагата, Арахант, полностью просветленный, праведный царь Дхаммы, приводит в движение непревзойденное колесо Дхаммы исключительно через Дхамму, колесо, которое не может обратить вспять какой-либо отшельник, жрец, дева, мара, брахма, или кто-либо в мире. Исанди Сансутта, в любой стороне света. АН 5.134. Благословенный сказал, монахи, в какой бы части света он ни пребывал, помазанный на царство Кхатийский царь, обладающий пятью факторами, пребывает в своем собственном царстве. Какими пятью? Вот помазанный на царство Кхатийский царь хорошо рожден с обеих сторон, как с материнской, так и с отцовской. У него чистейшая родословная, неопровержимая и безупречная в отношении происхождения до седьмого колена по отцовской линии. Он богат, имеет много богатства и имущества, его кладовые и сокровищницы набиты до отказа. Он могущественен, имея четырехчастную армию, которая слушается и подчиняется его приказам. У него мудрый, умный, сведущий советник, который способен продумать выгоду, что относится к прошлому, настоящему, и будущему. Эти его четыре качества способствуют распространению его славы. Обладая этими пятью качествами, включая славу, он пребывает в своем собственном царстве, в какой бы части света он ни пребывал. И почему? Потому что так оно бывает с победителями. Точно так же, монахи, в какой бы части света он ни пребывал, монах, который обладает пятью качествами, пребывает освобожденным умом. Какими пятью? Один, вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Это подобно тому, как хорошо рожден помазанный на царство кухотийский царь. Два, он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме, и тщательно проникал в них воззрением. Это подобно тому, как помазанный на царство кухотийский царь богат, имеет много богатства и имущества, его кладовые и сокровищницы набиты до отказа. Три, он зародил усердие к оставлению неблагих качеств и к обретению благих качеств. В этом он силен, упорен в старании, не отложил своей обязанности развивать благие качества. Это подобно тому, как помазанный на царство кухотийский царь могущественен. Четыре, он мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Это подобно тому, как у помазанного на царство кухотийского царя есть хороший советник. Пять, эти четыре качества способствуют его освобождению. Обладая этими пяти качествами, в какой бы части света он ни пребывал, он пребывает освобожденным умом. И почему? Потому что так оно бывает с теми, кто освобожден умом. Патхама Патхана сутта, сильное желание один. А.Н. 5.135 Благословенный сказал, монахи, обладая пятью факторами, старший сын помазанного на царство кухотийского царя жаждет царствования. Какими пятью? Вот старший сын помазанного на царство кухотийского царя хорошо рожден с обеих сторон, как с материнской, так и с отцовской. У него чистейшая родословная, неопровержимая и безупречная в отношении происхождения до седьмого колена по отцовской линии. Он красив, привлекателен, элегантен, обладает непревзойденной красотой своего облика. Он мил и приятен своим родителям. Он мил и приятен людям из городов и сельской местности. Он умел и натренированный в умениях помазанных на царство кухотийских царей, будь то езда на слонах, езда на лошадях, управление колесницей, стрельба из лука, или владение мечом. Мысль приходит к нему, я хорошо рожден с обеих сторон, так почему я не должен жаждать царствования? Я красив, привлекателен, так почему я не должен жаждать царствования? Я мил и приятен своим родителям, так почему я не должен жаждать царствования? Я мил и приятен людям, так почему я не должен жаждать царствования? Я умел и натренированный в умениях, так почему я не должен жаждать царствования? Обладая этими пятью факторами, старший сын помазанного на царство кхатийского царя жаждет царствования. Точно так же, монахи, обладая пятью качествами, монах жаждет уничтожения пятен загрязнений ума. Какими пятью? Один, вот монах наделен верой. Он верит в просветление Татхагаты так, благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Два, он редко болеет, редко бывает поражен болезнью, обладает нормальным пищеварением, не слишком холодным, не слишком горячим, но умеренным и годным для старания в практике. Три, он честный и открытый, показывает себя учителю и своим товарищем-монахом таким, каким он является в действительности. Четыре, он зародил усилия к обрасыванию неблагиев качеств и к обретению благих качеств. Он решителен, упорен в своем старании, не оставляет обязанности по взращиванию благих качеств в себе. Пять, он мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Мысль приходит к нему, я наделен верой, так почему я не должен жаждать уничтожения пятен загрязнением ума? Я редко болею. Я честный и открытый. Я зародил усердие. Я мудр, так почему я не должен жаждать уничтожения пятен? Обладая этими пятью качествами, монах жаждет уничтожения пятен. Дутия Патхана Сутта, Сильное желание 2. АН 5.136. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью факторами, старший сын помазанного на царство кхатейского царя жаждет быть наместником царя. Какими пятью? Вот старший сын помазанного на царство кхатейского царя хорошо рожден с обеих сторон, как с материнской, так и с отцовской. У него чистейшая родословная, неопровержимая и безупречная в отношении происхождения до седьмого колена по отцовской линии. Он красив, привлекателен, элегантен, обладает непревзойденной красотой своего облика. Он мил и приятен своим родителям. Он мил и приятен войскам. Он мудрый, умный, сведущий, и способен продумать выгоду, что относится к прошлому, настоящему, и будущему. Мысль приходит к нему, я хорошо рожден с обоих сторон, так почему я не должен жаждать того, чтобы быть наместником царя? Я красив, привлекателен. Я мил и приятен своим родителям. Я мил и приятен войскам. Я мудрый, умный, так почему я не должен жаждать того, чтобы быть наместником царя? Обладая этими пятью факторами, старший сын помазанного на царство кхатейского царя жаждет быть наместником царя. Точно так же, монахи, обладая пятью качествами, монах жаждет уничтожения пятен загрязнений ума. Какими пятью? Один, вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Два, он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме, и тщательно проникал в них воззрением. Три, он тот, чей ум хорошо утвержден в четырех основах осознанности. Четыре, он зародил усилия к отбрасыванию неблагих качеств и к обретению благих качеств. Он решителен, упорен в своем старании, не оставляет обязанности по взращиванию благих качеств в себе. Пять, он мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Мысль приходит к нему, я нравственен. Я много изучал. Я тот, чей ум хорошо утвержден в четырех основах осознанности. Я зародил усердие. Я мудр. Так почему я не должен жаждать уничтожения пятен загрязнением ума? Обладая этими пятью качествами, монах жаждет уничтожения пятен. Аппансу-патисута, мало спят. АН 5.137. Благословенный сказал, монахи, эти пятера мало спят ночью, и, в основном, бодрствуют. Кто эти пятера? Один, женщина, желающая мужчищину. Два, мужчина, желающий женщину. Три, вор, желающий совершить кражу. Четыре, царь, вовлеченный в свои царские дела. Пять, монах, желающий разорвать оковы. Эти пятера мало спят ночью, и, в основном, бодрствуют. Пхаттадака-сутта, потребитель еды. АН 5.138. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью факторами, огромный царский слон является поедателем еды, занимателем места, испускателем фекалий, билетером, один. Но, все же, он все равно считается огромным царским слоном. Какими пятью? Он не может терпеливо переносить. Один, формы. Два, звуки. Три, запахи. Четыре, вкусы. Пять, и не может терпеливо переносить тактильные ощущения. Обладая этими пятью факторами, огромный царский слон является поедателем еды, считается огромным царским слоном. Точно так же, монахи, обладая пятью качествами, монах является поедателем еды, занимателем места, сокрушителем стульев, билетером. Но, все же, он все равно считается монахом. Какими пять? Вот монах не может терпеливо переносить формы. Тактильные ощущения. Обладая этими пятью качествами, монах является поедателем еды, все равно считается монахом. Один, комментарий поясняет, что во время подсчета слонов, он берет билет. Вероятно, под билетами имеются в виду пучки соломы, которыми подсчитывали слонов. Адбхама сутта, не может терпеть. АН 5.139. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью факторами, огромный царский слон недостоин царя, не является принадлежностью царя, не считается одним из факторов царствования. Какими пятью? Он не может терпеливо переносить формы, звуки, запахи, вкусы, и не может терпеливо переносить тактильные ощущения. И каким образом огромный царский слон не может терпеливо переносить формы? Когда огромный царский слон отправился на битву, он, завидев боевых слонов, конницу, колеснице, или пехоту, падает, рушится на землю, не может собраться с духом, не может идти на битву. Вот каким образом огромный царский слон не может терпеливо переносить формы? И каким образом огромный царский слон не может терпеливо переносить звуки? Когда огромный царский слон отправился на битву, он, услышав звук слонов, конницы, колесниц, или пехоты, или же звуки барабанов, литавр, горнов, там-тамов, падает, рушится на землю, не может собраться с духом, не может идти на битву. Вот каким образом огромный царский слон не может терпеливо переносить звуки. И каким образом огромный царский слон не может терпеливо переносить запахи? Когда огромный царский слон отправился на битву, учуяв запах мочи и фекалий огромных царских слонов из племенного поголовья, привыкших к сражениям, он падает, рушится на землю, не может собраться с духом, не может идти на битву. Вот каким образом огромный царский слон не может терпеливо переносить запахи. И каким образом огромный царский слон не может терпеливо переносить вкусы? Когда огромный царский слон отправился на битву, если его лишили порции травы и воды, или же двух, трех, четырех, или пяти порций, он падает, рушится на землю, не может собраться с духом, не может идти на битву. Вот каким образом огромный царский слон не может терпеливо переносить вкусы? И каким образом огромный царский слон не может терпеливо переносить тактильные ощущения? Когда огромный царский слон отправился на битву, если его пронзили одним залпом стрел, или двумя, тремя, четырьмя, или пятью залпами, он падает, рушится на землю, не может собраться с духом, не может идти на битву. Вот каким образом огромный царский слон не может терпеливо переносить тактильные ощущения? Обладая этими пятью факторами, огромный царский слон не достоин царя, не является принадлежностью царя, не считается одним из факторов царствования. Точно так же, монахи, обладая пятью качествами, монах не достоин даров, не достоин гостеприимства, не достоин подношений, не достоин почтительного приветствия, не является непревзойденным полем заслуг для мира. Какими пятью? Он не может терпеливо переносить формы, звуки, запахи, вкусы, и не может терпеливо переносить тактильные ощущения. 1. И каким образом монах не может терпеливо переносить формы? Вот монах, увидев форму глазом, становится очарованным и соблазненным формой, не может сосредоточить свой ум. Вот каким образом монах не может терпеливо переносить формы? 2. И каким образом монах не может терпеливо переносить звуки? Вот монах, услышав ухом звук, становится очарованным и соблазненным звуком, не может сосредоточить свой ум. Вот каким образом монах не может терпеливо переносить звуки? 3. И каким образом монах не может терпеливо переносить запахи? Вот монах, унюхав носом запах, становится очарованным и соблазненным запахом, не может сосредоточить свой ум. Вот каким образом монах не может терпеливо переносить запахи? 4. И каким образом монах не может терпеливо переносить вкусы? Вот монах, распробовав языком вкус, становится очарованным и соблазненным вкусом, не может сосредоточить свой ум. Вот каким образом монах не может терпеливо переносить вкусы? 5. И каким образом монах не может терпеливо переносить тактильные ощущения? Вот монах, ощутив тактильные ощущения телом, становится очарованным и соблазненным тактильным ощущением, не может сосредоточить свой ум. Вот каким образом монах не может терпеливо переносить тактильные ощущения? Обладая этими пятью качествами, монах не достоин даров, не достоин гостеприимства, не достоин подношений, не достоин почтительного приветствия, не является непревзойденным полем заслуг для мира. Монахи, обладая пятью факторами, огромный царский слон достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Какими пятью? Он терпеливо переносит формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения. И каким образом огромный царский слон терпеливо переносит формы? Когда огромный царский слон отправился на битву, он, завидев боевых слонов, конницу, колесницу или пехоту, не падает, не рушится на землю, собирается с духом и может идти на битву. Вот каким образом огромный царский слон терпеливо переносит формы. И каким образом огромный царский слон терпеливо переносит звуки? Когда огромный царский слон отправился на битву, он, услышав звук слонов, собирается с духом и может идти на битву. И каким образом огромный царский слон терпеливо переносит запахи? Когда огромный царский слон отправился на битву, учуяв запах, собирается с духом и может идти на битву. И каким образом огромный царский слон терпеливо переносит вкусы? Когда огромный царский слон отправился на битву, если его лишили порции, собирается с духом и может идти на битву. И каким образом огромный царский слон терпеливо переносит тактильные ощущения? Когда огромный царский слон отправился на битву, если его пронзили, собирается с духом и может идти на битву. Вот каким образом огромный царский слон терпеливо переносит тактильные ощущения. Обладая этими пятью факторами, огромный царский слон достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Точно так же, монахи, обладая пятью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, является непревзойденным полем заслуг для мира. Какими пятью? Он терпеливо переносит формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения. И каким образом монах терпеливо переносит формы? Вот монах, увидев форму глазом, не становится очарованным и соблазненным формой и может сосредоточить свой ум. Вот каким образом монах терпеливо переносит формы? И каким образом монах терпеливо переносит звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения? Вот монах, ощутив тактильные ощущения телом, не становится очарованным и соблазненным тактильным ощущением и может сосредоточить свой ум. Вот каким образом монах терпеливо переносит тактильные ощущения. Обладая этими пятью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, является непревзойденным полем заслуг для мира. Сатара Сутта, тот, кто слушает. АН 5.140. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью факторами, огромный царский слон достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Какими пятью? Вот огромный царский слон является тем, кто слушает, тем, кто уничтожает, тем, кто охраняет, тем, кто терпеливо переносит, и тем, кто идет. И каким образом огромный царский слон является тем, кто слушает? Любому заданию, которое ему ставит дрессировщик слонов, вне зависимости от того, выполнял он его прежде или же нет, огромный царский слон уделяет внимание, берется за это, направляет на это весь свой ум целиком, охотно склоняет ухо. Вот каким образом огромный царский слон является тем, кто слушает? И каким образом огромный царский слон является тем, кто уничтожает? Вот, когда огромный царский слон ринулся в битву, он уничтожает слонов и наездников на слонах, лошадей и конницу, колесницей и колесничих, пехоту. Вот каким образом огромный царский слон является тем, кто уничтожает? И каким образом огромный царский слон является тем, кто охраняет? Вот, когда огромный царский слон ринулся в битву, он охраняет свои передние части, свои задние части, свои передние ноги, свои задние ноги, свою голову, свои уши, свои бивня, свой хобот, свой хвост и своего наездника. Вот каким образом огромный царский слон является тем, кто охраняет? И каким образом огромный царский слон является тем, кто терпеливо переносит? Вот, когда огромный царский слон ринулся в битву, он терпеливо переносит удары копьями, мечами, стрелами и топорами. Он переносит звуки барабанов, литавр, горнов и тамтамов. Вот каким образом огромный царский слон является тем, кто терпеливо переносит. И каким образом огромный царский слон является тем, кто идет? Вот огромный царский слон быстро идет в ту область, в которую его отправляет дрессировщик слонов, вне зависимости от того, ходил ли он туда прежде или же нет. Вот каким образом огромный царский слон является тем, кто идет. Обладая этими пятью факторами, огромный царский слон достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Точно так же, монахи, обладая пятью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, является непревзойденным полем заслуг для мира. Какими пятью? Один, и каким образом монах является тем, кто слушает? Вот, когда обучают Дхамме Винае, что были провозглашены Татхагатой, монах уделяет внимание, берется за это, направляет на это весь свой ум целиком, слушает Дхамму, охотно склоняя к ней ухо. Вот каким образом монах является тем, кто слушает? Два, и каким образом монах является тем, кто уничтожает? Вот монах не терпит возникшую мысль, основанную на чувственном желании. Он отбрасывает ее, рассеивает ее, устраняет ее, уничтожает ее. Он не терпит возникшую мысль, основанную на недоброжелательности, не терпит возникшую мысль о причинении вреда, не терпит неблагих состояний ума каждый раз, как они возникают. Он отбрасывает их, рассеивает их, устраняет их, уничтожает их. Вот каким образом монах является тем, которым, кто уничтожает. И каким образом монах является тем, кто охраняет? Вот, увидев форму глазом, монах не цепляется за ее черты и детали. Поскольку, по мере того как он оставляет качество глаза неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество глаза. Он предпринимает сдерживание качества глаза. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав ментальный феномен умом, он не цепляется за его черты и детали. Поскольку, по мере того как он оставляет качество ума неохраняемым, плохие неблагие состояния сильного желания и подавленности могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество ума. Он предпринимает сдерживание качества ума. Вот каким образом монах является тем, кто охраняет. Четыре. И каким образом монах является тем, кто терпеливо переносит? Вот монах терпеливо переносит холод и жару, голод и жажду, встречу с мухами, комарами, ветром, палящим солнцем, и змеями, а также с грубыми и оскорбительными речами. Он способен выдержать возникшее болезненное чувство, мучительное, острое, пронзающее, раздирающее, неприятное, высасывающее жизненную силу. Вот каким образом монах является тем, кто терпеливо переносит? 5. И каким образом монах является тем, кто идет? Вот монах является тем, кто быстро отправляется в ту область, в которой он прежде никогда не был за это долгое время безначальных перерождений, то есть, к успокоению всех формаций, к оставлению всех обретений, к уничтожению жажды, к бесстрастию, к прекращению, к неббане. Вот каким образом монах является тем, кто идет? Обладая этими пятью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, является непревзойденным полем заслуг для мира. А ваджианати сутта, сделав дар, он презирает. АН 5.141. Благословенный сказал, монахи, в мире есть эти пять видов личностей. Какие пять? Тот, кто делает дар, а потом презирает. Тот, кто презирает из-за проживания вместе. Тот, кто с легкостью верит слухам. Тот, кто непостоянен. Тот, кто тупой и глупый. Один, и каким образом человек является тем, кто делает дар, а затем презирает? Вот некий человек дарит другому одеяние, еду, жилище, лекарство и обеспечение для больных. Мысль приходит к нему, я даю, он получает. Отдав ему дар, он презирает его. Вот каков человек, который делает дар, а затем презирает? Два, и каким образом человек является тем, кто презирает из-за проживания вместе? Вот некий человек живет рядом с другим в течение двух или трех лет. Затем он презирает другого, потому что они жили вместе. Вот каков человек, который презирает из-за проживания вместе? Три, и каким образом человек является тем, кто с легкостью верит слухам? Вот, когда хвалят или порицают некоего человека, он охотно верит этому. Вот каков человек, который с легкостью верит слухам. 4. И каким образом человек является непостоянным? Бывает так, что вера, преданность, любовь и доверие человека переменчивы. Вот каков человек, который непостоянен. 5. И каким образом человек является тупым и глупым? Вот человек не знает о том, какие качества являются благими, а какие неблагими, какие качества заслуживают порицания, а какие являются безупречными, какие качества являются низшими, а какие высочайшими. Он не знает тёмных и ярких качеств, а также их противоположностей. Вот каким образом человек является тупым и глупым. Таковы, монахи, пять видов личностей в этом мире. Арабхати сутта, тот, кто нарушает. АН 5.142. Благословенный сказал, монахи, в мире есть эти пять видов личностей. Какие пять? Один, бывает так, что некий человек нарушает, а затем сожалеет, и не понимает в соответствии с действительностью освобождения ума, освобождения мудростью, и того, где возникшие плохие, неблагие состояния прекращаются без остатка. Один, два, бывает так, что некий человек нарушает и не сожалеет, два, и не понимает в соответствии с действительностью освобождения ума, освобождения мудростью, и того, где возникшие плохие, неблагие состояния прекращаются без остатка. Три, бывает так, что некий человек не нарушает, но, все же, сожалеет, три, и не понимает в соответствии с действительностью освобождения ума, освобождения мудростью, и того, где возникшие плохие, неблагие состояния прекращаются без остатка. 4. Бывает так, что некий человек не нарушает и не сожалеет, и не понимает в соответствии с действительностью освобождения ума, освобождения мудростью, и того, где возникшие плохие, неблагие состояния прекращаются без остатка. 5. Бывает так, что некий человек не нарушает и не сожалеет, и понимает в соответствии с действительностью освобождение ума, освобождение мудростью, и то, где возникшие плохие, неблагие состояния прекращаются без остатка. Монахи, тому, кто нарушает и затем сожалеет, и не понимает, где возникшие плохие, неблагие состояния прекращаются без остатка, следует сказать, пятна, рождённые нарушением, имеются в тебе, и пятна, рождённые сожалением, возрастают. Будь добр, отбрось пятна, рождённые нарушением, и развеи пятна, рождённые сожалением. Затем развивай свою ум и мудрость. Таким образом, ты будешь в точности таким, каков пятый тип личности. Монахи, тому, кто нарушает и не сожалеет, и не понимает, где возникшие плохие, неблагие состояния прекращаются без остатка, следует сказать, пятна, рожденные нарушением, имеются в тебе, но пятна, рожденные сожалением, не возрастают. Будь добр, отбрось пятна, рожденные нарушением. Затем развивай свою ум и мудрость. Таким образом, ты будешь в точности таким, каков пятый тип личности. Монахи, тому, кто не нарушает, но, все же, сожалеет, и не понимает, где возникшие плохие, неблагие состояния прекращаются без остатка, следует сказать, пятен, рожденных нарушением, в тебе нет, но, все же, пятна, рожденные сожалением, возрастают. Будь добр, отбрось пятна, рожденные сожалением. Затем развивай свою ум и мудрость. Таким образом, ты будешь в точности таким, каков пятый тип личности. Монахи, тому, кто не нарушает и не сожалеет, и не понимает, где возникшие плохие, неблагие состояния прекращаются без остатка, следует сказать, пятен, рожденных нарушением, в тебе нет, и пятна, рожденные сожалением, не возрастают. Будь добр, развивай свою ум и мудрость. Таким образом, ты будешь в точности таким, каков пятый тип личности. Так, монахи, когда людей, относящихся к четрем типам личности, наставляют и обучают, беря в пример пятый тип личности, они постепенно достигают уничтожения пятен загрязнений ума. Один, комментарий поясняет, что речь идет о нарушении монашеских правил. Освобождение ума и освобождение мудростью, это сосредоточение араханства и знания плода араханства. Под непониманием подразумевается, что он не достиг этого, поэтому он и не понимает. Два, комментарий поясняет, что он нарушает правила, но исправляется, и потому не сожалеет об этом. Три, по мнению достопочтенного Бодхи, речь, скорее всего, идет о том, что монах посчитал нарушением то, что на деле таковым не является. Сарандада сутта, Сарандада. АН 5.143. Однажды Благословенный пребывал в Висале в зале со строконечной крыши в Великом лесу. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашу и одеяние, и вошел в Висале собирать подаяния. И в то время пятьсот личхави собрались возле святилища Сарандады, и по мере того, как они сидели там, возникла такая беседа, появление пяти сокровищ редко случается в мире. Каких пяти? Слона сокровища, коня сокровища, самоцветы сокровища, женщины сокровища, домовладыки сокровища. Появление этих пяти сокровищ редко случается в мире. И затем личхави поставили на дорогу некоего человека и сказали ему, почтенный, когда увидишь Благословенного, сообщи нам об этом. Человек издали увидел, что идет Благословенный, отправился к личхави, и сказал им, господа, идет этот Благословенный, Арахант, полностью просветленный. Вы можете отправиться к нему, когда пожелаете. И тогда личхави отправились к Благословенному, поклонились ему, и встали рядом. Стоя там, они сказали ему, пожалуйста, господин, пусть Благословенный направится к святилищу Сарандады из сострадания. Благословенный молча согласился. Он отправился к святилищу Сарандады, сел на подготовленное сидение, и обратился к личхави. О чем вы вели беседу по мере того, как сидели здесь? О чем шла речь? Вот же, господин, когда мы собрались и сидели вместе, возникла такая беседа. Появление пяти сокровищ редко случается в мире. Каких пяти? Слона сокровища, коня сокровища, самоцветы сокровища, женщины сокровища, домовладыки сокровища. Появление этих пяти сокровищ редко случается в мире. Желая чувственных удовольствий, личхави беседовали о чувственных удовольствиях. Личхави, появление пяти сокровищ редко случается в мире. Каких пяти? Один, чтобы появился Татхагата, Арахант, полностью просветленный, это является редкостью в мире. 2. Чтобы появился человек, который учит Дхамме и Винае, что были провозглашены Татхагатой, это является редкостью в мире 3. Чтобы появился человек, которого научили Дхамме и Винае, что были провозглашены Татхагатой, и который понял Дхамму и Винаю, это является редкостью в мире 4. Чтобы появился человек, которого научили Дхамме и Винае, что были провозглашены Татхагатой, и который понял Дхамму и Винаю, и который практикуют в соответствии с Дхаммой, это является редкостью в мире 5. Благодарный и признательный человек является редкостью в мире. Личхаве, появление этих пяти сокровищ редко случается в мире. Тикандаки сутта, Тикандаки. АН 5.144. Однажды Благословенный пребывал в Сакете в роще Тикандаки. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, один, монахи, время от времени монаху полезно пребывать, воспринимая отвратительно и в неотвратительном. 2. Время от времени монаху полезно пребывать, воспринимая неотвратительно и в отвратительном. 3. Время от времени монаху полезно пребывать, воспринимая отвратительно и в отвратительном и в неотвратительном. 4. Время от времени монаху полезно пребывать, воспринимая неотвратительно и в отвратительном и в неотвратительном. 5. Время от времени монаху полезно пребывать невозмутимым, осознанным и бдительным, отвратившийся от отвратительного и от неотвратительного. 1. И ради какой пользы монаху следует пребывать, воспринимая отвратительно и в неотвратительном? Пусть во мнении возникнет жажды по отношению к вещам, провоцирующим жажду, ради этой пользы монаху следует пребывать, воспринимая отвратительно и в неотвратительном. И ради какой пользы монаху следует пребывать, воспринимая неотвратительно и в отвратительном? Пусть во мнении возникнет злобы по отношению к вещам, провоцирующим злобу, ради этой пользы монаху следует пребывать, воспринимая неотвратительно и в отвратительном. И ради какой пользы монаху следует пребывать, воспринимая отвратительное и в неотвратительном и в отвратительном? Пусть во мне не возникнет жажды по отношению к вещам, провоцирующим жажду, и пусть во мне не возникнет злобы по отношению к вещам, провоцирующим злобу. Ради этой пользы монаху следует пребывать, воспринимая отвратительное и в неотвратительном и в отвратительном. И ради какой пользы монаху следует пребывать, воспринимая неотвратительное и в отвратительном и в неотвратительном? Пусть во мне не возникнет злобы по отношению к вещам, провоцирующим злобу, и пусть во мне не возникнет жажды по отношению к вещам, провоцирующим жажду, ради этой пользы монаху следует пребывать, воспринимая неотвратительное и в отвратительном и в неотвратительном. И ради какой пользы монаху следует пребывать невозмутимым, осознанным и бдительным, отвратившись от отвратительного и от неотвратительного? Пусть вообще никакой жажды не возникнет во мне нигде и никоим образом по отношению к вещам, провоцирующим жажду. Пусть вообще никакой злобы не возникнет во мне нигде и никоим образом по отношению к вещам, провоцирующим злобу. Пусть вообще никакого заблуждения не возникнет во мне нигде и никоим образом по отношению к вещам, провоцирующим заблуждений, ради этой пользы монаху следует пребывать невозмутимым, осознанным и бдительным, отвратившись от отвратительного и от неотвратительного. Один, согласно комментарию, один, чтобы воспринимать отвратительное в неотвратительном, следует наполнять привлекательный объект идеи и непривлекательности, либо же рассматривать его как непостоянный. 2. Чтобы воспринимать неотвратительное в отвратительном, следует наполнять неприятный объект доброжелательностью или же рассматривать его как состоящий из элементов. 3. И 4. Аналогичным образом, но к обоим видам объектов совместно. 5. Имеется в виду шестифакторная невозмутимость, то есть невозмутимость к шести объектам чувств. Нерая сутта, Ат. А.Н. 5. 145. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, человек рождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими пятью? Он, один, уничтожает жизнь, два, берет то, что не дано, три, пускается в неблагое сексуальное поведение, четыре, говорит ложь, пять, употребляет вино, спиртное, одурманивающее вещества, что являются основой для беспечности. Обладая этими пятью качествами, человек рождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Монахи, обладая пятью качествами, человек рождается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими пятью? Он воздерживается от уничтожения жизни, воздерживается от взятия того, что не дано, воздерживается от неблагого сексуального поведения, воздерживается от лжи, воздерживается от вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Обладая этими пятью качествами, человек рождается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Митта Сутта, друг. АН 5.146. Благословенный сказал, монахи, не стоит дружить с монахом, обладающим пятью качествами. Какими пятью? Один, он раздувает проекты различных работ. Два, он поднимает на рассмотрение дисциплинарные случаи. Один. Три, он враждебно настроен по отношению к выдающимся монахам. Четыре, он склонен к длительным и непрерывным путешествиям. Два. Пять, он не способен время от времени наставлять, воодушевлять, вдохновлять, и радовать беседы о Дхамме. Не стоит дружить с монахом, обладающим этими пятью качествами. Монахи, стоит дружить с монахом, обладающим иными пятью качествами. Какими пятью? Он не раздувает проекты, не поднимает на рассмотрение дисциплинарные случаи, не настроен враждебно, не склонен к длительным и непрерывным путешествиям, способен время от времени наставлять, воодушевлять, вдохновлять, и радовать беседы о Дхамме. Стоит дружить с монахом, обладающим этими пятью качествами. Один. Примечание переводчика СВ. Скорее всего, здесь речь идет о том, что он своим поведением создает различные ситуации, требующие созыва Сангхи. Или, возможно, он по делу и без дела постоянно доносит Сангхи о различных проступках монахов или сообщает о том, что подозревает монахов в тех или иных проступках, требуя созыва Сангхи и рассмотрения дела. Два. Смотри. АН 5.221 и АН 5.222. Асаппурисадана сутта, дар плохого человека. АН 5.147. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять даров плохого человека. Какие пять? Один, он дает по воле случая. Два, он дает непочтительно. Три, он дает не своими руками. Четыре, он дает то, что выбросят. Пять, он дает, не имея воззрения о результате дарения. Таковы пять даров плохого человека. Монахи, есть пять даров хорошего человека. Какие пять? Он дает с предварительным намерением. Он дает с почтением. Он дает своими руками. Он дает то, что не выбросят. Он дает, имея воззрение о результате дарения. Таковы пять даров хорошего человека. Саппурисадана сутта, дар хорошего человека. АН 5.148. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять даров хорошего человека. Какие пять? Он делает дар из веры. Он делает дар почтительно. Он делает дар в надлежащее время. Он делает дар без оговорок. Он делает дар, не причиняя вреда себе и другим. 1. Поскольку он сделал дар из веры, где бы ни созрел результат этого дара, он становится богатым, с большим богатством и имуществом, и он красив, привлекателен, элегантен, обладает непревзойденной красотой своего облика. 2. Поскольку он сделал дар почтительно, где бы ни созрел результат этого дара, он становится богатым, с большим богатством и имуществом, и его сыновья и жены, рабы, рабочие и слуги послушны, охотно склоняют ухо, направляют свои умы на понимание того, что он говорит. 3. Поскольку он сделал дар в надлежащее время, где бы не созрел результат этого дара, он становится богатым, с большим богатством и имуществом, и к нему часто вовремя приходит благо. 4. Поскольку он сделал дар без оговорок, где бы не созрел результат этого дара, он становится богатым, с большим богатством и имуществом, и его ум склоняется к наслаждению пятью нитями превосходных чувственных удовольствий. 1. 5. Поскольку он сделал дар, не причиняя вреда себе и другим, где бы не созрел результат этого дара, он становится богатым, с большим богатством и имуществом, и его имущество не повреждается по какой-либо причине, из-за огня, наводнений, царей, воров, или недовольных наследников. Таковы пять даров хорошего человека. 1. Примечание переводчика С.В. Смотри. С.Н. 3.20, где описывается случай, когда ум человека в результате камню склонялся к чувственным удовольствиям. Он был очень богатым, но носил обноски, питался плохой едой, ездил в разбитой телеге и тому подобное. Под Хамасом и Вимутта Сутта, временно освобожден 1. А.Н. 5.149. Благословенный сказал, монахи, эти пять вещей ведут к упадку монаха, который временно освобожден. 1. Какие пять? 1. Наслаждение работой, 2. Наслаждение разговорами, 3. Наслаждение сном, 4. Наслаждение компанией, 5. И он не пересматривает то, до какой степени освобожден его ум. Эти пять вещей ведут к упадку монаха, который временно освобожден. Монахи, эти пять иных вещей ведут к неупадку монаха, который временно освобожден. Какие пять? У него нет наслаждения работой, разговорами, сном, компанией, и он пересматривает то, до какой степени освобожден его ум. Эти пять вещей ведут к неупадку монаха, который временно освобожден. 1. Имеется в виду монах, который достигает джхан, являющихся временным освобождением ума от загрязнений. Дутия Самоевимутта Сутта, временно освобожден 2. АН 5. 150. Благословенный сказал, монахи, эти пять вещей ведут к упадку монаха, который временно освобожден. Какие пять? 1. Наслаждение работой, 2. Наслаждение разговорами, 3. Наслаждение сном, 4. Отсутствие охраны дверей органов чувств, 5. Отсутствие умеренности в еде. Эти пять вещей ведут к упадку монаха, который временно освобожден. Монахи, эти пять иных вещей ведут к неупадку монаха, который временно освобожден. Какие пять? У него нет наслаждения работой, разговорами, сном, он охраняет двери органов чувств и умерен в еде. Эти пять вещей ведут к неупадку монаха, который временно освобожден. Под Дхамасом Маттани Масута, Твердый путь правильности 1. А.Н. 5.151. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, даже во время слушания благой Дхамы человек не способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Какими пятью? 1. Он относится с пренебрежением к беседе. 2. Он относится с пренебрежением к говорящему. 3. Он относится с пренебрежением к себе. 4. Он слушает Дхаму с отвлеченным и рассеянным умом. 5. Он слушает ее небрежно. Обладая этими пятью качествами, даже во время слушания благой Дхамы человек не способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Монахи, обладая пятью качествами, во время слушания благой Дхамы человек способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Какими пятью? Он не относится с пренебрежением к беседе, говорящему, себе. Он слушает Дхамму с неотвлеченным и однонаправленным умом. Он слушает ее внимательно. Обладая этими пятью качествами, во время слушания благой Дхаммы человек способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. 1. 1. Примечание переводчика СВ. Не безинтересно отметить, что речь идет о качестве сосредоточения, самадхи, которое необходимо для достижения как минимум самого нижнего уровня благородного ученика, вступление на твердый путь правильности означает достижение пути ко вступлению в поток. Очевидно, имеется в виду вполне обычное сосредоточение занятого каким-либо делом человека, но никоим образом не медитативное сосредоточение уровня джханы. Дутия самматтанияма сутта, твердый путь правильности 2. АН 5. 152. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, даже во время слушания благой Дхаммы человек не способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Какими пятью? 1. Он относится с пренебрежением к беседе. 2. Он относится с пренебрежением к говорящему. 3. Он относится с пренебрежением к себе. 4. Он немудрый, глупый, тупой. 5. Он воображает, будто понял то, чего на самом деле не понял. Обладая этими пятью качествами, даже во время слушания благой Дхаммы человек не способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Монахи, обладая пятью качествами, во время слушания благой Дхамы человек способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Какими пятью? Он не относится с пренебрежением к беседе, говорящему, себе. Он мудрый, умный, сообразительный. Он не воображает, будто понял то, чего на самом деле не понял. Обладая этими пятью качествами, во время слушания благой Дхамы человек способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Статья Самматтани Масутта, «Твердый путь правильности» 3. АН 5.153. Благословенный сказал, «Монахи, обладая пятью качествами, даже во время слушания благой Дхаммы человек не способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств». Какими пятью? 1. Он слушает Дхамму словно клеветник, охваченный клеветой. 2. Он слушает Дхамму, выискивая изъяны, настроенные на ее критику. 3. Он плохо относится к учителю и настроен на то, чтобы спорить с ним. 4. Он не мудрый, глупый, тупой. 5. Он воображает, будто понял то, чего на самом деле не понял. Обладая этими пятью качествами, даже во время слушания благой Дхаммы человек не способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Монахи, обладая пятью качествами, во время слушания благой Дхаммы человек способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Какими пятью? Он не слушает Дхамму словно клеветник, выискивая изъяны, не относятся плохо к учителю, и не настроен на то, чтобы спорить с ним. Он мудрый, умный, сообразительный. Он не воображает, будто понял то, чего на самом деле не понял. Обладая этими пятью качествами, во время слушания благой Дхаммы человек способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Под Дхаммаса Дхаммаса Мосса Сутта, упадок благой Дхаммы 1. АН 5.154. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять вещей, ведущих к упадку и исчезновению благой Дхаммы. Какие пять? 1. Монахи без уважения слушают Дхамму. 2. Они без уважения учат Дхамму. 3. Они без уважения удерживают Дхамму в уме. 4. Они без уважения изучают смысл учений, которые они удержали в уме. 5. Они без уважения постигают смысл Дхамму, а затем практикуют в соответствии с Дхаммой. Эти пять вещей ведут к упадку и исчезновению благой Дхаммы. Монахи, эти пять вещей ведут к продолжительности, не упадку и не исчезновению благой Дхаммы. Какие пять? Вот монахи с уважением слушают Дхамму, учат Дхамму, удерживают Дхамму в уме, изучают смысл учений, постигают смысл Дхамму, а затем практикуют в соответствии с Дхаммой. Эти пять вещей ведут к продолжительности, не упадку и не исчезновению благой Дхаммы. Дутиеса Дхамма Саммоса Сутта, Упадок благой Дхаммы 2. АН 5.155. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять вещей, ведущих к упадку и исчезновению благой Дхаммы. Какие пять? 1. Вот монахи не изучают Дхамму, лекции, стихи и прозу, описания, строфы, вдохновенное изречение, цитаты, истории рождения, чудесные случаи, вопросы и ответы. Такова первая вещь, ведущая к упадку и исчезновению благой Дхаммы. 2. Далее, монахи не обучают в подробностях услышанные и заученные ими Дхамме других. Такова вторая вещь. 3. Далее, монахи не заставляют других повторять услышанную и заученную ими Дхамму. Такова третья вещь. 4. Далее, монахи не декламируют вслух по памяти услышанную и заученную ими Дхамму. Такова четвертая вещь. 5. Далее, монахи не размышляют, не изучают, мысленно не следуют услышанную и заученную ими Дхамму. Такова пятая вещь, ведущая к упадку и исчезновению благой Дхаммы. Эти пять вещей ведут к упадку и исчезновению у благой Дхаммы. Монахи, эти иные пять вещей ведут к продолжительности, ни упадку и ни исчезновению у благой Дхаммы. Какие пять? Вот монахи изучают Дхамму. Обучают. Заставляют других повторять. Декламируют вслух по памяти. Размышляют, изучают, мысленно исследуют услышанную и заученную ими Дхамму. Такова пятая вещь, ведущая к продолжительности и не исчезновению благой Дхаммы. Эти пять вещей ведут к продолжительности, ни упадку и ни исчезновению благой Дхаммы. Татьяса Дхамма Саммоса Сутта Упадок благой Дхаммы 3. АН 5.156 Благословенный сказал, монахи, есть эти пять вещей, ведущих к упадку и исчезновению благой Дхаммы. Какие пять? Один, бывает так, когда монахи заучивают лекции, которые были плохо обретены, с плохо установленными словами и фразами. Когда слова и фразы плохо установлены, смысл плохо объяснен. Такова первая вещь, которая ведет к упадку и исчезновению благой Дхаммы. Два, далее, монахов трудно поправить, и они обладают качествами, из-за которых их трудно поправить. Они нетерпеливы и получают наставления без уважения. Такова вторая вещь. Три, далее, те монахи, которые ученые, наследники наследия, эксперты в Дхамме, эксперты в Винае, эксперты в основных положениях Дхаммы, без уважения обучают лекциям по Дхамме других. Один. Когда они умирают, лекции оказываются срубленными под корень, не остается никого, кто бы их сохранил. Такова третья вещь. Четыре, далее, старшие монахи являются теми, кто проживает в роскоши, апатичными, превосходящими других в своем падении, уклоняющимися от своей обязанности жить в затворничестве. Они не прилагают усилий к достижению еще не достигнутого, к обретению еще не обретенного, к осуществлению еще не осуществленного. Они станут образцом для будущих поколений, которые также станут проживать в роскоши, будут апатичными, превосходящими других в своем падении, уклоняющимися от своей обязанности жить в затворничестве. И те также не будут прилагать усилий к достижению еще не достигнутого, к обретению еще не обретенного, к осуществлению еще не осуществленного. Такова четвертая вещь. Пять. Далее, имеет место раскол в Сангхе, а когда в Сангхе раскол, то имеет место взаимное обвинение, взаимное оскорбление, взаимное унижение, взаимное неприятие. И тогда те, у кого нет уверенности, не обретают уверенность, а те, у кого есть уверенность, начинают думать иначе. Такова пятая вещь, которая ведет к упадку и исчезновению благой Дхаммы. Таковы пять вещей, ведущих к упадку и исчезновению благой Дхаммы. Монахи, эти пять вещей ведут к продолжительности, ни упадку и ни исчезновению благой Дхаммы. Какие пять? Вот монахи заучивают лекции, которые были хорошо обретены, с хорошо установленными словами и фразами. Когда слова и фразы хорошо установлены, смысл хорошо объяснен. Такова первая вещь. Далее, монахов легко поправить, и они обладают качествами, из-за которых их легко поправить. Они терпеливы и получают наставления с уважением. Такова вторая вещь. Далее, те монахи, которые ученые, наследники наследия, эксперты в Дхамме, эксперты в Винае, эксперты в основных положениях Дхаммы, с уважением обучают лекциям подхами других. Когда они умирают, лекции не оказываются срубленными под корень, ведь есть те, кто их сохраняет. Такова третья вещь. Далее, старшие монахини являются теми, кто проживает в роскоши, они не апатичные, не превосходящие других в своем падении, не уклоняющиеся от своей обязанности жить в затворничестве. Они зарождают усердие к достижению еще не достигнутого, к обретению еще не обретенного, к осуществлению еще не осуществленного. Они станут образцом для будущих поколений, которые также не станут проживать в роскоши, не будут апатичными, превосходящими других в своем падении, уклоняющимися от своей обязанности жить в затворничестве. И те также будут зарождать усердие к достижению еще не достигнутого, к обретению еще не обретенного, к осуществлению еще не осуществленного. Такова четвертая вещь. 5. Далее, Сангха пребывает в умиротворении, в согласии, в гармонии, без споров, с единой декламацией текстов. Когда Сангха находится в согласии, то нет взаимного обвинения, взаимного оскорбления, взаимного унижения, взаимного неприятия. И тогда те, у кого нет уверенности, обретают уверенность, а те, у кого есть уверенность, возрастают в своей уверенности. Такова пятая вещь, которая ведет к продолжительности, не упадку и не исчезновению благой Дхаммы. Таковы, монахи, пять вещей, ведущих к продолжительности, к не упадку и не исчезновению благой Дхаммы. Один, примечание переводчика С.В., имеется в виду, что они без уважения передают заученные именно изусть сутты. Дуккатха сутта, неправильно заведенный разговор. А.Н. 5.157. Благословенный сказал, монахи, разговор неправильно заведен, если с учетом сопоставления одной личности и другой он адресован этим пяти типам личностей. Каким пяти? Неправильно заведенный разговор, это разговор о вере с тем, кто лишен веры. Неправильно заведенный разговор, это разговор о нравственном поведении с тем, кто безнравственен. Неправильно заведенный разговор, это разговор об учености с тем, кто знает мало. Неправильно заведенный разговор, это разговор о щедрости с тем, кто скуп. Неправильно заведенный разговор, это разговор о мудрости с тем, кто не мудр. Один, и почему, монахи, разговор о вере является неправильно заведенным, если он адресован тому, кто лишен веры. Когда ведется разговор о вере, человек, не имеющий веры, выходит из себя, становится раздражительным, враждебным, упрямым. Он проявляет злобу, ненависть, грубость. И почему? Потому что он не воспринимает этой веры в самом себе и не обретает восторга и радости, основанных на ней. Поэтому разговор о вере является неправильно заведенным, если он адресован тому, кто лишен веры. И почему разговор о нравственном поведении является неправильно заведенным, если он адресован тому, кто безнравственен? Когда ведется разговор о нравственном поведении, безнравственный человек выходит из себя, становится раздражительным, враждебным, упрямым. Он проявляет злобу, ненависть, грубость. И почему? Потому что он не воспринимает этого нравственного поведения в самом себе и не обретает восторга и радости, основанных на нем. Поэтому разговор о нравственном поведении является неправильно заведённым, если он адресован тому, кто безнравственен. 3. И почему разговор об учёности является неправильно заведённым, если он адресован тому, кто мало знает? Когда ведётся разговор об учёности, человек, который знает мало, выходит из себя, становится раздражительным, враждебным, упрямым. Он проявляет злобу, ненависть, грубость. И почему? Потому что он не воспринимает этой учёности в самом себе и не обретает восторга и радости, основанных на ней. Поэтому разговор об учёности является неправильно заведённым, если он адресован тому, кто мало знает. 4. И почему разговор о щедрости является неправильно заведённым, если он адресован тому, кто скуп? Когда ведётся разговор о щедрости, скупой человек выходит из себя, становится раздражительным, враждебным, упрямым. Он проявляет злобу, ненависть, грубость. И почему? Потому что он не воспринимает этой щедрости в самом себе и не обретает восторга и радости, основанных на ней. Поэтому разговор о щедрости является неправильно заведенным, если он адресован тому, кто скуп. 5. И почему разговор о мудрости является неправильно заведенным, если он адресован тому, кто немудр? Когда ведется разговор о мудрости, немудрый человек выходит из себя, становится раздражительным, враждебным, упрямым. Он проявляет злобу, ненависть, грубость. И почему? Потому что он не воспринимает этой мудрости в самом себе и не обретает восторга и радости, основанных на ней. Поэтому разговор о мудрости является неправильно заведенным, если он адресован тому, кто не мудр. Разговор неправильно заведен, если с учетом сопоставления одной личности и другой он адресован к этим пяти типам личности. Монахи, разговор правильно заведен, если с учетом сопоставления одной личности и другой он адресован к пяти типам личности. Каким пяти? Правильно заведенный разговор – это разговор о вере с тем, кто обладает верой. Правильно заведенный разговор – это разговор о нравственном поведении с тем, кто нравственен. Правильно заведенный разговор – это разговор об учености с тем, кто ученый. Правильно заведенный разговор – это разговор о щедрости с тем, кто щедр. Правильно заведенный разговор – это разговор о мудрости с тем, кто мудр. И почему, монахи, разговор о вере является правильно заведенным, если он адресован тому, кто обладает верой? Когда ведется разговор о вере, человек, обладающий верой, не выходит из себя, не становится раздражительным, враждебным, упрямым. Он не проявляет злобы, ненависти, грубости. И почему? Потому что он воспринимает эту веру в самом себе и обретает восторг и радость, основанные на ней. Поэтому разговор о вере является правильно заведенным, если он адресован тому, кто обладает верой. И почему разговор о нравственном поведении? И почему разговор об ученности? И почему разговор о щедрости? И почему разговор о мудрости является правильно заведенным, если он адресован тому, кто мудр? Когда ведется разговор о мудрости, мудрый человек не выходит из себя, не становится раздражительным, враждебным, упрямым. Он не проявляет злобы, ненависти, грубости. И почему? Потому что он воспринимает эту мудрость в самом себе и обретает восторг и радость, основанные на ней. Поэтому разговор о мудрости является правильно заведенным, если он адресован тому, кто мудр. Монахи, разговор правильно заведен, если с учетом сопоставления одной личности и другой он адресован этим пяти типам личностей. Сараджи сутта, застенчивость. АН 5.158. Благословенный сказал, монахи, обладая пяти качествами, монах одолеваем застенчивостью. Какими пяти? Вот монах, один, лишен веры, два, он безнравственный, три, неученый, четыре, ленивый, пять, немудрый. Обладая этими пяти качествами, монах одолеваем застенчивостью. Монахи, обладая пяти качествами, монах уверен в себе. Какими пяти? Вот монах наделен верой, он нравственный, ученый, усердный, и мудрый. Обладая этими пяти качествами, монах уверен в себе. Удая сутта, Удая. АН 5.159. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Касамбю в парке Кхаситы. И тогда достопочтенный Удая сидел, обучая Дхамме, окруженный большим собранием мирян. Достопочтенный Ананда увидел это, отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, учитель, достопочтенный Удая обучая Дхамме, окруженный большим собранием мирян. Ананда, обучать Дхамме других непросто. Тот, кто учит Дхамме других, вначале должен утвердить внутренние пять качеств. Какие пять? Один, решив, я буду давать последовательную лекцию, ему следует учить Дхами других. Один. Два, решив, я буду давать лекцию, раскрывающую причины. Два, ему следует учить Дхами других. Три, решив, я буду давать лекцию, исходя из сочувствия, ему следует учить Дхами других. Четыре, решив, я не буду давать лекцию, намереваясь получить материальные вознаграждения, ему следует учить Дхами других». 5. Решив, я буду давать лекцию, не вредя ни себе, ни другим, ему следует учить Дхами других. Тот, кто учит Дхами других, вначале должен утвердить внутренние эти пять качеств. 1. Анапуббикадханкадхисами. Комментарий объясняет, следует учить Дхами других, решив так, вначале я буду говорить о даянии, затем о нравственном поведении, затем о небесных мирах. Или же я буду объяснять отрывок из сутты или страфы в соответствии с порядком слов. Примечание переводчика СВ, стандартное содержание последовательного наставления в суттах звучит так, и затем Благословенный дал ему последовательное наставление, о щедрости, о нравственности, о небесных мирах, объяснил опасность, тщетность, и порочность чувственных удовольствий, и преимущество отречения. И когда Благословенный увидел, что его ум был готовым, гибким, лишенным помех, вдохновленным и уверенным, тогда он изложил ему высочайшее учение, свойственное только Буддам, то есть, о страдании, причине страданий, прекращении, и пути. Смотри также эссе Достопочтенного Дхамма Вудха Посланий Будды. 2. Согласно комментарию, речь идет о причинах, Корана, в отношении того или иного момента. Дупатевинодая сутта, сложно рассеять. АН 5.160. Благословенный сказал, монахи, эти пять вещей, как только они возникли, сложно рассеять. Какие пять? 1. Жажду, как только она возникла, сложно рассеять. 2. Злобу, как только она возникла, сложно рассеять. 3. Заблуждение, как только оно возникло, сложно рассеять. 4. Распознавание, как только оно возникло, сложно рассеять. 5. Порыв путешествовать, как только он возник, сложно рассеять. Эти пять вещей, как только пока они возникли, сложно рассеять. Патхама Акхата Патевиная сутта, устранение негодования 1. АН 5.161. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять способов устранения негодования, посредством которых монаху следует всецело устранять негодование, когда оно возникло по отношению к кому-либо. Какие пять? 1. Следует развивать доброжелательность по отношению к человеку, которому проявляется негодование. Вот каким образом следует устранять негодование к этому человеку. 2. Следует развивать сострадание по отношению к человеку, которому проявляется негодование. Вот каким образом следует устранять негодование к этому человеку. 3. Следует развивать невозмутимость по отношению к человеку, которому проявляется негодование. Вот каким образом следует устранять негодование к этому человеку. 4. Следует проигнорировать человека, которому проявляется негодование, и не обращать на него внимания. Вот каким образом следует устранять негодование к этому человеку. 5. Следует применить идею о владении собственной каммой по отношению к человеку, к которому проявляется негодование, этот почтенный, владелец собственной каммы, наследник своей каммы, происходит из своей каммы, кама – это его родня и прибежище. Какую бы каму он ни свершил, плохую или хорошую, он унаследует ее. Вот каким образом следует устранять негодование к этому человеку. Таковы пять способов устранения негодования, посредством которых монаху следует всецело устранять негодование, когда оно возникло по отношению к кому-либо. Дутия Акхата Патевиная Сутта, Устранение Негодования 2. АН 5.162. Там достопочтенный Сарипутта обратился к монахам, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Сарипутта сказал, друзья, есть эти пять способов устранения негодования, посредством которых монаху следует всецело устранять негодование, когда оно возникло по отношению к кому-либо. Какие пять? Бывает так, что телесные поведения человека нечисты, но его словесные поведения чисты. Следует устранять негодование и к такому человеку. Бывает так, что словесные поведения человека нечисты, но его телесные поведения чисты. Следует также устранять негодование и к такому человеку. Бывает так, что телесные и словесные поведения человека нечисты, но время от времени он обретает открытие ума, спокойствие ума. Один. Следует также устранять негодование и к такому человеку. Бывает так, что телесные и словесные поведения человека нечисты, и он не обретает время от времени открытие ума, спокойствие ума. Следует также устранять негодование к такому человеку. Бывает так, что телесное и словесное поведение человека чистое, и время от времени он обретает открытие ума, спокойствие ума. Следует также устранять негодование к такому человеку. Один, и каким образом, друзья, следует устранять негодование к человеку, чье телесное поведение нечистое, но словесное поведение чистое? Представьте монаха с деянием из обносков, который видит тряпье, лежащее возле дороги. Он бы прижал его своей левой ступней, развернул бы правой ступней, оторвал бы цельную часть, и забрал бы с собой. Точно так же, когда телесные поведения человека нечисты, но его словесные поведения чисты, то в этом случае следует не обращать внимания на нечистоту его телесного поведения, но вместо этого следует обращать внимание на чистоту его словесного поведения. Вот каким образом следует устранять негодование к этому человеку. 2. И каким образом, друзья, следует устранять негодование к человеку, чье телесное поведение чистое, но словесное поведение не чистое? Представьте пруд, покрытый тиной водорослями. И к пруду подошел бы человек, пораженный и угнетенный жаждой, изнуренный, жаждущий пить, высохший. Он бы нырнул в пруд, раздвинул тину и водоросли своими руками, напился бы из своих ладоней, а затем бы ушел. Точно так же, когда телесное поведение человека чистое, но его словесное поведение не чистое, то в этом случае следует не обращать внимания на нечистоту его словесного поведения, но вместо этого следует обращать внимание на чистоту его телесного поведения. Вот каким образом следует устранять негодование к этому человеку? 3. И каким образом, друзья, следует устранять негодование к человеку, чье телесное поведение и словесное поведение нечисты, но кто время от времени обретает открытие ума, спокойствие ума? Представьте лужу, в которой мало воды. И к ней подошел бы человек, пораженный и угнетенный жаждой, изнуренный, жаждущий пить, высохший. Он бы подумал, в этой луже мало воды. 4. Если я попытаюсь выпить ее, зачерпнув ладонями или сосудом, я взволну ее, взбаламучу ее, сделаю так, что ее нельзя будет пить. Что если я опущусь на четвереньке, высосу ее как корова, и уйду? И затем он опустился бы на четвереньке, высосал бы ее как корова, и ушел. 5. Точно так же, когда телесное поведение и словесное поведение человека нечисты, но он тот, кто время от времени обретает открытие ума, спокойствие ума, то в этом случае следует не обращать внимания на нечистоту его словесного и телесного поведения, но вместо этого следует обращать внимание на открытие ума, спокойствие ума, которое он обретает время от времени. Вот каким образом следует устранять негодование к этому человеку. 4. И каким образом, друзья, следует устранять негодование к человеку, чье телесное поведение и словесное поведение нечисты, и кто не обретает время от времени открытия ума, спокойствия ума? Представьте нездорового, пораженного болезнью, серьезно больного человека, который шел бы по дороге, тогда как прошлая деревня осталась далеко позади, а следующая была бы слишком далеко. Он не смог бы добыть подходящую еду или лекарство или пригодного прислужника. Он не смог бы встретиться с главой деревенского округа. Его заприметил бы идущий по дороге другой человек, и в нем пробудилось бы чистое сострадание, сочувствие, забота о нем, и он бы подумал, о, пусть этот человек обретет подходящую еду, лекарство, пригодного прислужника. Пусть он повстречает главу деревенского округа. И почему? Чтобы этот человек не повстречал бы беды и несчастья прямо на этом самом месте. Точно так же, когда телесное и словесное поведение человека нечисты, и он не обретает время от времени открытия ума, спокойствия ума, то в этом случае следует пробудить чистое сострадание, сочувствие, заботу о нем, думая, о, пусть этот достопочтенный отбросит телесное неблагое поведение и разовьет телесное и благое поведение. Пусть он отбросит неблагое словесное поведение и разовьет словесное и благое поведение. Пусть он отбросит умственное неблагое поведение и разовьет умственное и благое поведение. И почему? Чтобы после распада тела, после смерти, он не переродился бы в состояние лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Вот каким образом следует устранять негодование к этому человеку? 5. И каким образом, друзья, следует устранять негодование к человеку, чье телесное поведение и словесное поведение чистое, и кто обретает время от времени открытия ума, спокойствия ума? Представьте пруд с чистой, вкусной, прохладной водой, чистой, с пологими берегами, восхитительное место в тени разнообразных деревьев. И к пруду подошел бы человек, пораженный и угнетенный жаждой, изнуренный, жаждущий пить, высохший. Он бы нырнул в пруд, искупался, напился, а затем, выйдя из него, он бы прямо там присел или прилег в тени дерева. Точно так же, когда телесное и словесное поведение человека чистое, и он обретает время от времени открытия ума, спокойствия ума, то в этом случае следует обратить внимание на его чистое телесное поведение, на его чистое словесное поведение, и на открытие его ума, на спокойствие его ума, которое он обретает время от времени. Вот каким образом следует устранять негодование к этому человеку. Друзья, посредством человека, который во всех отношениях внушает доверие, ум обретает доверие. Таковы, друзья, пять способов устранения негодования, посредством которых монах может всецело устранить негодование, когда оно возникло по отношению к кому-либо. Один, комментарий поясняет, что иногда у него появляется возможность для успокоения и прозрения, самадхавипасана, а также он обретает спокойствие, заключающееся в обретении веры. Сутты АН 5.163-164. Сутты идентичны АН 5.65 и АН 5.66 соответственно, но в них к монахам обращается достопочтенный сарепута. Паньхапучха сутта «Задавание вопросов» АН 5.165. Там достопочтенный сарепута сказал, друзья, когда кто-либо задает другому человеку вопрос, то он так делает по пяти причинам или же по одной из них. Каким пяти? Один, кто-либо задает другому человеку вопрос из-за собственной тупости и глупости. Два, тот, кто имеет порочное желание, движимый желанием, задает другому человеку вопрос. Три, кто-либо задает другому человеку вопрос, чтобы оскорбить его. Четыре, кто-либо задает другому человеку вопрос, потому что желает узнать. Пять, кто-либо задает другому человеку вопрос с мыслью, если, будучи спрошенным мной, он ответит правильно, то это хорошо. Но если он ответит неверно, я дам ему правильное объяснение. Друзья, когда кто-либо задает другому человеку вопрос, то он так делает по этим пяти причинам или же по одной из них. «Друзья, я задаю другому человеку вопрос с мыслью, если, будучи спрошенным мной, он ответит правильно, то это хорошо. Но если он ответит неверно, я дам ему правильное объяснение». Ниротха сутта, прекращений. АН 5.166. Там достопочтенный Сарипутта сказал, «Друзья, монах, совершенный в нравственном поведении, сосредоточении, и мудрости, может входить в прекращение восприятия чувствования и выходить из этого состояния. Есть такая возможность. Но если он не достигает окончательного знания в этой самой жизни, то тогда, переродившись среди некой группы созданных из разума божеств, которые превосходят тех, что кормятся с ясной едой, один, он может вновь входить в прекращение восприятия чувствования и выходить из этого состояния. Есть такая возможность. Когда так было сказано, достопочтенный Удая сказал достопочтенному Сарипутте, это невозможно, друг Сарипутта, не может быть такого, чтобы монах, переродившись среди некой группы созданных из разума божеств, которые превосходят тех, что кормятся с ясной едой, мог бы вновь входить в прекращение восприятия чувствования и выходить из этого состояния. Нет такой возможности». И во второй раз, и в третий раз достопочтенный Сарипутта сказал, «Друзья, монах, совершенный в нравственном поведении, сосредоточении, и мудрости, может входить. Есть такая возможность». И в третий раз достопочтенный Удая сказал достопочтенному Сарипутте, «Это невозможно, друг Сарипутта. Нет такой возможности». И тогда мысль пришла к достопочтенному Сарипутте, достопочтенный Удая опроверг мое утверждение в третий раз, и ни один монах не выразил своего согласия со мной. «Что если я подойду к благословенному?» И тогда достопочтенный Сарипутта подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и обратился к монахам, «Друзья, монах, совершенный в нравственном поведении, сосредоточении, и мудрости, может входить. Есть такая возможность». Когда так было сказано, достопочтенный Удая сказал достопочтенному Сарипутте, «Это невозможно, друг Сарипутта. Нет такой возможности». И тогда мысль пришла к достопочтенному Сарипутте, «Даже когда я нахожусь в присутствии благословенного, достопочтенный Удая опровергает мое утверждение в третий раз, и ни один монах не выражает своего согласия со мной. Буду просто молчать». И тогда достопочтенный Сарипутта замолчал. Тогда благословенный обратился к достопочтенному Удае, «Удая, что именно ты понимаешь подгруппой божеств, созданных из разума? Учитель, это те дэвы, которые бесформенные, созданные из восприятия». «Удая, что ты такое говоришь, несведущий глупец? Ещё считаешь, будто должен высказаться». И тогда благословенный обратился к достопочтенному Ананде, «Ананда, и ты безучастно смотришь на то, как изнуряют старшего монаха? Неужто у тебя нет сострадания к старшему монаху, когда его изнуряют?» И тогда благословенный обратился к монахам, «Монахи, монах, совершенный в нравственном поведении, сосредоточении и мудрости, может входить в прекращение восприятия чувствования и выходить из этого состояния. Но если он не достигает окончательного знания в этой самой жизни, то тогда, переродившись среди некой группы созданных из разума божеств, которые превосходят тех, что кормятся с ясной едой, он может вновь входить в прекращение восприятия чувствования и выходить из этого состояния. Есть такая возможность». Так сказал благословенный. И сказав так, счастливей же поднялся со своего сиденья и ушёл в свою хижину. Затем, вскоре после того, как благословенный ушёл, достопочтенный Ананда подошёл к достопочтенному упованию и сказал ему, «Друг упована, они изнуряли другого старшего монаха, но мы не расспросили их. Не стоит удивляться, если сегодня вечером, когда он выйдет из затворничества, благословенный сделает заявление на этот счёт, и он может обратиться к самому достопочтенному упованию, чтобы тот отчитался. 3. А я чувствую застенчивость». И тогда, вечером, благословенный вышел из затворничества и отправился в зал для собраний. Он сел на подготовленное сиденье и обратился к достопочтенному упованию, упована, обладая сколькими качествами, старший монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и ценится ими. Обладая пятью качествами, учитель, старший монах мил и приятен его товарищам-монахам, а также уважается и ценится ими. Какими пятью? 1. Он нравственен. Он пребывает, обуздывая себя патимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. 2. Он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их уме и тщательно проникал в них воззрением. 3. Он хороший оратор с хорошей манерой подачи. Он одарен речью, которая изысканно, чиста, отчетливо, хорошо выражает суть. 4. Он достигает без труда или проблем четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни. 5. За счет уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни он сходит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Обладая этими пятью качествами, старший монах мил и приятен его товарищем монахом, а также уважается и цениться ими. Хорошо, хорошо, уповано. Обладая этими пятью качествами, старший монах мил и приятен его товарищем монахом, а также уважается и цениться ими. Но если эти пять качеств отсутствуют в старшем монахе, то с чего бы его товарищем монахом чтить, уважать, ценить и почитать его? из-за поломанных зубов, седых волос, и морщинистой кожи. Именно потому, что в старшем монахе есть эти пять качеств, его товарищи монахи чтят, уважают, ценят, и почитают его. 1. Комментарий поясняет, что кормящиеся с ясной едой, это божества Камалоки, мира чувств, а божества, состоящие из разума, это брахмы чистых обителей, перерожденные джхановым умом. 2. Удая перепутал дэвов бесформенного мира, созданных из восприятия, с дэвами мира форм, которые являются созданными из разума. 3. Комментарий поясняет, перефразируя, когда что-либо будет сказано благословенным в отношении случившегося, ты должен дать некий ответ. Чедана сутта, порицание. АН 5.167. Там достопочтенный сарепута обратился к монахам так, друзья, монах, который желает упрекнуть другого, должен вначале утвердить в себе пять вещей. Какие пять? 1. Он должен настроиться, я буду говорить в подходящее время, а не в неподходящее. 2. Я буду говорить то, что является правдой, а не ложью. 3. Я буду говорить мягко, а не грубо. 4. Я буду говорить так, чтобы это приносило пользу, а не вред. 5. Я буду говорить с доброжелательным умом, а не когда питаю злобу. Монах, который желает упрекнуть другого, должен вначале утвердить в себе эти пять вещей. Неправильное порицание. Друзья, бывает так, что я вижу, как некоего человека упрекают в неподходящее время и не беспокоят в подходящее время. Его упрекают ошибочно и не беспокоят за действительный. Его упрекают грубыми словами и не беспокоят мягкими. Его упрекают так, что это приносит вред, и не беспокоят так, что это приносит пользу. Его упрекают те, кто питают злобу, и не беспокоят те, у кого доброжелательный ум. Друзья, когда монаха упрекают путями, противоположными Дхамме, в нем следует пробудить несожаление пятью способами. Друг, тебя упрекнули в неподходящее время, а не в подходящее. Для тебя этого достаточно, чтобы не испытывать сожаления. Тебя упрекнули ошибочно, а не за действительный. Для тебя этого достаточно, чтобы не испытывать сожаления. Тебя упрекнули грубыми словами, а не мягкими. Для тебя этого достаточно, чтобы не испытывать сожаления. Тебя упрекнули так, что это приносит вред, а не пользу. Для тебя этого достаточно, чтобы не испытывать сожаления. Тебя упрекнул тот, кто питает злобу, а не тот, у кого доброжелательный ум. Для тебя этого достаточно, чтобы не испытывать сожаления. Когда монаха упрекают путями, противоположными дхами, в нем следует пробудить несожаление этими пятью способами. Друзья, когда монах упрекает путями, противоположными дхами, в нем следует пробудить сожаление пятью способами. Друг, ты упрекал его в неподходящее время, а не в подходящее. Для тебя этого достаточно, чтобы испытывать сожаление. Ты упрекал его ошибочно, а не задействительный. Для тебя этого достаточно, чтобы испытывать сожаление. Ты упрекал его грубыми словами, а не мягкими. Для тебя этого достаточно, чтобы испытывать сожаление. Ты упрекал его так, что это приносит вред, а не пользу. Для тебя этого достаточно, чтобы испытывать сожаление. Ты упрекал его, питая злобу, а не с доброжелательным умом. Для тебя этого достаточно, чтобы испытывать сожаление. Когда монах упрекает путями, противоположными дхами, в нём следует пробудить сожаление этими пятью способами. И почему? Чтобы какой-нибудь другой монах не вздумал упрекать кого-либо по ошибке. Правильное порицание. Друзья, бывает так, что я вижу, как некоего человека упрекают в подходящее время и не беспокоят в неподходящее время. Его упрекают за действительное и не беспокоят по ошибке. Его упрекают мягкими словами и не беспокоят грубыми. Его упрекают так, что это приносит пользу, и не беспокоят так, что это приносит вред. Его упрекают те, у кого доброжелательный ум, а не те, кто питают злобу. Друзья, когда монаха упрекают путями, соответствующими дхами, в нём следует пробудить сожаление пятью способами. Друг, тебя упрекнули в подходящее время, а не в неподходящее. Для тебя этого достаточно, чтобы испытывать сожаление. Тебя упрекнули за действительное, а не по ошибке. Для тебя этого достаточно, чтобы испытывать сожаление. Тебя упрекнули мягкими словами, а не грубыми. Для тебя этого достаточно, чтобы испытывать сожаление. Тебя упрекнули так, что это приносит пользу, а не вред. Для тебя этого достаточно, чтобы испытывать сожаление. Тебя упрекнул тот, у кого доброжелательный ум, а не тот, кто питает злобу. Для тебя этого достаточно, чтобы испытывать сожаление. Когда монаха упрекают путями, соответствующими Дхами, в нем следует пробудить сожаление этими пятью способами. Друзья, когда монах упрекает путями, соответствующими Дхами, в нем следует пробудить несожаление пятью способами. Друг, ты упрекал его в подходящее время, а не в неподходящее. Для тебя этого достаточно, чтобы не испытывать сожаление. Ты упрекал его за действительное, а не по ошибке. Для тебя этого достаточно, чтобы не испытывать сожаление. Ты упрекал его мягкими словами, а не грубыми. Для тебя этого достаточно, чтобы не испытывать сожаления. Ты упрекал его так, что это приносит пользу, а не вред. Для тебя этого достаточно, чтобы не испытывать сожаления. Ты упрекал его с доброжелательным умом, а не питая злобу. Для тебя этого достаточно, чтобы не испытывать сожаления. Когда монах упрекает путями, соответствующими дхами, в нем следует пробудить несожаление этими пятью способами. И почему? Чтобы какой-нибудь другой монах задумался о том, чтобы упрекать кого-либо за действительный. Беседа Будды с Арепутой Друзья, человек, которого упрекают, должен быть утвержден в двух вещах, в правдивости, в незлобе. Если другие будут упрекать меня, либо в подходящее время, либо в неподходящее, либо за действительный, либо по ошибке, либо мягко, либо грубо, либо так, что это приносит пользу, либо так, что это приносит вред, либо с доброжелательным умом, либо питая неприязнь, мне все равно нужно быть утвержденным в двух вещах, в правдивости, а не злобе. Если я знаю, во мне есть это качество, то я скажу ему, оно существует. Это качество есть во мне. Если я знаю, во мне нет такого качества, я скажу ему, его не существует. Этого качества нет во мне. Благословенный сказал, Сарепута, даже хоть ты говоришь им так, некие глупцы, что сидят здесь, не принимают с уважением то, о чем ты говоришь. Учитель, бывают некие люди, лишенные веры. Ушедшие из жизни домохозяйская в жизнь бездомную не благодаря вере, но с намерением обеспечить себе жизнь. Они коварные, лицемерные, обманчивые, неугомонные, чванливые, самовлюбленные, болтливые, беспорядочные в беседах, не охраняют дверей органов чувств, неумеренные в виде, не предаются бодрствованию, безразличные к аскетической жизни, не имеют глубокого почтения к тренировке, проживают в роскоши, апатичные, превосходящие других в своем падении, уклоняющиеся от своей обязанности жить в затворничестве, ленивые, лишенные усердия, замутненными умами, не имеющие бдительности, несосредоточенные, сблуждающими умами, немудрые, тупые. Когда я говорю им так, они не принимают с уважением то, о чем я говорю. Но, учитель, есть представители клана, ушедшие из жизни домохозяйская в жизнь бездомную благодаря вере. Они не коварные, не лицемерные, не обманчивые, не неугомонные, не чванливые, не самовлюбленные, не болтливые, не беспорядочные в беседах. Они охраняют двери органов чувств, умеренные в виде, предаются бодрствованию, настроенные на аскетическую жизнь, имеют глубокое почтение к тренировке. Они не проживают в роскоши и не апатичны. Они не превосходят других в своем падении и не уклоняются от своей обязанности жить в затворничестве. Они усердные, решительные, осознанные, бдительные, сосредоточенные, с однонаправленными умами, мудрые, умные. Когда я говорю им так, они принимают с уважением то, о чем я говорю. Сарипута, оставь этих людей, которые лишены веры, которые ушли из жизни домохозяйской в жизнь бездомную не благодаря вере, но с намерением обеспечить себе жизнь, не мудрые, тупые. Но, Сарипута, тебе следует обращаться к тем представителям клана, которые ушли из жизни домохозяйской и в жизнь бездомную благодаря вере, которые не коварные, мудрые, умные. Наставляй своих товарищей монахов, Сарипута. Наставляй своих товарищей монахов, Сарипута, с такой мыслью, я сделаю так, что мои товарищи монахи выйдут за пределы того, что является противоположным благой Дхамме, и укреплю их в благой Дхамме. Вот, Сарипута, как ты должен тренировать себя. Сила сутта, нравственность. АН 5.168. Сутта аналогична АН 5.24, но здесь к монахам обращается достопочтенный Сарипута. Кхиппани-санти-сутта, способность к быстрому пониманию. АН 5.169. И тогда достопочтенный Ананда подошел к достопочтенному Сарипуте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал, кто, друг Сарипута, является монахом со способностью быстрого понимания в отношении благих учений, тем, кто хорошо ухватывает то, что он заучил, заучивает много всего, не забывает заученного. Достопочтенный Ананда ученый, так что пусть он прояснит это сам. В таком случае, друг Сарипута, слушай внимательно. Я буду говорить. Хорошо, друг, ответил достопочтенный Сарипута. Достопочтенный Ананда сказал, вот, друг Сарипута, монах, один, умелый в значении, два, умелый в Дхамме, три, умелый в языке, четыре, умелый в построении фраз, пять, умелый в последовательности. Вот кто, друг Сарипута, является монахом со способностью быстрого понимания в отношении благих учений, тем, кто хорошо ухватывает то, что он заучил, заучивает много всего, не забывает заученного. Удивительно и поразительно, друг, как хорошо об этом сказал достопочтенный Ананда. Мы считаем достопочтенного Ананда тем, кто обладает этими пятью качествами. Достопочтенный Ананда умелый в значении, последовательности. Пхаддаджи сутта, Пхаддаджа. АН 5 170. Однажды достопочтенный Ананда пребывал в Касамбе в парке Кхаситы. И тогда достопочтенный Пхаддаджи подошел к достопочтенному Ананде и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Тогда достопочтенный Ананда сказал ему, «Друг Пхаддаджи, каково высочайшее видение? Каково высочайшее слышание? Каково высочайшее счастье? Каково высочайшее восприятие? Каково высочайшее состояние существования? Друг, существует Брахма, покоритель, непобежденный, вселенский провидец, владыка могущества. Увидеть Брахму и есть высочайшее видение. Есть дэвы лучезарного сияния, которые пропитаны, наводнены счастьем. Иногда они произносят следующее вдохновенное изречение, «О, какое счастье! О, какое счастье!» Услышать этот звук и есть высочайшее слушание. Есть дэвы сверкающего великолепия. Будучи счастливыми, они переживают самое умиротворенное счастье, что и есть высочайшее счастье. Есть дэвы сферы отсутствия всего, что и есть высочайшее восприятие. Есть дэвы сферы невосприятия, не невосприятия, что и есть высочайшее состояние существования. В таком случае, не так ли оно, что достопочтенный Пхададжи согласен с большинством людей в отношении этого? Достопочтенный Ананда ученый, так что пусть он прояснит это сам. В таком случае, друг Пхададжи, слушай внимательно. Я буду говорить. Хорошо, друг, ответил достопочтенный Пхададжа. Достопочтенный Ананда сказал, один, друг, любой способ, посредством которого человек видит так, что после этого незамедлительно происходит уничтожение пятен умственных загрязнений, вот что является высочайшим видением. Два, любой способ, посредством которого человек слышит так, что после этого незамедлительно происходит уничтожение пятен умственных загрязнений, вот что является высочайшим слышением. Три, любой способ, посредством которого человек счастлив так, что после этого незамедлительно происходит уничтожение пятен умственных загрязнений, вот что является высочайшим счастьем. 4. Любой способ, посредством которого человек воспринимает так, что после этого незамедлительно происходит уничтожение пятен умственных загрязнений, вот что является высочайшим восприятием. 5. Любой способ, посредством которого человек существует так, что после этого незамедлительно происходит уничтожение пятен умственных загрязнений, вот что является высочайшим существованием. Сараджи Сутта, Застенчивость А.Н. 5.171 Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам так, «Монахи!» «Учитель!» Отвечали те монахи. Благословенный сказал, «Монахи, обладая пятью качествами, мирянин одолеваем застенчивостью». Какими пятью? Он, один, уничтожает жизнь, два, берет то, что не дано, три, пускается в неблагое сексуальное поведение, четыре, говорит ложь, пять, потакает употреблению вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Обладая этими пятью качествами, мирянин одолеваем застенчивостью. Монахи, обладая иными пятью качествами, мирянин уверен в себе. Какими пятью? Он воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от употребления вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Обладая этими пятью качествами, мирянин уверен в себе. Виссарада сутта «Уверенность в себе». АН 5.172 Благословенный сказал, «Монахи, обладая пятью качествами, мирянин пребывает дома не будучи уверенным в себе. Какими пятью? Он, один, уничтожает жизнь, два, берет то, что не дано, три, пускается в неблагое сексуальное поведение, четыре, говорит ложь, пять, потакает употреблению вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Обладая этими пятью качествами, мирянин пребывает дома не будучи уверенным в себе. Монахи, обладая иными пятью качествами, мирянин пребывает дома уверенным в себе. Какими пятью? Он воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от употребления вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Обладая этими пятью качествами, мирянин пребывает дома уверенным в себе. Нирая сутта, ад. АН 5.173. Сутта идентична АН 5.145, но вместо человек здесь идет мирянин. Вера сутта, враждебность. АН 5.174. И тогда домохозяин Анатхапиндика подошел к благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Тогда благословенный сказал ему, домохозяин, не отбросивший пяти опасностей и враждебностей, человек зовется безнравственным и перерождается в аду. Каких пяти? 1. Уничтожение жизни. 2. Взятие того, что не дано. 3. Неблагого сексуального поведения. 4. Лжи. 5. Употребление вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Не отбросивший этих пяти опасностей и враждебностей человек зовется безнравственным и перерождается в аду. Домохозяин, отбросивший пять опасностей и враждебностей человек зовется нравственным и перерождается в небесном мире. Какие пять? Уничтожение жизни, употребление вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Отбросивший эти пять опасностей и враждебностей человек зовется нравственным и перерождается в небесном мире. Домохозяин, тот, кто уничтожает жизнь, этим своим поведением вызывает опасность и враждебность, имеющую отношение к нынешней жизни и к будущей жизни, и он испытывает умственную боль и уныние. Тот, кто воздерживается от уничтожения жизни, этим своим поведением не вызывает опасности и враждебности, имеющие отношение к нынешней жизни и к будущей жизни, и он не испытывает умственной боли и уныния. Поэтому у того, кто воздерживается от уничтожения жизни, эта опасность и враждебность таким образом устранена. Домохозяин, тот, кто берет то, что не дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет, потакает употреблению вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности, этим своим поведением вызывает опасность и враждебность, имеющую отношение к нынешней жизни и к будущей жизни, и он испытывает умственную боль и уныние. Тот, кто воздерживается от вина, спиртного, одурманивающих веществ, этим своим поведением не вызывает опасности и враждебности, имеющие отношение к нынешней жизни и к будущей жизни, и он не испытывает умственной боли и уныния. Поэтому у того, кто воздерживается от вина, спиртного, одурманивающих веществ, эта опасность и враждебность таким образом устранена. И далее он добавил, есть в мире тот, кто забирает жизнь других, а также лжет, берет, что не было дано, кто к чужим женам также хожевать гораст, употребляет кто спиртное вино. Коль пять враждебностей питает он в себе, безнравственным зовется он тогда. И когда тело распадется, придет смерть, этот глупец перерождается в аду. Но также в мире есть и человек, который не уничтожает жизнь других. Не лжет и не берет, что не дано, к жене другого он не подойдет, вина, спиртных напитков он не пьет. Коль пять враждебностей в себе он устранил, то нравственным зовется он тогда. Этот мудрец перерождается в раю. Чиндала сутта, Чиндала. АН 5.175. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, мирянин является Чиндалом. Один, мирянина, пятном мирянина, последним из мирян. Какими пятью? Один, он лишен веры. Два, он безнравственный. Три, он суеверный и верит в знамение, а не в камму. Четыре, он ищет достойного даров в немонашеской Сангхи Будды. Пять, он вначале совершает благие дела там. Два. Обладая этими пятью качествами, мирянин является Чиндалом мирянина, пятном мирянина, последним из мирян. Монахи, обладая пятью качествами, мирянин является самоцветом мирянина, красным лотосом мирянина, белым лотосом мирянина. Какими пятью? Он наделен верой, он нравственный, он не суеверный и верит в камму, а не в знамение, он не ищет достойного даров в немонашеской Сангхи Будды, он вначале совершает благие дела здесь. Обладая этими пятью качествами, мирянин является самоцветом мирянина, красным лотосом мирянина, белым лотосом мирянина. Один, самый низший социальный класс в Индии. Два, примечания переводчика СВ, имеются в виду дела, приносящие накопление заслуг. Пяти сутта «Восторг» АН 5176. И тогда домохозяин Анатхапиндика отправился к благословенному в сопровождении пятисот мирян. Они поклонились ему и сели рядом. Затем благословенный сказал домохозяину Анатхапиндики и мирянам, «Домохозяева, вы преподнесли одеяние, еду, жилище, лекарства и обеспечения для больных сангхимонахов. Вам не следует довольствоваться лишь только этим, думая, мы преподнесли одеяние, еду, жилище, лекарства и обеспечения для больных сангхимонахов. Поэтому, домохозяева, вот как вы должны тренировать себя, как мы можем время от времени входить и пребывать в восторге уединения? Вот как вы должны тренировать себя? Когда так было сказано, достопочтенный Сарипута обратился к благословенному «удивительно и поразительно, учитель, как хорошо об этом сказал благословенный! Учитель, каждый раз, когда ученик благородных входит и пребывает в восторге уединения, то в этом случае пять вещей не происходят в нём. Один, боль и унынье, связанные с чувственностью. не происходит в нём. Удовольствие и радость, связанные с чувственностью, не происходит в нём. Боль и уныние, связанные с неблагим, не происходит в нём. Удовольствие и радость, связанные с неблагим, не происходит в нём. Боль и уныние, связанные с благим, не происходит в нём. Учитель, каждый раз, когда ученик благородных входит и пребывает в восторге уединения, то в этом случае эти пять вещей не происходят в нем. Хорошо, хорошо, Сарипутта. Сарипутта, каждый раз, когда ученик благородных входит и пребывает, в этом случае эти пять вещей не происходят в нем. Ваниджа сутта, торговля. АН 5.177. Благословенный сказал, монахи, мирянину не следует заниматься этими пятью видами торговли. Какими пятью? Один, торговля оружием, два, торговля живыми существами, три, торговля мясом, четыре, торговля одурманивающими веществами, пять, торговля ядами. Мирянину не следует заниматься этими пятью видами торговли. Раджа сутта, цари. АН 5.178. Благословенный сказал, один, монахи, как вы думаете? Видели ли вы или слышали ли вы когда-либо о том, чтобы когда человек отбрасывает уничтожение жизни и воздерживается от уничтожения жизни, цари бы арестовывали его, обвиняя в подобном воздержании, а затем казнили бы его, заключали бы в тюрьму, изгоняли бы его или поступали бы с ним так, как того требует ситуация? Разумеется, нет, учитель. Хорошо, монахи. Я тоже никогда не видел и не слышал подобного. Но напротив, когда царя извещают о злодеянии, это человек забрал жизнь мужчины или женщины, тогда цари арестовывают его, обвиняя в том, что он забрал жизнь, а затем казнят его, заключают в тюрьму, изгоняют его, поступают с ним так, как того требует ситуация. Видели ли вы или слышали ли вы о таком случае? Мы видели такое, учитель, и слышали о таком, и еще услышим об этом. Два, монахи, как вы думаете? Видели ли вы или слышали ли вы когда-либо о том, чтобы когда человек отбрасывает взятие того, что не дано и воздерживается от взятия того, что не дано, цари бы арестовывали его, обвиняя в подобном воздержании, а затем казнили бы его, заключали бы в тюрьму, изгоняли бы его или поступали бы с ним так, как того требует ситуация? Хорошо, монахи. Я тоже никогда не видел и не слышал подобного. Но напротив, когда царя извещают о злодеянии, это человек украл что-то в деревне или в лесу, тогда цари арестовывают его, обвиняя в том, что он совершил воровство, а затем казнят его, заключают в тюрьму, изгоняют его, поступают с ним так, как того требует ситуация. Видели ли вы или слышали ли вы о таком случае? Три, монахи, как вы думаете? Видели ли вы или слышали ли вы когда-либо о том, чтобы когда человек отбрасывает неблагое сексуальное поведение и воздерживается от неблагого сексуального поведения, цари бы арестовывали его, обвиняя в подобном воздержании, а затем казнили бы его, заключали бы в тюрьму, изгоняли бы его или поступали бы с ним так, как того требует ситуация? Хорошо, монахи. Я тоже никогда не видел и не слышал подобного. Но напротив, когда царя извещают о злодеянии, этот человек совершил проступок с чьей-либо женщиной или девушкой, тогда цари арестовывают его, обвиняя в неблагом сексуальном поведении, а затем казнят его, заключают в тюрьму, изгоняют его, поступают с ним так, как того требует ситуация. Видели ли вы или слышали ли вы о таком случае? 4. Монахи, как вы думаете? Видели ли вы или слышали ли вы когда-либо о том, чтобы когда человек отбрасывает ложь и воздерживается от лжи, цари бы арестовывали его, обвиняя в подобном воздержании, а затем казнили бы его, заключали бы в тюрьму, изгоняли бы его или поступали бы с ним так, как того требует ситуация? Хорошо, монахи. Я тоже никогда не видел и не слышал подобного. Но напротив, когда царя извещают о злодеянии, этот человек разорил домохозяина или сына домохозяина лживыми речами, тогда цари арестовывают его, обвиняя во лжи, а затем казнят его, заключают в тюрьму, изгоняют его, поступают с ним так, как того требует ситуация. Видели ли вы или слышали ли вы о таком случае? 5. Монахи, как вы думаете? Видели ли вы или слышали ли вы когда-либо о том, чтобы когда человек отбрасывает употребление вина, спиртного, одурманивающих веществ и воздерживается от употребления вина, спиртного, одурманивающих веществ, что создают основу для беспечности, цари бы арестовывали его, обвиняя в подобном воздержании, а затем казнили бы его, заключали бы в тюрьму, изгоняли бы его или поступали бы с ним так, как того требует ситуация? Хорошо, монахи. Я тоже никогда не видел и не слышал подобного. Но напротив, когда царя извещают о злодеянии, этот человек под влиянием спиртного, вина, одурманивающих веществ, забрал жизнь мужчины или женщины, или же украл что-либо в деревне или в лесу, или же совершил проступок с чьей-либо женщиной или девушкой, или же разорил домохозяина или сына домохозяина лживыми речами, тогда цари арестовывают его, обвиняя в употреблении спиртного, вина, одурманивающих веществ, что создают основу для беспечности, а затем казнят его, заключают в тюрьму, изгоняют его, поступают с ним так, как того требует ситуация. Видели ли вы или слышали ли вы о таком случае? Гехисута, Мирянин. АН 5.179. И тогда домохозяин Анатхапиндика отправился к Благословенному в сопровождении пятисот мирян. Они поклонились ему и сели рядом. Затем Благословенный обратился к достопочтенному Сарепутте. Сарепута, тебе следует знать, что когда какой-либо домохозяин, одетый в белые одежды, чьи действия сдерживаются пятью правилами тренировки, и кто обретает без сложности и проблем четыре видимых приятных пребывания, что имеют отношение к высшему уму, то тогда, если он того пожелает, он может заявить о себе. Я тот, кто покончил с адом, покончил с миром животных, покончил с миром страдающих духов, покончил с состояниями лишений, с плохими уделами, с нижними мирами. Я, вступивший в поток, не подвержен боли и перерождению в нижних мирах, не преклонен в своей участи, устремлен к просветлению. Один, и какими пятью правилами тренировки сдерживаются его действия? Вот, Сарепута, ученик благородных воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано, от неблагого сексуального поведения, от лжи, от вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Его действия сдерживаются этими пятию правилами тренировки. И каковы четыре видимых приятных пребывания, что имеют отношение к высшему уму, которых он достигает без сложностей и проблем? Два, вот ученик благородных обладает непоколебимой уверенностью в Будде, благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Таково первое видимое приятное пребывание, что имеет отношение к высшему уму, которого он достиг ради очищения нечистого ума, ради отмывания грязного ума. Три, далее, ученик благородных обладает непоколебимой уверенностью в Дхамме. Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимое здесь и сейчас, независящее от времени, приглашающее пойти и увидеть, ведущее к цели, познаваемое мудрыми самостоятельно. Таково второе видимое приятное пребывание, что имеет отношение к высшему уму, которого он достиг ради очищения нечистого ума, ради отмывания грязного ума. Четыре, далее, ученик благородных обладает непоколебимой уверенностью в Сангхе, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по правильному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Таково третье видимое приятное пребывание, что имеет отношение к высшему уму, которого он достиг ради очищения нечистого ума, ради отмывания грязного ума. Пять, далее, ученик благородных обладает нравственным поведением, которое дорого благородным, цельным, безупречным, не имеющим изъянов, не запятненным, освобождающим, восхваляемым мудрецами, ярким, ведущим к сосредоточению. Таково четвертое видимое приятное пребывание, что имеет отношение к высшему уму, которого он достиг ради очищения нечистого ума, ради отмывания грязного ума. Таковы четыре видимых приятных пребывания, что имеют отношение к высшему уму, которых он достигает без сложностей и проблем. Сарипута, тебе следует знать, что когда какой-либо домохозяин, одетый в белые одежды, чьи действия сдерживаются этими пятью правилами тренировки, и кто обретает без сложностей и проблем эти четыре видимых приятных пребывания, что имеют отношение к высшему уму, то тогда, если он того пожелает, он может заявить о себе. Я тот, кто покончил с адом, покончил с миром животных, покончил с миром страдающих духов, покончил с состояниями лишений, с плохими уделами, с нижними мирами. Я, вступивший в поток, не подвержен боли и перерождению в нижних мирах, не преклонен своей участи, устремлен к просветлению. И далее он добавил, увидев опасность в рождении в айдах, ты должен поступков плохих избегать. Впитав благородную Дхамму в себя, мудрец избегает поступков таких. Насколько способен ты это свершить, живым существам не вреди никогда, намеренной лжи каждый раз сторонись, коль вещь не дана, то ее не бери. Довольствуйся только своей женой, от женщин чужих в отдалении держись. Вину и спиртному ты не потакай, ведь ум в беспорядок приводит оно. А будди старайся ты помнить всегда, а Дхамме старайся всегда размышлять. И ум благосклонный старайся развить, который в мир дого в тебя приведет. И коль поделиться б ты чем-нибудь смог, желая заслуги себя обрести, то дар этот будет безмерным тогда, когда он вначале предложен святым. И этих святых я сейчас опишу. Так вот, сарепута, услыши меня, среди всех копытных, что в мире живут, тех, белый кто, черный, или красный на вид, или сизый, а может быть и золотой, хоть светом одним или вкрапинку весь, рождается бык, что приручен уже. Он может тяжелые грузы тащить, он сильно и быстрым он шагом идет. И груз тогда взвалят они на него, и их не волнует окрас у быка. И точно ведь так же и среди людей, различные виды рождения есть, есть хатия, весы, и брахманы есть, есть сборщики мусора, суды, чиндалы. И в группе родиться ведь может в любой, прирученный, добрый во всем человек, устойчивый в дхаме, благой в поведении, правдивый в речах, кто стыда не лишен. Он тот, кто оставил рождение и смерть, и жизнь он святую довел до конца. Он тяготы сбросил, и он отделен, свободный от пятен задачу свершил. Он вышел за грань всяких разных вещей, и он не цеплянием неба достиг. Воистину дар величайший даст, коль будет посажен на поле таком. Глупцы понимания же лишены, тупые умом, в них учености нет. Святых навещать не желают они, но людям сторонним подарки дают. Но те, кто желают святых навещать, мудрейших, провидцами коих зовут, как те, кто в счастливого веру взрастил, упрочил ее, хорошо утвердил, отправится в мир тот, где девы живут, а может, родятся в хорошей семье. И так, шаг за шагом стремясь все вперед, мудрейший неббан и достигнет потом. Гавейся сутта, Гавейся. АН 5.180. Однажды Благословенный путешествовал по стране Касал вместе с Большой Сангхой монахов. И тогда, по мере того, как он шел по дороге, Благословенный в некоем месте увидел большую рощу саловых деревьев. Он сошел с дороги, вошел в рощу саловых деревьев и затем, дойдя до некоего места, улыбнулся. Мысль пришла к Достопочтенному Ананде, почему Благословенный улыбнулся? Тадхагаты не улыбаются без причины. И тогда Достопочтенный Ананда сказал Благословенному, учитель, почему Благословенный улыбнулся? Тадхагаты не улыбаются без причины. В прошлом, Ананда, в этом самом месте находился богатый, процветающий, густо населенный город, переполненный людьми. Благословенный, Арахант, полностью просветленный Кассапа жил, зависи в своем проживании от этого города. У благословенного Кассапы был мирской последователь по имени Гавеси, который не исполнил нравственного поведения. И этот Гавеси обучал и направлял пятьсот мирян, которые также не исполнили нравственного поведения. Один, и затем, Ананда, мысль пришла к Гавеси, я покровитель, лидер, проводник этих пятьсот мирян, но ни я сам, ни эти пятьсот мирян не исполнили нравственного поведения. Поэтому мы на одном уровне, и я ничем не лучше их даже на чуть-чуть. Что если я превзойду их?» И тогда Говеси подошел к пятистам мирянам и сказал им, «Отныне вы должны считать меня тем, кто исполняет нравственное поведение». И тогда мысль пришла к тем пятистам мирянам, «Мастер Говеси наш покровитель, лидер, проводник. Отныне мастер Говеси будет исполнять нравственное поведение. Так почему бы и нам не поступить так же?» И тогда те пятьсот мирян подошли к Говеси и сказали ему, «Отныне пусть мастер Говеси считает нас теми, кто исполняет нравственное поведение». Два, и тогда Ананда, мысль пришла к Говеси, «Я покровитель, лидер, проводник этих пятисот мирян. Сейчас я исполняю нравственное поведение, как эти пятьсот мирян. Поэтому мы на одном уровне, и я ничем не лучше их даже на чуть-чуть. Что если я превзойду их?» И тогда Говеси подошел к пятистам мирянам и сказал им, «Отныне вы должны считать меня тем, кто соблюдает целомудрие, кто живет отдельно, кто воздерживается от половых сношений, которые привычны среди простых людей». И тогда мысль пришла к тем пятистам мирянам, «Мастер Говеси наш покровитель, лидер, проводник». Отныне мастер Говеси будет соблюдать целомудрие, жить отдельно, воздерживаться от половых сношений, которые привычны среди простых людей. Так почему бы и нам не поступить так же?» И тогда те пятьсот мирян подошли к Говеси и сказали ему, «Отныне пусть мастер Говеси считает нас теми, кто соблюдает целомудрие, кто живет отдельно, кто воздерживается от половых сношений, которые привычны среди простых людей. Три, и тогда, Ананда, мысль пришла к Говесе, я покровитель, лидер, проводник этих пятисот мирян. Сейчас я исполняю нравственное поведение, как эти пятьсот мирян. Сейчас я соблюдаю целомудрие, живу отдельно, воздерживаюсь от половых сношений, которые привычны среди простых людей, как эти пятьсот мирян. Поэтому мы на одном уровне, и я ничем не лучше их даже на чуть-чуть. Что если я превзойду их? И тогда Говеси подошел к пятистам мирянам и сказал им, отныне вы должны считать меня тем, кто ест один раз в день, воздерживаясь от принятия пищи вечером, воздерживаясь от принятия пищи в неположенное время. И тогда мысль пришла к тем пятистам мирянам, мастер Говеси наш покровитель, лидер, проводник. Отныне мастер Говеси ест один раз в день, воздерживаясь от принятия пищи вечером, воздерживаясь от принятия пищи в неположенное время. Так почему бы и нам не поступить так же? И тогда те пятьсот мирян подошли к Говеси и сказали ему, отныне пусть мастер Говеси считает нас теми, кто ест один раз в день, воздерживаясь от принятия пищи вечером, воздерживаясь от принятия пищи в неположенное время. Четыре, и тогда, Ананда, мысль пришла к Говеси, я покровитель, лидер, проводник этих пятисот мирян. Сейчас я исполняю нравственное поведение, как эти пятьсот мирян. Сейчас я соблюдаю целомудрие, живу отдельно, воздерживаюсь от половых сношений, которые привычны среди простых людей, как эти пятьсот мирян. Сейчас я ем один раз в день, воздерживаясь от принятия пищи вечером, воздерживаясь от принятия пищи в неположенное время, как эти пятьсот мирян. Поэтому мы на одном уровне, и я ничем не лучше их даже на чуть-чуть. Что если я превзойду их? И тогда Говеси отправился к благословенному, Араханту, полностью просветленному Кассапи и сказал ему, господин, могу ли я получить младшее монашеское посвящение и высшее посвящение под учительством благословенного? И тогда мирской последователь Говеси получил младшее и высшее посвящение под учительством благословенного, Араханта, полностью просветленного Кассапи. И вскоре после своего полного посвящения, пребывая уединенным в затворничестве, будучи прилежным, старательным, решительным, монах Говеси, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так монах Гавеси стал одним из арахантов. И тогда, Ананда, мысль пришла к тем пятистам мирянам, мастер Гавеси наш покровитель, лидер, проводник. Сейчас мастер Гавеси, обрыв волосы и бороду, надев желтые одежды, оставил жизнь домохозяйственной ради жизни бездомной. Так почему бы и нам не поступить так же? И тогда те пятьсот мирян отправились к благословенному, араханту, полностью просветленному Кассапе и сказали ему, господин, можем ли мы получить младшее монашеское посвящение и высшее посвящение под учительством благословенного? И тогда те пятьсот мирян получили младшее и высшее посвящение под учительством благословенного, араханта, полностью просветленного Кассапы. Пять, и тогда, Ананда, мысль пришла к монаху Гавеси, я обретаю без сложностей и проблем непревзойденные блаженства освобождения. О, пусть эти 500 монахов также смогут обрести без сложностей и проблем непревзойденные блаженства освобождения. И тогда, Ананда, проживая уединенными в затворничестве, будучи прилежными, старательными, решительными, вскоре эти 500 монахов, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошли и пребывали в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяйскую и ведут жизнь бездомную. Они напрямую познали, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так, Ананда, каждый из 500 монахов под предводительством Гавеси, прилагая усердие в последовательности все более возвышенных путей, реализовал непревзойденные блаженства освобождения. Поэтому, Ананда, вот как вы должны тренировать себя, прилагая усердие в последовательности все более возвышенных путей, мы реализуем непревзойденные блаженства освобождения. Вот как, Ананда, вы должны тренировать себя. Араньяка сутта, живущая в лесу. АН 5.181. Благословенный сказал, монахи, есть пять видов тех, кто живет в лесу. Какие пять? Один, бывает так, что некий человек начинает жить в лесу из-за глупости и тупости. Два, бывает так, что некий человек начинает жить в лесу потому, что имеет порочные желания, из-за того, что он движим порочными желаниями. Три, бывает так, что некий человек начинает жить в лесу потому, что он сумасшедший, душевно больной. Четыре, бывает так, что некий человек начинает жить в лесу потому, что это восхвалялось Буддами и учениками Будд. Пять, бывает так, что некий человек начинает жить в лесу ради малого количества желаний, ради довольствования тем, что у него есть, ради уничтожения пятен загрязнений ума, ради уединения, ради простоты в жизни. Есть эти пять видов тех, кто живет в лесу. Тот, кто начинает жить в лесу ради малого количества желаний, ради довольствования, является высочайшим, наилучшим, превосходящим других, наивысшим, величайшим из этих пяти видов тех, кто живет в лесу. Подобно тому, как корова дает молоко, из молока получаются сливки, из сливок, масло, из масла, топленое масло, из топленого масла, сливки топленого масла. И это считается наилучшим, точно так же, тот, кто начинает жить в лесу ради малого количества желаний, величайшим из этих пяти видов тех, кто живет в лесу. Сутты АН 5.182.190. Все эти сутты идентичны предыдущей АН 5.181, но меняется вид аскезы. Монахи, есть пять видов тех, кто носит одежду из обносков. 1. Какие пять? Бывает так, что некий человек начинает носить одежду из обносков из-за глупости и тупости. АН 5.182. Монахи, есть пять видов тех, кто проживает у подножья дерева. Какие пять? Бывает так, что некий человек начинает проживать у подножья дерева из-за глупости и тупости. АН 5.183. Монахи, есть пять видов тех, кто проживает на кладбище. Какие пять? Бывает так, что некий человек начинает проживать на кладбище из-за глупости и тупости. АН 5.184, Монахи, есть пять видов тех, кто проживает под открытым небом. Два. Какие пять? Бывает так, что некий человек начинает проживать под открытым небом из-за глупости и тупости. АН 5.185, Монахи, есть пять видов тех, кто соблюдает практику только сидения. Три. Какие пять? Бывает так, что некий человек соблюдает практику только сидений из-за глупости и тупости. АН 5.186, Монахи, есть пять видов тех, кто соблюдает практику использования любой постели. 4. Какие пять? Бывает так, что некий человек соблюдает практику использования любой постели из-за глупости и тупости. АН 5.187 Монахи, есть пять видов тех, кто соблюдает практику принятия еды только за одно сидение. 5. Какие пять? Бывает так, что некий человек соблюдает практику принятия еды только за одно сидение из-за глупости и тупости. АН 5.188. Монахи, есть пять видов тех, кто соблюдает практику отказа от дополнительной еды. 6. Какие пять? Бывает так, что некий человек соблюдает практику отказа от дополнительной еды из-за глупости и тупости. АН 5.189. Монахи, есть пять видов тех, кто соблюдает практику поедания еды только из чаши. 7. Какие пять? Бывает так, что некий человек соблюдает практику поедания еды только из чаши из-за глупости и тупости. АН 5.190. 1. Эти аскетические практики подробно расписаны в трактативе Суддхимага. Данная практика означает, что монах не и соглашается принимать одежду, сшитую мирянами, а использует только ту, что сшит им самим из выброшенных лохмотьев, которые он нашел. 2. Монах не использует крышу или крону дерева по мере проживания, но разрешается использовать навес из монашеских одежд. 3. Монах живет так, что всегда принимает только одну из трех пост тела, идет, стоит, сидит, но никогда не ложится. 4. Монах довольствуется любым местом, которое ему выделили для сна. 5. Монах садится и ест только один раз до полудня, а не несколько, как, например, очень рано, и второй раз, перед самым полуднем. После того, как он встает, он больше не принимает никакой пищи до следующего дня. 6. Монах не ест ту еду, которую ему поднесли уже после того, как он начал есть. 7. Монах ест из чаши, где вся еда перемешана, а не разложенную по отдельным тарелкам. Сона сутта, собаки АН 5.191 Благословенный сказал, «Монахи, эти пять древних брахманских практик ныне можно увидеть среди собак, но не среди брахманов. Какие пять? 1. В прошлом брахманы совокуплялись только с брахманками, но не с небрахманками. Но теперь брахманы совокупляются и с брахманками, и с небрахманками. Кобели, однако, до сих пор совокупляются только с суками, но не с самками других животных. Такова первая древняя брахманская практика, которую ныне можно увидеть среди собак, но не среди брахманов. 2. В прошлом брахманы совокуплялись с женщинами только в надлежащий период, а не вне этого периода. Но теперь брахманы совокупляются с женщинами и в надлежащий период и вне этого периода. Кобели, однако, до сих пор совокупляются с суками только в надлежащий период, а не вне этого периода. Такова вторая древняя брахманская практика, которую ныне можно увидеть среди собак, но не среди брахманов. 3. В прошлом брахманы не покупали и не продавали брахманок, и они инициировали сожительство только по взаимной любви, поступая так ради продолжения семейной линии. Но теперь брахманы покупают и продают брахманок, и инициируют сожительство как в случае взаимной любви, так и без взаимной любви, поступая так ради продолжения семейной линии. Кобели, однако, до сих пор не покупают и не продают сук, и инициируют сожительство только по взаимной любви, поступая так ради продолжения семейной линии. Такова третья древняя брахманская практика, которую ныне можно увидеть среди собак, но не среди брахманов. 4. В прошлом брахманы не накапливали богатства, зерна, золота и серебра. Но теперь брахманы накапливают богатство, зерно, золото и серебро. Собаки, однако, до сих пор не накапливают богатства, зерна, золота и серебра. Такова четвертая древняя брахманская практика, которую ныне можно увидеть среди собак, но не среди брахманов. В прошлом брахманы отправлялись на поиски еды с подаянией вечером, чтобы поужинать, а также утром, чтобы позавтракать. Но теперь брахманы едят столько, сколько пожелают, пока не набьют животы, а затем уходят, забрав остатки еды с собой. Собаки, однако, до сих пор ходят в поисках еды вечером, чтобы поужинать, и утром, чтобы позавтракать. Такова пятая древняя брахманская практика, которую ныне можно увидеть среди собак, но не среди брахманов. Таковы, монахи, пять древних брахманских практик, которые ныне можно увидеть среди собак, но не среди брахманов. Дона-сутта, Дона. АН 5-192. И тогда брахман Дона подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом сказал благословенному, я слышал так, мастер Гатама, отшельник Гатама не выражает почтения тем брахманам, которые старые, пожилые, отягощены годами, много прожившие, чьи дни подходят к концу. Он не встает перед ними и не предлагает им сидения. И это действительно правда, что мастер Гатама не выражает почтения тем брахманам, которые старые, пожилые, отягощены годами, много прожившие, чьи дни подходят к концу, не встает перед ними и не предлагает им сидения. Не подобает так делать, мастер Гатама? Дона, ты тоже утверждаешь, что ты брахман? Мастер Гатама, если кто-либо мог бы правдиво сказать о ком-либо, он хорошо рожденный брахман с обеих сторон, как с материнской, так и с отцовской. У него чистейшая родословная, неопровержимая и безупречная в отношении происхождения до седьмого колена по отцовской линии. Он тот, кто декламирует и сохраняет гимны, знаток трех вец с их словарями, ритуалами, фонологией, этимологией, как пяты, историями. Он имел и в филологии и грамматике, прекрасно сведущий в натур философии и знаках великого человека, то именно обо мне кто-либо мог бы сказать так. Ведь я, мастер Гатама, хорошо рожденный брахман с обеих сторон, сведущий в натур философии и знаках великого человека. Дона, древние брахманские провидцы, Адхака, Вамака, Вамадева, Виссамита, Яматаги, Ангираса, Пхарадваджи, Васетха, Касапа и Пхагу, были создателями гимнов, сочинителями гимнов, именно их древние гимны, которые прежде распевались, декламировались, составлялись, нынешние брахманы распевают и декламируют до сих пор, повторяя сказанные, декламируя продекламированные, обучая наученному. Те древние провидцы описывали пять видов брахманов, схожего с брахмой, схожего с древом, того, кто остается внутри границы, того, кто пересек границу, чиндалу брахмана. К какому из них относишься ты, Дона? Мы не знаем об этих пяти видах брахманов, мастер Гатама. Все, что мы знаем, это слово брахманы. Пусть мастер Гатама научит меня Дхамме так, чтобы я узнал об этих пяти видах брахманов. В таком случае, брахман, слушай внимательно. Я буду говорить. Хорошо, почтенный, ответил брахман Дона. Благословенный сказал, один, и каким образом, Дона, брахман схож с брахмой? Вот брахман хорошо рожден с обеих сторон, как с материнской, так и с отцовской. У него чистейшая родословная, неопровержимая и безупречная в отношении происхождения до седьмого колена по отцовской линии. Он живет святой жизнью детственного целомудря, один, в сорок восемь лет, изучая гимны. Затем он ищет для своего учителя учительское вознаграждение, притом исключительно в соответствии с Дхаммой, а не вопреки Дхамме. Дона, и что является Дхаммой в этом случае? Он ищет эти средства ни сельским хозяйством, ни торговлей, ни скотоводством, ни стрельбой из лука, ни услужением царю, ни каким-либо ремеслом, но исключительно скитанием в поисках подаяний, без презрения к чаши для сбора подаяний. Сделав подношение вознаграждения своему учителю, он сбривает волосы и бороду, надевает желтые одежды, и оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Когда он ушел жить бездомной жизнью, он пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным доброжелательностью, – равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным состраданием, умом, насыщенным сорадованием, умом, насыщенным невозмутимостью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, насыщенным невозмутимостью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Развеев эти четыре божественных обители, два, с распадом тела, после смерти, он перерождается в благому деле, в мире Брахм. Вот каким образом Брахман схож с Брахмой. Два, и каким образом, Дона, Брахман схож с Дэвом? Вот Брахман хорошо рожден с обеих сторон, как с материнской, так и с отцовской. У него чистейшая родословная, неопровержимая и безупречная в отношении происхождения до седьмого колена по отцовской линии. Он живет святой жизнью действенного целомудрия сорок восемь лет, изучая гимны. Затем он ищет для своего учителя учительское вознаграждение, притом исключительно в соответствии с Дхаммой, а не вопреки Дхамме. Дона, и что является Дхаммой в этом случае? Он ищет эти средства не сельским хозяйством, не торговлей, не скотоводством, не стрельбой из лука, не услужением царю, не каким либо ремеслом, но исключительно скитанием в поисках подаяний, без презрения к чаши для сбора подаяний. Сделав подношение вознаграждения своему учителю, он ищет жену исключительно в соответствии с Дхаммой, а не вопреки Дхамме. Дона, и что является Дхаммой в этом случае? Не покупая, не продавая, он берет только ту брахманку, которую отдали ему через поливание водой. Он совокупляется только с брахманкой, но не с женщиной из варных хатиев, сутт, вес, или чандал, как и не с женщиной из семьи охотников, работников по бамбуку, изготовителей колесниц, или собирателей цветов. Он не совокупляется ни с беременной женщиной, ни с кормящей женщиной, ни с женщиной в ненадлежащего периода. И почему, Дона, брахман не совокупляется с беременной женщиной? Потому что если он станет совокупляться с беременной женщиной, то маленький мальчик или девочка родится в чрезмерных нечистотах. Поэтому он не совокупляется с беременной женщиной. И почему он не совокупляется с кормящей женщиной? Потому что если он станет совокупляться с кормящей женщиной, маленький мальчик или девочка будет питаться нечистым веществом. Поэтому он не совокупляется с кормящей женщиной. И почему он не совокупляется с женщиной в ненадлежащего периода? Потому что его жена Абрахманка служит ему не ради чувственных удовольствий, развлечения, чувственного наслаждения, но только для произведения потомства. После сойти он сбривает волосы и бороду, надевает желтые одежды, и оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Когда он ушел жить бездомной жизнью, то, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, он входит и пребывает в первой, второй, третьей, четвертой джхане. 3. Развиивайте четыре джханы, с распадом тела, после смерти, он перерождается в благом уделе, в небесном мире. Вот каким образом Брахман схож с Девом. 3. И каким образом, Дона, Брахман является тем, кто остается внутри границы? Вот Брахман хорошо рожден с обеих сторон, как с материнской, так и с отцовской. У него чистейшая родословная, неопровержимая и безупречная в отношении происхождения до седьмого колена по отцовской линии. Он живет святой жизнью детственного целомудрия 48 лет. 4. Потому что его жена Брахманка служит ему не ради чувственных удовольствий, развлечения, чувственного наслаждения, но только для произведения потомства. После соития, из-за привязанности к своим сыновьям он остается со своим имуществом, не оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Он остается на границ древних брахманов, но не переступает ее. Поскольку он остается на границ древних брахманов, но не переступает ее, он зовется Брахманом, который остается внутри границы. Вот каким образом Брахман является тем, кто остается внутри границы. 4. И каким образом, Дона, Брахман является тем, кто пересек границу? Вот Брахман хорошо рожден с обеих сторон. 5. Сделав подношение вознаграждения своему учителю, он ищет жену как в соответствии с Дхаммой, так и вопреки Дхамме. Он берет жену, покупая и продавая, а также эту брахманку, которую отдали ему через поливание водой. Он совокупляется с женщиной из Варнакхатиев, Судд, Вес, или Чандал, или с женщиной из семьи охотников, работников по бамбуку, изготовителей колесниц, или собирателей цветов. Он совокупляется с беременной женщиной, с кормящей женщиной, с женщиной в ненадлежащего периода. Его жена брахманка служит ему ради чувственных удовольствий, развлечения, чувственного наслаждения, а также для произведения потомства. Он не остается на границ древних брахманов, но переступает ее. Поскольку он переступает границу древних брахманов, он зовется брахманом, который пересек границу. Вот каким образом брахман является тем, кто пересек границу. 5. И каким образом, Дона, Брахман является чендалой Брахмана? Вот Брахман хорошо рожден с обеих сторон, как с материнской, так и с отцовской. У него чистейшая родословная, неопровержимая и безупречная в отношении происхождения до седьмого колена по отцовской линии. Он живет святой жизнью детственного целомудрия сорок восемь лет, изучая гимны. Затем он ищет для своего учителя учительское вознаграждение, как в соответствии с Дхаммой, так и вопреки Дхамме, сельским хозяйством, торговлей, скотоводством, стрельбой из лука, услужением царю, каким-либо ремеслом, а не только скитанием в поисках подаяний и без презрения к чаше для сбора подаяний. Сделав подношение вознаграждения своему учителю, он ищет жену как в соответствии с Дхаммой, так и вопреки Дхамме. Он берет жену, покупая и продавая, а также эту Брахманку, которую отдали ему через поливание водой. Он совокупляется с женщиной из Варнакхатиев, Судд, Вес, или Чандал, или с женщиной из семьи охотников, работников по бамбуку, изготовителей колесниц, или собирателей цветов. Он совокупляется с беременной женщиной, с кормящей женщиной, с женщиной в ненадлежащего периода. Его жена Брахманка служит ему ради чувственных удовольствий, развлечения, чувственного наслаждения, а также для произведения потомства. Он зарабатывает на жизнь всеми видами работ. Брахманы говорят ему, но почему, почтенный, заявляя о себе как о Брахмане, ты зарабатываешь на жизнь всеми видами работ? Он отвечает им, точно так же, как огонь сжигает чистые вещи и нечистые вещи, но, все же, не остается запачканным ими. Точно так же, почтенный, если Брахман зарабатывает на жизнь любыми видами работ, он этим не загрязняется. Поскольку он зарабатывает на жизнь любыми видами работ, этот Брахман зовется Чандалой Брахмана. Вот каким образом Брахман является Чандалой Брахмана. Дона, древние брахманские провидцы – Адхака, Вамака, Вамадева, Виссамита, Яматадгия, Ангираса, Пхарадваджи, Васетха, Касапа и Бхагу – были создателями гимнов, сочинителями гимнов. Именно их древние гимны, которые прежде распевались, декламировались, составлялись, нынешние брахманы распевают и декламируют до сих пор, повторяя сказанные, декламируя продекламированные, обучая наученному. Те древние провидцы описывали пять видов брахманов, схожего с Брахмой, схожего с Дэвом, того, кто остается внутри границы, того, кто пересек границу, Чиндалу Брахмана. К какому из них относишься ты, Дона? Если дело обстоит так, мастер Гатама, то я не дотягиваю даже до Чиндалу Брахмана. Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, вероятно, речь идет о Дественнике, соблюдающем тело мудрии. Два, Чаттара Брахмавиха Репхаветва. Это одно из немногих мест в Никаях, где эти четыре медитации обозначаются термином Брахмавихара. Во всех суттах, где оно встречается, оно предшествует перерождению практикующего в мирах Брахм. Три, формулировки джхан раскрываются по стандартной схеме, как, например, в АН 9.32. Четыре, точно так же, как в предыдущем пункте. Пять, так же, как выше. Сангарава сутта, Сангарава. АН 5.193. Сутта идентична Сан 46.55. За исключением того, что в конце этой сутты отсутствует несколько строк о семи факторах просветления, но сразу идет желание Сангаравы стать мирским последователем. Каранапали сутта, Каранапали. АН 5.194. Однажды благословенный пребывал в Висали в зале со строконечной крыши в Великом лесу. И тогда Брахман Каранапали выполнял некую работу для Личхави. Брахман Каранапали издали увидел идущего Брахмана Пингияни, один, и сказал ему, откуда держит путь мастер Пингияни средь бела дня? Я иду, почтенный, от отшельника Готамы. Что вы можете сказать об уровне мудрости отшельника Готамы? Считаете ли вы его мудрым? Кто я такой, почтенный, чтобы знать об уровне мудрости отшельника Готамы? Вне сомнений, только такой, как он, может знать о его уровне мудрости. Воистину, вы восхваляете отшельника Готаму высочайшей похвалой. Кто я такой, «Почтенный, чтобы я мог восхвалять отшельника Готаму? Ведь восхваляемый теми, кто сам восхваляем другими, мастер Готама является наилучшим среди богов и людей. Мастер Пингияни, на каких основаниях вы утверждаете такую полную уверенность в отшельнике Готаме? Один, подобно тому как человек, который нашел удовлетворение в лучшем из вкусов, более не желает попробовать худших вкусов, то точно так же, почтенный, какой бы Дхаму человек не услышал от мастера Готамы, лекций, стихов и прозы, описаний, чудесных случаев, два, он более не жаждет доктрин обычных жрецов и отшельников, два, подобно тому как человек, угнетенный голодом и слабостью, получил бы медовый торт и наслаждался бы сладким и восхитительным вкусом, где бы он его не ел, то точно так же, почтенный, какой бы Дхаму человек не услышал от мастера Готамы, он обретет удовлетворенность и спокойствие ума, три, подобно тому как человек, который подошел к куску сандалового дерева, либо желтого сандалового дерева, либо красного сандалового дерева, будет наслаждаться чистым и благоухавным ароматом где бы он не понюхал его, в нижней части, в средней части, или в верхней части, то точно, почтенный, какой бы Дхаму человек не услышал от мастера Готамы, он обретет хорошее настроение и радость. Четыре, подобно тому как умелый врач мог бы мгновенно исцелить того, кто нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, то точно так же, почтенный, какой бы Дхаму человек не услышал от мастера Готамы, то, когда он услышал ее, его печаль, стенание, боль, уныние и отчаяние исчезают. 5. Подобно тому как если был бы восхитительный пруд с приятными берегами, с чистой, приятной, прохладной, прозрачной водой, и человек, истощенный и угнетенный жарой, изнуренный, жаждущий пить, высохший, вошел бы в пруд, искупался бы и напился, и тогда весь его недуг, изнуренность, лихорадочные горения отступили бы. 6. Точно так же, какой бы Дхаму человек не услышал от мастера Готамы, лекций, стихов и прозы, описаний, чудесных случаев, когда он услышал ее, весь его недуг, изнуренность, лихорадочные горения отступают. Когда так было сказано, Брахман Каранапали поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, встал на правое колено, и почтительно поприветствовал благословенного, произнеся три раза эти вдохновенные слова, слава благословенному, Араханту, полностью просветленному. Слава благословенному, Араханту, полностью просветленному. Слава благословенному, Араханту, полностью просветленному. Великолепно, мастер Пингияне. Великолепно, мастер Пингияне. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий мог увидеть, точно так же мастер Пенгияни различными способами прояснил Дхамму. Мастер Пенгияни, я принимаю прибежище в мастере Гатами, в Дхамме, и в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Пенгияни считает меня мирским последователем, который принял прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, комментарий поясняет, что Пенгияни был невозвращающимся и ежедневно навещал Будду, чтобы преподнести ему цветы и благовония. Два, не безинтересно, что он упоминает только о четырех классификациях Дхаммы, а не о девяти, встречающихся в других суттах. Возможно, он знал только эти, или же, возможно, остальные классификации появились позже. Пенгияни сутта, Пенгияни АН 5195 Однажды Благословенный пребывал в Весале в зале со строконечной крыши в Великом лесу. И тогда пятьсот личхави навещали Благословенного. Некоторые личхави были голубыми, голубыми своим обликом, одетыми в голубое, носящими голубые украшения. Некоторые личхави были желтыми, желтыми своим обликом, одетыми в желтые, носящими желтые украшения. Некоторые личхави были красными, красными своим обликом, одетыми в красные, носящими красные украшения. Некоторые личхави были белыми, белыми своим обликом, одетыми в белые, носящими белые украшения. И, все же, Благословенный превосходил их всех в своей красоте и великолепии. И тогда Брахман Пенгияни поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо и, почтительно поприветствовав благословенного, сказал, вдохновение снизошло на меня, благословенный. Вдохновение снизошло на меня, счастливый. В таком случае, выразя свое вдохновение, Пингияни, сказал благословенный. И тогда в присутствии благословенного Брахман Пингияни восхвалил его подобающими строфами, словно пахучий красный лотос коконада, что утром раскрывается в своем благоухании, таков Ангераса, тот кто лучезарен, он точно солнце, в небе что сияет. Один. И тогда те Личхави подарили Брахману Пингияни пятьсот верхних одеяний. Брахман Пингияни подарил те пятьсот верхних одеяний благословенному. Тогда благословенный сказал тем Личхави, Личхави, появление пяти сокровищ редко случается в мире. Каких пяти? Один, чтобы появился Татхагата, Арахант, полностью просветленный, это является редкостью в мире. Два, чтобы появился человек, который учит Тхамме Винае, что были провозглашены Татхагатой, это является редкостью в мире. Три, чтобы появился человек, которого научили Тхамме Винае, что были провозглашены Татхагатой, и который понял Тхамму и Винаю, это является редкостью в мире. Четыре, чтобы появился человек, которого научили Татхамме Винае, что были провозглашены Татхагатой, и который понял Тхамму и Винаю, и который практикуют в соответствии с Тхаммой, это является редкостью в мире. 5. Благодарный и признательный человек является редкостью в мире. Личхаве, появление этих пяти сокровищ редко случается в мире. 2. 1. Та же строфа содержится в СН 3.12. По заметке Малаласекары, ведическая традиция приписывает клан Гатамы к племени Янгераса. 2. Как в АН 5.143. Махасупина сутта, Великие сны. АН 5.196. Благословенный сказал, монахи, до его просветления, когда он все еще был не полностью просветленным Бодхисаттой, пять великих снов приснились Татхагате, Араханту, полностью просветленному. Какие пять? 1. До его просветления, когда он все еще был не полностью просветленным Бодхисаттой, Татхагате, Араханту, полностью просветленному приснилось, что эта великая земля была островом его кровати, Гималая, царь всех гор, были его подушкой, его левая рука покоилась на Восточном море, его правая рука покоилась на Западном море, обе его ноги покоились на Южном море. Это был первый великий сон, приснившийся Татхагати, Араханту, полностью просветленному, когда он все еще был не полностью просветленным Бодхисаттой. Далее. Татхагати, Араханту, полностью просветленному приснилось, что трава, называемая тирией, выросла из его пупка до самых небес. Это был второй великий сон. Три. Далее. Татхагати, Араханту, полностью просветленному приснилось, что белые черви с черными головками наползли со ступней до колена по крыльях. Это был третий великий сон. Четыре. Далее. Татхагати, Араханту, полностью просветленному приснилось, что четыре птицы, каждая своего цвета, прилетели с четырех сторон света, упали возле его ступней, и стали белыми. Это был четвертый великий сон. Пять. Далее. До его просветления, когда он все еще был не полностью просветлённым Бодхисаттой, Тадхагате, Араханту, полностью просветлённому приснилось, что он взобрался на огромную навозную кучу, не запачкавшись ею. Это был пятый великий сон, приснившись о Тадхагате, Араханту, полностью просветлённому, когда он всё ещё был не полностью просветлённым Бодхисаттой. Монахи, когда Тадхагате, Араханту, полностью просветлённому, когда он всё ещё был не полностью просветлённым Бодхисаттой, приснилось, что эта великая земля была островом его кровати, Гималайя, царь всех гор, были его подушкой, его левая рука покоилась на Восточном море, его правая рука покоилась на Западном море, обе его ноги покоились на Южном море, то это было предзнаменованием того, что он пробудится в непревзойденной, совершенной просветлении. Этот первый великий сон приснился ему как знамение того, что его пробуждение неизбежно. Когда Татхагати, приснилось, что трава, называемая тирией, выросла из его пупка до самых небес, то это было предзнаменованием того, что он пробудится в благородный восьмеричный путь и хорошо провозгласит его среди богов и людей. Этот второй великий сон приснился ему как знамение того, что его пробуждение неизбежно. Когда Татхагати, приснилось, что белые черви с черными головками наползли со ступней до колен и покрыли их, то это было предзнаменованием того, что множество одетых белых домохозяев на всю жизнь примут прибежище в Татхагати. Этот третий великий сон приснился ему как знамение того, что его пробуждение неизбежно. Когда Татхагате приснилось, что четыре птицы, каждая своего цвета, прилетели с четырех сторон света, упали возле его ступней и стали белыми, то это было предзнаменованием того, что члены четырех варн, кхаттия, брахманы, весы, суды, покинут жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной в Тхамме и Винае, что были провозглашены Татхагатой, и реализуют непревзойденное освобождение. Этот четвертый великий сон приснился ему как знамение того, что его пробуждение неизбежно. Монахе, когда Татхагате, Араханту, полностью просветленному, когда он все еще был не полностью просветленным Бодхисаттой, приснилось, что он взобрался на огромную навозную кучу, не запачкавшись ею, то это было предзнаменованием того, что он будет получать одеяния, иду с подаяний, жилища, лекарства и обеспечения для больных, и он будет использовать их не будучи привязанным к ним, не будучи очарованным ими. Не будучи слепо поглощенным в них, видя опасность и понимая спасение. Этот пятый великий сон приснился ему как знамение того, что его пробуждение неизбежно. Таковы, монахе, пять великих снов, что приснились Татхагате, Араханту, полностью просветленному, когда он все еще был не полностью просветленным Бодхисаттой. Васса сутта, дождь. АН 5.197. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять помех для дождя, о которых не знают предсказатели погоды, ведь до туда не простирается их взор. Какие пять? 1. Монахи, элемент тепла в верхних областях неба становится возбужденным. Из-за этого возникшие облака рассеиваются. Такова первая помеха для дождя, о которой не знают предсказатели погоды, ведь до туда не простирается их взор. 2. Далее, элемент воздуха в верхних областях неба становится возбужденным. Из-за этого возникшие облака рассеиваются. Такова вторая помеха для дождя, о которой не знают предсказатели погоды, ведь дотуда не простирается их взор. Три, далее, царь Асурафраху забирает воду своей рукой и сбрасывает ее в океан. Такова третья помеха для дождя, о которой не знают предсказатели погоды, ведь дотуда не простирается их взор. Четыре, далее, дэвы облаков, один, становятся беспечными. Такова четвертая помеха для дождя, о которой не знают предсказатели погоды, ведь дотуда не простирается их взор. 5. Далее, люди становятся неправедными. Такова пятая помеха для дождя, о которой не знают предсказатели погоды, ведь дотуда не простирается их взор. Таковы пять помех для дождя, о которых не знают предсказатели погоды, ведь дотуда не простирается их взор. 1. Смотри. СН-32. Вача-сутта, речь. АН 5.198. Благословенный сказал, монахи, обладающие пятью факторами речь произнесена хорошо, а не плохо. Она безупречна и не подлежит порицанию мудрыми. Какими пятью? Один, она произнесена в надлежащее время. Два, то, что сказано, является правдой. Три, то, что сказано, произнесено мягко. Четыре, то, что сказано, является полезным. Пять, то, что сказано, произнесено с доброжелательным умом. Обладающая этими пятью факторами речь произнесена хорошо, а не плохо. Она безупречна и не подлежит порицанию мудрыми. Кула сутта, семьи. АН 5.199. Благословенный сказал, монахи, каждый раз, когда нравственные монашествующие, один, приходят в дом, люди порождают огромную заслугу на пяти основаниях. Каких пяти? Один, когда люди видят в своем доме нравственных монашествующих, они утверждают свои сердца в доверии к ним, и в этом случае, семья практикует путь, ведущий в небесные миры. Два, когда люди встают, кланяются, предлагают сидение нравственным монашествующим, пришедшим к ним в дом, то в этом случае семья практикует путь, ведущий к рождению во влиятельных семьях. Три, когда люди устраняют пятно скупости по отношению к нравственным монашествующим, которые приходят к ним в дом, то в этом случае семья практикует путь, ведущий к большому влиянию. Четыре, когда люди посредством делятся тем, что у них есть, с нравственными монашествующими, то в этом случае семья практикует путь, ведущий к большому богатству. 5. Когда люди задают вопросы нравственным монашествующим, пришедшим к ним в дом, то в этом случае семья практикует путь, ведущий к великой мудрости. Монахи, каждый раз, когда нравственные монашествующие приходят в дом, люди порождают огромную заслугу на этих пяти основаниях. 1. В оригинале напали, под баджита. Обычно я перевожу этот термин как тот, кто ушел в бездомную жизнь, но иногда как монашествующий. Не саранья сутта, спасение. АН 5.200. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять элементов спасения. Какие пять? 1. Вот, когда монах обращает внимание на чувственные удовольствия, его ум не устремляется к этому, не становится успокоенным ими, утвержденным и сфокусированным на них. Но когда он обращает внимание на отречение, его ум устремляется к этому, становится успокоенным им, утвержденным и сфокусированным на нем. Его ум является хорошо отступившим, хорошо развитым, хорошо взошедшим, хорошо освобожденным, хорошо отсоединенным о чувственных удовольствиях. И он свободен от этих беспокоящих и тревожащих пятен, что возникают, имея своим условием чувственные удовольствия. Он не чувствует этого вида чувства. Вот, что объявлено спасением от чувственных удовольствий. 2. Далее, когда монах обращает внимание на недоброжелательность, его ум не устремляется к этому, не становится успокоенным ею, утвержденным и сфокусированным на ней. Но когда он обращает внимание на доброжелательность, его ум устремляется к этому, становится успокоенным ею, утвержденным и сфокусированным на ней. Его ум является хорошо отступившим, хорошо развитым, хорошо взошедшим, хорошо освобожденным, хорошо отсоединенным от недоброжелательности. И он свободен от этих беспокоящих и тревожащих пятен, что возникают, имея своим условием недоброжелательность. Он не чувствует этого вида чувства. Вот что объявлено спасением от недоброжелательности. 3. Далее, когда монах обращает внимание на причинение вреда, его ум не устремляется к этому, не становится успокоенным им, утвержденным и сфокусированным на нем. Но когда он обращает внимание на непричинение вреда, его ум устремляется к этому, становится успокоенным им, утвержденным и сфокусированным на нем. Его ум является хорошо отступившим, хорошо развитым, хорошо взошедшим, хорошо освобожденным, хорошо отсоединенным от причинения вреда. И он свободен от этих беспокоящих и тревожащих пятен, что возникают, имея своим условием причинение вреда. Он не чувствует этого вида чувства. Вот что объявлено спасением от причинения вреда. 4. Далее, когда монах обращает внимание на форму. Его ум не устремляется к этому, не становится успокоенным ею, утвержденным и сфокусированным на ней. Но когда он обращает внимание на бесформенность, его ум устремляется к этому, становится успокоенным ею, утвержденным и сфокусированным на ней. Его ум является хорошо отступившим, хорошо развитым, хорошо взошедшим, хорошо освобожденным, хорошо отсоединенным от формы. И он свободен от этих беспокоящих и тревожащих пятен, что возникают, имея своим условием форму. Он не чувствует этого вида чувства. Вот что объявлено спасением от формы. 5. Далее, когда монах обращает внимание на личностное существование, его ум не устремляется к этому, не становится успокоенным им, утвержденным и сфокусированным на нем. Но когда он обращает внимание на прекращение личностного существования, его ум устремляется к этому, становится успокоенным им, утвержденным и сфокусированным на нем. Его ум является хорошо отступившим, хорошо развитым, хорошо взошедшим, хорошо освобожденным, хорошо отсоединенным от личностного существования. И он свободен от этих беспокоящих и тревожащих пятен, что возникают, имея своим условием личностное существование. Он не чувствует этого вида чувства. Вот что объявлено спасением от личностного существования. Наслаждение чувственными удовольствиями не залегает в нем. Наслаждение недоброжелательностью не залегает в нем. Наслаждение причинением вреда не залегает в нем. Наслаждение формой не залегает в нем. Наслаждение личностным существованием не залегает в нем. 1. Поскольку он не имеет скрытых склонностей к наслаждению чувственными удовольствиями, наслаждению недоброжелательностью, наслаждению причинением вреда, наслаждением формой, и наслаждением личностным существованием, он зовется монахом, который лишен скрытых склонностей. Он отрезал жажду, сбросил оковы, полностью пробившись сквозь самомнение, положил конец страданиям. Таковы, монахи, пять элементов спасения. 1. Примечание переводчика С.В. Небезинтересно отметить, что, согласно сутам, эти три вещи, устремление, санкапа, к чувственным удовольствиям, недоброжелательное устремление, устремление причинять вред, полностью прекращаются в первой джхане. 3. Три противоположных им благих устремления полностью прекращаются во второй джхане. Форма прекращается при достижении мира без форм, восприятие форм прекращается при достижении четырех бесформенных сфер, соответствующих миру без форм. Прекращение личностного существования достигается при выходе даже за пределы мира без форм, вершины сансары, то есть при достижении окончательной небыбаны. Таким образом, этапы, описанные в этой суте, можно рассматривать как последовательные прекращения. Смотри также С.Н. 36.11, где описывается поэтапное прекращение формации. Кинбила сутта, Кинбила. А.Н. 5.201. Однажды Благословенный пребывал в Кинбиле в Никуловой роще. И тогда Достопочтенный Кинбила отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, «Учитель, в чем условие и причина того, что благая Дхама не продлится долго после того, как Татхагата достигнет окончательной небыбаны?» Вот, Кинбила, после того, как Татхагата достиг окончательной небыбаны, монахи, монахини, миряне, и мирянки пребывают без уважения и почтения, 1. к Учителю, 2. к Дхаме, 3. к Сандхе, 4. к практике, 5. друг к другу. 1. В этом условии причина того, что благая Дхама не продлится долго после того, как Татхагата достигнет окончательной небыбаны. Учитель, в чем условие и причина того, что благая Дхама продлится долго после того, как Татхагата достигнет окончательной небыбаны? Вот, Кинбила, после того, как Татхагата достиг окончательной небыбаны, монахи, монахини, миряне, и мирянки пребывают с уважением и почтением к Учителю, друг к другу. В этом условии причина того, что благая Дхама продлится долго после того, как Татхагата достигнет окончательной небыбаны. 1. смотри также АН 7.59. Дхамма Савана сутта, слушание Дхаммы. АН 5.202. Благословенный сказал, монахи, в слушании Дхаммы есть эти пять полезностей. Какие пять? 1. Человек слышит то, чего прежде не слышал. 2. Человек проясняет то, что уже слышал. 3. Человек одолевает затруднение. 4. Человек выпрямляет свое воззрение. 5. Ум человека становится успокоенным. Таковы пять полезностей слушания Дхаммы. Аджанио сутта, чистокровный скакун. АН 5.203. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью факторами, царский превосходный чистокровный скакун достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Какими пятью? 1. Честностью, 2. Скоростью, 3. Мягкостью, 4. Терпением, 5. Кротостью. Обладая этими пятью факторами, царский превосходный чистокровный скакун достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Точно так же, обладая пятью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими пятью? Честностью, кротостью. Обладая этими пятью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Бала сутта, силы. АН 5.204. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять сил. Какие пять? 1. Сила веры. 2. Сила стыда. 3. Сила боязни совершить проступок. 4. Сила усердия. 5. Сила мудрости. Таковы пять сил. Читакхила сутта, умственное бесплодие. АН 5.205. Сутта идентична АН 9.71, но здесь говорится только о пяти видах умственного бесплодия, но не упоминаются четыре основы осознанности. Виннибандха сутта, подневольность. АН 5.206. Сутта идентична АН 9.72, но здесь говорится только о пяти видах подневольности ума, но не упоминаются четыре основы осознанности. Игусута, рисовая каша АН 5 207 Благословенный сказал, монахи, есть эти пять полезностей рисовой каша Какие пять? Она, один, утоляет голод, два, рассеивает жажду, три, успокаивает телесные ветры, четыре, вычищает мочевой пузырь, пять, способствует перевариванию остатков непереваренной пищи Таковы пять полезностей рисовой каша Дантакаттха сутта, чистка зубов АН 5 208 Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей в отсутствии чистки зубов Один, какие пять? Один, это плохо для глаз Два, дыхание становится зловонным Три, вкусовые рецепторы не очищаются Четыре, еду покрывают желчь и слизь Пять, еда не усваивается Монахи, таковы пять полезностей чистки зубов Какие пять? Это полезно для глаз Дыхание не становится зловонным Вкусовые рецепторы очищаются Еду не покрывают желчь и слизь Еда усваивается Таковы пять полезностей чистки зубов Один, дословно, в том, если не жевать зубное дерево Во времена Будды люди чистили зубы, начищая их палочками лекарственных деревьев, таких как Нием Палочка была острой с одного конца и расщеплена, сделана в виде щетки, с другого конца Подобные до сих пор практикуются в сельской местности в Индии, а также в некоторых монастырях Южной Азии Гитас Сара Сутта Распев АН 5 209 Благословенный сказал Монахи, есть эти пять опасностей декламации Дхамы с затяжным песенным распевом Какие пять? Один, человек очаровывается собственным распевом Два, другие очаровываются его распевом Три, домохозяева жалуются, как поем мы, так поют не те отшельники, что следуют за сыном Сакиев Четыре, у того, кто хочет сделать распев более изящным, нарушается сосредоточение Пять, следующее поколение монахов следует его примеру Таковы пять опасностей декламации Дхамы с затяжным песенным распевом Мудхасати сутта, с замутненным умом АН 5 210 Благословенный сказал Монахи, есть эти пять опасностей для того, кто засыпает с замутненным умом, не имея бдительности Какие пять? Один, он плохо спит Два, он просыпается разбитым Три, ему снятся плохие сны Четыре, божества не защищают его Пять, его семя извергается Таковы пять опасностей для того, кто засыпает с замутненным умом, не имея бдительности Монахи, таковы пять видов пользы для того, кто засыпает осознанным и бдительным Какие пять? Он хорошо спит Он просыпается счастливым Ему не снятся плохие сны Божества защищают его Его семя не извергается Таковы пять видов пользы для того, кто засыпает осознанным и бдительным Аккасака сутта, тот, кто оскорбляет АН 5.211 Благословенный сказал Монахи, когда монах является тем, кто оскорбляет и унижает своих товарищей и монахов Тем, кто осыпает бранью благородных То в отношении него можно ожидать пяти опасностей Каких пяти? Один, он либо совершает параджику и отрезает себя от выхода Один, либо, два, совершает некий порочный проступок Два, или, три, приобретает серьезную болезнь Четыре, он умирает со спутанным умом Пять, после распада тела После смерти, он перерождается в состоянии лишений В неблагом уделе, в нижних мирах, в аду Когда монах является тем, кто оскорбляет и унижает своих товарищей и монахов Тем, кто осыпает бранью благородных То в отношении него можно ожидать этих пяти опасностей Один, комментарий поясняет, что он отрезает себя от выхода Монаха, выводящего за пределы мира Но, возможно, речь идет о том, что, поскольку он совершил параджику У него нет более возможности сохранить свой статус монаха Два, обычно речь идет о нарушениях параджики или сынгхадисисы Поскольку параджика уже была упомянута То, очевидно, речь идет о сынгхадисисе В Хандынакаараке сутта, споры АН 5.212 Благословенный сказал, монахи, когда монах является зачинщиком Споров, ссор, диспутов, дисциплинарных случаев в Санхе То в отношении него можно ожидать пяти опасностей Каких пяти? Один, он не достигает того, чего еще не достиг Два, он не спадает от того, чего достиг Три, о нем идет плохая молва Четыре, он умирает со спутанным умом Или, пять, с распадом тела После смерти, он перерождается в состоянии лишений В плохом уделе, в нижних мирах, в аду Когда монах является зачинщиком споров, ссор, диспутов, дисциплинарных случаев в Санхе То в отношении него можно ожидать этих пяти опасностей Сила сутта, нравственное поведение АН 5.213 Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей у безнравственного человека Из-за изъянов в своем нравственном поведении Какие пять? Один, безнравственный человек, который неполноценен в нравственном поведении Теряет много богатства из-за беспечности Такова первая опасность у безнравственного человека Из-за изъянов в своем нравственном поведении Два, далее, плохая молва идет о безнравственном человеке Который неполноценен в нравственном поведении Такова вторая опасность Три, далее, к какому бы собранию не подходил безнравственный человек Который неполноценен в нравственном поведении к хатьям, брахманам, домохозяевам или отшельникам, он подходит к нему застенчивым и смущенным. Такова третья опасность. 4. Далее, безнравственный человек, который неполноценен в нравственном поведении, умирает со спутанным умом. Такова четвертая опасность. 5. Далее, после распада тела, после смерти, безнравственный человек, который неполноценен в нравственном поведении, перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Такова пятая опасность у безнравственного человека из-за изъянов в своем нравственном поведении. Таковы пять опасностей у безнравственного человека из-за изъянов в своем нравственном поведении. Монахи, таковы пять видов благ у нравственного человека из-за совершенства в своем нравственном поведении. Какие пять? Нравственный человек, совершенный в нравственном поведении, накапливает большое богатство из-за прилежания. Таково первое благо. Далее, нравственный человек, совершенный в нравственном поведении, обретает хорошую репутацию. Таково второе благо. Далее, к какому бы собранию ни подходил нравственный человек, совершенный в нравственном поведении, к хатьям, брахманам, домохозяевам, или отшельникам, он подходит к нему собранным и уверенным. Таково третье благо. Далее, нравственный человек, совершенный в нравственном поведении, умирает не со спутанным умом. Таково четвертое благо. Далее, после распада тела, после смерти, нравственный человек, совершенный в нравственном поведении, перерождается в благом уделе, в небесном мире. Таково пятое благо у нравственного человека из-за совершенства в своем нравственном поведении. Таковы пять видов благ у нравственного человека из-за совершенства в своем нравственном поведении. Бахубханий сутта, много говорит. АН 5.214. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей у того, того, кто много говорит. Какие пять? Один, он говорит неправду. Два, своими речами он сеет распря. Три, он говорит грубо. Четыре, он пустословит. Пять, с распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Таковы пять опасностей у того, кто много говорит. Монахи, есть эти пять видов благ у того, кто говорит рассудительно. Какие пять? Он не говорит неправды. Своими речами он не сеет распря. Он не говорит грубо. Он не пустословит. После распада тела, после смерти, он перерождается в благом уделе, в небесном мире. Таковы пять благ у того, кто говорит рассудительно. Патхама Акханти сутта, нетерпение 1. АН 5.215. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей в нетерпении. Какие пять? Один, человек немил и неприятен многим людям. Два, у него обширная вражда. Один. Три, у него множество недостатков. Четыре, он умирает со спутанным умом. Пять, после распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Таковы пять опасностей в нетерпении. Монахи, есть эти пять полезностей терпения. Какие пять? Человек мил и приятен многим людям. У него нет обширной вражды. У него нет множества недостатков. Он не умирает со спутанным умом. После распада тела, после смерти, он перерождается в благом уделе, в небесном мире. Таковы пять полезностей терпения. Один, комментарий поясняет, что у него много внешних врагов, среди других людей, а также он и сам подвержен злобе. Дутиякханти сутта, нетерпение 2. АН 5.216. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей в нетерпении. Какие пять? Один, человек немил и неприятен многим людям. Два, он жестокий. Три, он полон сожаления. Четыре, он умирает со спутанным умом. Пять, после распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Таковы пять опасностей в нетерпении. Монахи, есть эти пять полезностей терпения. Какие пять? Человек мил и приятен многим людям. Он не жесток. Он ни о чем не сожалеет. Он не умирает со спутанным умом. После распада тела, после смерти, он перерождается в благом уделе, в небесном мире. Таковы пять полезностей терпения. Патхама-пасадька сутта, не внушает доверия один. АН 5 217. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей в поведении, которые не внушают доверия. Какие пять? Один, человек ленит сам себя. Два, мудрый человек, изучив его, порицает его. Три, он обретает плохую репутацию. Четыре, он умирает со спутанным умом. Пять, после распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Таковы пять опасностей в поведении, которые не внушают доверия. Монахи, есть эти пять благ в поведении, которые внушают доверие. Какие пять? Человек не винит сам себя. Мудрый человек, изучив его, хвалит его. Он обретает хорошую репутацию. Он не умирает со спутанным умом. После распада тела, после смерти, он перерождается в благом уделе, в небесном мире. Таковы пять благ в поведении, которые внушают доверие. Дутия-пасадька сутта, не внушает доверия. АН 5.218. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей в поведении, которые не внушают доверия. Какие пять? Один, те, у кого нет уверенности в Дхаме, не обретают уверенность. Два, те, у кого есть уверенность, начинают думать иначе. Три, учение учителя не исполняется. Четыре, следующее поколение следует примеру такого человека. Пять, его ум не становится успокоенным. Таковы пять опасностей в поведении, которые не внушают доверия. Монахи, есть эти пять благ в поведении, которые внушают доверие. Какие пять? Те, у кого нет уверенности, обретают уверенность в Дхаме. Те, у кого есть уверенность, возрастают в своей уверенности. Учение учителя исполняется. Следующее поколение следует примеру такого человека. Его ум становится успокоенным. Таковы пять благ в поведении, которые внушают доверие. Аггисута, Огонь. АН 5.219. Благословенный сказал, Монахи, есть эти пять опасностей в огне. Какие пять? Один, он не полезен для глаз. Два, он портит облик. Три, он способствует слабости. Четыре, он способствует наслаждению компанией. Пять, он способствует ведению бессмысленных разговоров. Таковы пять опасностей в огне. Матхура сутта, Матхура. АН 5.220. Благословенный сказал, Монахи, есть эти пять опасностей в Матхуре, один. Какие пять? Один, она неровная. Два, она пыльная. Три, в ней обитают свирепые псы. Четыре, в ней обитают дикие духи. Пять, там трудно добыть иду с подаянией. Таковы пять опасностей в Матхуре. Один, столица штата Сурасена в северной части Индии. Находится на берегу реки Ямуны. Позже этот город стал важным центром ранней буддийской школы Муласарвасти воды. В тексте Будда заявляет о своей нелюбви к этому городу, и встает вопрос, может ли эта сутта быть поздней вставкой вебхаджавадинов, ранних тхировадинов, которые хотели очернить столицу соперничающей с ними буддийской школы. Подхама Дикхачарика сутта, длительные путешествия 1. АН 5.221. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей для того, кто пускается в длительные непрерывные путешествия. Какие пять? Один, он не слышит того, чего прежде не слышал. Два, он не проясняет ранее услышанных. Три, он не уверен в той части Дхаммы, которую он услышал. Четыре, он приобретает серьезную болезнь. 5. У него нет друзей. 1. Таковы пять опасностей для того, кто пускается в длительные непрерывные путешествия. Монахи, есть эти пять благ для того, кто путешествует лишь периодически. Какие пять? Он слышит то, чего прежде не слышал. Он проясняет ранее услышанных. Он уверен насчет неких вещей, которые он слышал. Он не приобретает серьезной болезни. У него есть друзья. Таковы пять благ для того, кто путешествует лишь периодически. 1. Смотри. АН 5.146 ДУТИОДИКХАЧАРИКА СУТТА, ДЛИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 2. АН 5.222. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять опасностей для того, кто пускается в длительные непрерывные путешествия. Какие пять? 1. Он не достигает того, чего еще не достиг. 2. Он не спадает от того, чего уже достиг. 3. Он застенчив в отношении тех вещей, которых достиг. 4. Он приобретает серьезную болезнь. 5. У него нет друзей. Таковы пять опасностей для того, кто пускается в длительные непрерывные путешествия. «Монахи, есть эти пять благ для того, кто путешествует лишь периодически. Какие пять?» Он достигает того, чего еще не достиг. Он не ниспадает от того, чего уже достиг. Он уверен в отношении тех вещей, которых достиг. Он не приобретает серьезной болезни. У него есть друзья. Таковы пять благ для того, кто путешествует лишь периодически. Атениваса сутта, в слишком длительное проживание. АН 5.223. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять опасностей в слишком длительном проживании на одном месте. Какие пять?» 1. Монах обретает и накапливает множество вещей. 2. Он обретает и накапливает множество лекарств. 3. Он берется за множество дел и обязанностей, становится сведущим в различных делах, которые требуется исполнять. 4. Он создает близкие связи с домохозяевами и монашествующими неуместным, типичным для мирян, образом. 5. Когда он покидает этот монастырь, он оставляет его, полный беспокойства. Таковы пять опасностей в слишком длительном проживании на одном месте. Монахи, есть эти пять полезностей проживания на одном месте в течение умеренного срока времени. Какие пять? Монах не обретает и не накапливает множество вещей. Он не обретает и не накапливает множество лекарств. Он не берется за множество дел и обязанностей, не становится сведущим в различных делах, которые требуется исполнять. Он не создает близких связей с домохозяевами и монашествующими неуместным, типичным для мирян, образом. Когда он покидает этот монастырь, он оставляет его без беспокойства. Таковы пять полезностей проживания на одном месте в течение умеренного срока времени. Мачхари сутта, скупой. АН 5.224. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей в слишком длительном проживании на одном месте. Какие пять? Один, монах становится скупым в отношении жилищ, два, скупым в отношении семей, три, скупым в отношении обретений, четыре, скупым в отношении похвалы, пять, пять, скупым в отношении Дхаммы. Таковы пять опасностей в слишком длительном проживании на одном месте. Монахи, есть эти пять полезностей проживания на одном месте в течение умеренного срока времени. Какие пять? Монахни становятся скупым в отношении жилищ. Дхаммы. Таковы пять полезностей проживания на одном месте в течение умеренного срока времени. Патхама Кулупака сутта, посещающий семьи один. АН 5.225. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей для того, кто посещает семьи. Какие пять? Один, монах совершает нарушение, отправившись посетить семью, не уведомив другого монаха. Два, он совершает нарушение правила, запрещающего сидеть наедине с женщиной. Три, он совершает нарушение правила, запрещающего сидеть в уединенном месте с женщиной. Четыре, он совершает нарушение правила, запрещающего обучать женщину Дхамме более чем пяти или шестью предложениями. 5. Его наводняют чувственные мысли. Таковы пять опасностей для того, кто посещает семьи. Дутия Кулупака сутта, посещающий семьи 2. АН 5.226. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей для того, кто создает тесные связи с семьями. Какие пять? 1. Монах часто видит женщин. 2. Когда он их часто видит, он тесно общается с ними. 3. Когда он тесно общается с ними, они становятся близки. 4. Когда они становятся близки, похоть обнаруживает Брежвуме. 5. Когда его ум охвачен похотью, то в отношении него можно ожидать, что он будет вести святую жизнь недовольным, совершит некий порочный проступок, или же оставит тренировку и вернется к низшей жизни домохозяина. Таковы пять опасностей для того, кто создает тесные связи с семьями. Тхога сутта «Богатство». АН 5.227. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей в богатстве. Какие пять? Его могут разделить огонь, вода, цари, воры, и недовольные наследники. Таковы пять опасностей в богатстве. Монахи, таковы пять полезностей и богатства. Какие пять? 1. С помощью богатства человек делает счастливым и довольным себя и правильно поддерживает себя в счастье. 2. Он делает счастливыми и довольными своих родителей и правильно поддерживает себя в счастье. 3. Он делает счастливыми и довольными своих жену и детей, своих рабов, рабочих и слуг и правильно поддерживает себя в счастье. 4. Он делает счастливыми и довольными своих друзей и товарищей и правильно поддерживает себя в счастье. 5. Он утверждает для жрецов и отшельников ведущие в исподаяние, небесные подношения, приводящие к счастью, ведущая в небесные миры. Таковы пять полезностей и богатства. Уссурабхатта сутта, приготовление пищи. АН 5.228. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей для семьи в приготовлении пищи во второй половине дня. Какие пять? Один, приходящих гостей не обслуживают вовремя. Два, божеств, получающих жертвы в ней, не обслуживают вовремя. Три, жрецов и отшельников, которые едят один раз в день, воздерживаются от принятия пищи вечером, воздерживаются от принятия пищи в неположенное время, не обслуживают вовремя. Четыре, рабы, рабочие и слуги гримосничают, когда выполняют свою работу. Пять, большая часть не вовремя приготовленной пищи непитательна. Таковы пять опасностей для семьи в приготовлении пищи во второй половине дня. Монахи, таковы пять видов пользы для семьи в приготовлении пищи в надлежащее время. Какие пять? Приходящих гостей, божеств, жрецов и отшельников, обслуживают вовремя. Рабы, рабочие и слуги не гримосничают, когда выполняют свою работу. Большая часть вовремя приготовленной пищи питательна. Таковы пять видов пользы для семьи в приготовлении пищи в надлежащее время. Патхама Конхасаппа Сутта, Змея 1. АН 5 229. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей в черной змее. Какие пять? Она, один, нечистая. Два, зловонная. Три, пугающая. Четыре, опасная. Пять, предает друзей. Таковы пять опасностей в черной змее. Точно так же, есть эти пять опасностей в женщинах. Какие пять? Они нечистые, предают друзей. Таковы пять опасностей в женщинах. Один. Один, по мнению достопочтенного Бодхи, подобные, как правило, короткие, изредка встречающиеся вангутара ника и жена ненавистнические сутты могут быть поздней вставкой неких монахов, напуганных собственной сексуальностью, или же не желающих признавать духовный потенциал женщин. С полной уверенностью нельзя сказать о том, говорил ли Будда именно так, или же нет, однако подобные утверждения целиком противоречат другим, менее предвзятым по духу суттам о женщинах. Дутия Конхасаппа сутта, Змья 2. АН 5.230. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей в черной змее. Какие пять? Она, один, гневная. Два, враждебная. Три, смертельно ядовитая. Четыре, с раздвоенным языком. Пять, предает друзей. Таковы пять опасностей в черной змее. Точно так же, есть эти пять опасностей в женщинах. Какие пять? Они гневные, предают друзей. Монахи, вот каким образом женщины смертельно ядовиты, по большей части они склонны к сильной жажде. Вот каким образом женщины имеют раздвоенный язык, по большей части своими речами они сеют расприя. Вот каким образом женщины предают друзей, по большей части они нарушают супружескую верность. Таковы пять опасностей в женщинах. Один. Один, смотри примечание к предыдущей сутте А.Н. 5.229. Авасика сутта, не стоит почитать. А.Н. 5.231. Благословенный сказал, монахи, когда постоянно проживающий в некоем месте монах обладает пятью качествами, его не стоит почитать. Какими пятью? Один, он несовершенен в манерах и обязанностях. Два, он не ученый, не эксперт в том, что он выучил. Три, он не тот, кто не привлекает к себе внимания, не тот, кто наслаждается уединением. Четыре, он не является хорошим оратором и не обладает способностью хорошей подачи материала. Пять, он не мудрый, глупый, тупой. Когда постоянно проживающий в некоем месте монах обладает этими пятью качествами, его не стоит почитать. Монахи, когда постоянно проживающий в некоем месте монах обладает пятью качествами, его стоит почитать. Какими пятью? Он совершенен, ученый, не привлекает к себе внимания, хороший оратор, мудрый, умный, сообразительный. Когда постоянно проживающий в некоем месте монах обладает пятью качествами, его стоит почитать. Пия сутта, приятный. АН 5.232. Сутта идентична АН 5.87, но здесь вместо старший монах идет монах, постоянно проживающий в некоем месте. Сабхана сутта, украшающий. АН 5.233. Благословенный сказал, монахи, когда постоянно проживающий в некоем месте монах обладает пятью качествами, он украшает монастырь. Какими пятью? Один, он нравственен. Он пребывает, обуздывая себя патимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Два, он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме, и тщательно проникал в них воззрением. Три, он хороший оратор с хорошей манерой подачи. Он одарен речью, которая изысканно, чиста, отчетливо, хорошо выражает суть. Четыре, он способен наставить, воодушевить, вдохновить, и порадовать беседой от хами тех, кто подходит к нему. Пять, он достигает безсложности или проблем четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни. Когда постоянно проживающий в неком месте монах обладает этими пятью качествами, он украшает монастырь. Бэхупакара сутта, крайне полезен. АН 5.234. Благословенный сказал, монахи, когда постоянно проживающий в некоем монастыре монах обладает пятью качествами, он крайне полезен этому монастырю. Какими пятью? Один, он нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Два, он много изучал, помнит то, что учил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме, и тщательно проникал в них воззрением. Три, он чинит то, что было сломано и разбито. Четыре, когда из различных регионов прибыла большая сангха монахов, он подходит к мирянам и сообщает им, друзья, из различных регионов прибыла большая сангха монахов. Свершайте заслуги. Есть повод накопить заслуги. Пять, он достигает бессложности или проблем четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятным пребыванием в этой самой жизни. Когда постоянно проживающий в некоем монастыре монах обладает этими пятью качествами, он крайне полезен этому монастырю. Анукампа сутта «Сострадательный» А.Н. 5.235 Благословенный сказал, «Монахи, когда постоянно проживающий в некоем месте монах обладает пятью качествами, он проявляет сострадание к мирянам. Какими пятью? Один, он побуждает их быть нравственными. Два, он утверждает их в видении Дхаммы. Один. Три, когда они больны, он приходит к ним и утверждает в них осознанность, говоря, пусть почтенные утвердят осознанность по отношению к достойному. Два. Четыре, когда из различных регионов прибыла большая сангха монахов, он подходит к мирянам и сообщает им, друзья, из различных регионов прибыла большая сангха монахов. Свершайте заслуги. Есть повод накопить заслуги. Пять, сам он ест любую еду, которую они ему дают, грубую или превосходную. Он не разбрасывается тем, что было подарено ему из веры. Когда постоянно проживающий в некоем месте монах обладает этими пятью качествами, он проявляет сострадание к мирянам. Один, комментарий поясняет, что речь идет о видении четырех благородных истин. Два, комментарий поясняет, что речь идет об утверждении памятования о трех драгоценностях. Патхама Аваннараха сутта, заслуживающий порицание один. АН 5.236. Сутта идентична АН 5.116, но здесь вместо монахини идет монах, постоянно проживающий в некоем месте. Дутиу Аваннараха сутта, заслуживающий порицание два. АН 5.237. Благословенный сказал, монахи, когда постоянно проживающий в некоем месте монах обладает пятью качествами, он перерождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими пятью? Один, без изучения и тщательного рассмотрения он хвалит того, кто заслуживает порицание. Два, без изучения и тщательного рассмотрения он порицает того, кто заслуживает похвалы. Три, он скуп и жаден в отношении жилищ. Четыре, он скуп и жаден в отношении семей. Пять, он разбрасывается дарами, подаренными мирянами и зверы. Когда постоянно проживающий в некоем месте монах обладает этими пятью качествами, он перерождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Когда постоянно проживающий в некоем месте монах обладает пятью качествами, он перерождается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими пятью? Изучив и тщательно рассмотрев, он порицает того, кто заслуживает порицания. Изучив и тщательно рассмотрев, он хвалит того, кто заслуживает похвалы. Он не искуп и не жаден в отношении жилищ, семей. Он не разбрасывается дарами, подаренными мирянами из веры. Когда постоянно проживающий в некоем месте монах обладает этими пятью качествами, он перерождается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Татья Аваннарыха сутта, заслуживающие порицания 3. АН 5.238. Сутта аналогична предыдущей АН 5.237, но пятым пунктом идёт, он скуп и жаден в отношении обретений. Патхама Мачхария сутта, скупость 1. АН 5.239. Благословенный сказал, монахи, когда постоянно проживающие в некоем месте монах обладает пятью качествами, он перерождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими пятью? 1. Он скуп в отношении жилищ. 2. Он скуп в отношении семей. 3. Он скуп в отношении обретений. 4. Он скуп в отношении похвалы. 5. Он разбрасывается дарами, подаренными мирянами и зверы. Когда постоянно проживающий в некоем месте монах обладает этими пятью качествами, он перерождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Когда постоянно проживающий в некоем месте монах обладает пятью качествами, он перерождается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими пятью? Он не скуп в отношении жилищ, не разбрасывается дарами, подаренными мирянами и зверы. Когда постоянно проживающий в некоем месте монах обладает этими пятью качествами, он перерождается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Дутия Мачхария сутта, скупость 2. АН 5.240. Сутта идентична предыдущей АН-5-239, но пятым пунктом идет он в куб в отношении Дхаммы. Сутты АН-5-241-244 Эти сутты идентичны АН-5-217, но вместо поведения, которое не внушает доверия, идут соответственно следующие фразы «неблагое поведение», АН-5-241, «неблагое телесное поведение», АН-5-242, «неблагое словесное поведение», АН-5-243, «неблагое умственное поведение», АН-5-244 Апараду-Чирита-сутта, еще о неблагом поведении АН-5-245. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять опасностей в неблагом поведении». Какие пять? Один, человек венит сам себя. Два, мудрый человек, изучив его, порицает его. Три, он обретает плохую репутацию. Четыре, он отпадает от благой Дхаммы. Пять, он утверждается в плохой Дхамме. Таковы пять опасностей в неблагом поведении. Монахи, есть эти пять благ в хорошем поведении. Какие пять? Человек не винит сам себя. Мудрый человек, изучив его, хвалит его. Он обретает хорошую репутацию. Он отпадает от плохой Дхаммы. Он утверждается в благой Дхамме. Таковы пять благ в хорошем поведении. Сутты АН-5-246-248 Сутты идентичны предыдущей АН-5-245, но здесь соответственно вместо поведения идет неблагое телесное поведение, неблагое словесное поведение, неблагое умственное поведение. Сиватхика сутта, кладбище. АН-5-249 Благословенный сказал, Монахи, есть эти пять опасностей в кладбище. Какие пять? Оно нечистое. Оно зловомное. Оно опасное. Оно является обителью диких духов. Оно является местом, где многие рыдают. Таковы пять опасностей в кладбище. Точно так же, есть пять опасностей в человеке, который схож с кладбищем. Какие пять? Один, вот некий человек пускается в нечистое телесное, словесное, умственное действие. Вот каким образом, я говорю вам, он нечист. Как кладбище является нечистым, таков, я говорю вам, это человек. Два, поскольку он пускается в нечистое телесное, словесное, умственное действие, он обретает плохую репутацию. Вот каким образом, я говорю вам, он зловонен. Как кладбище является зловонным, таков, я говорю вам, это человек. Три, поскольку он пускается в нечистое телесное, словесное, умственное действие, его хорошо себя ведущие товарищи монахи держатся от него подальше. Вот каким образом, я говорю вам, он считается опасным. Как кладбище считается опасным, таков, я говорю вам, – это человек. 4. Пускаясь в нечистое телесное, словесное, умственное действие, он проживает с такими же личностями, как и он сам. Вот каким образом, я говорю вам, он является обителью диких личностей. Как кладбище является обителью диких духов, таков, я говорю вам, это человек. 5. Увидев то, как он пускается в нечистое телесное, словесное, умственное действие, его хорошо себя ведущие товарищи монахи жалуются на него, о, какая мука жить с такими людьми. Вот каким образом, я говорю вам, над ним рыдают. Как кладбище является местом, где многие рыдают, таков, я говорю вам, и это человек. Таковы, монахи, пять опасностей в человеке, который схож с кладбищем. Пуггалопаса да сутта, доверие к человеку. АН 5.250. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять опасностей в утверждении доверия к человеку. Какие пять? Один, человек, к которому другой человек имеет полное доверие, может совершить проступок, из-за которого Сангха изгонит его. Мысль приходит к другому человеку, милого и приятного мне человека Сангха изгнала. И тогда он теряет большую часть своего доверия к монахам. Поскольку он утратил большую часть своего доверия к ним, он не общается с другими монахами. Поскольку он не общается с другими монахами, он не слышит благой Дхаммы. Поскольку он не слышит благой Дхаммы, он отпадает от благой Дхаммы. Такова первая опасность утверждения доверия к человеку. 2. Далее, человек, к которому другой человек имеет полное доверие, может совершить проступок, из-за которого Сангха заставит его сидеть в конце. 1. Мысль приходит к другому человеку, милого и приятного мне человека Сангха заставила сидеть в конце. И тогда он теряет большую часть своего доверия к монахам. Поскольку он не слышит благой Дхаммы, он отпадает от благой Дхаммы. Такова вторая опасность утверждения доверия к человеку. 3. Далее, Человек, к которому другой человек имеет полное доверие, может уехать в некую другую область. Мысль приходит к другому человеку, милый и приятный не человек уехал в другую область. Он не общается с другими монахами. Поскольку он не общается с другими монахами, он не слышит благой Дхаммы. Поскольку он не слышит благой Дхаммы, он отпадает от благой Дхаммы. Такова третья опасность в утверждении доверия к человеку. Четыре, далее, человек, к которому другой человек имеет полное доверие, может расстричься. Мысль приходит к другому человеку, милый и приятный нечеловек расстричься. Он не общается с другими монахами. Поскольку он не общается с другими монахами, он не слышит благой Дхаммы. Поскольку он не слышит благой Дхаммы, он отпадает от благой Дхаммы. Такова четвертая опасность утверждения доверия к человеку. 5. Далее, человек, которому другой человек имеет полное доверие, может умереть. Мысль приходит к другому человеку, Милый и приятный нечеловек скончался. Он не общается с другими монахами. Поскольку он не общается с другими монахами, он не слышит благой Дхаммы. Поскольку он не слышит благой Дхаммы, он отпадает от благой Дхаммы. Такова пятая опасность в утверждении доверия к человеку. Таковы, монахи, пять опасностей в утверждении доверия к человеку. Один, подобное наказание накладывается, если монах совершил проступок класса Сангхадисисы. Упасампадета Басутта, может давать высшее посвящение. АН 5.251 Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монах может давать высшее монашеское посвящение. Какими пятью? Вот монах, один, обладает совокупностью нравственного поведения того, кто окончил тренировку. Два, он обладает совокупностью сосредоточения того, кто окончил тренировку. Три, он обладает совокупностью мудрости того, кто окончил тренировку. 4. Он обладает совокупностью освобождения того, кто окончил тренировку. 5. Он обладает совокупностью знаний и видений освобождения того, кто окончил тренировку. Обладая этими пятью качествами, монах может давать высшее монашеское посвящение. Несая сутта, зависимость. АН 5.252. Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, монах может давать зависимость. 1. Какими пятью? Вот монах, 1. Обладает совокупностью нравственного поведения того, кто окончил тренировку. 2. Он обладает совокупностью сосредоточения того, кто окончил тренировку. 3. Он обладает совокупностью мудрости того, кто окончил тренировку. 4. Он обладает совокупностью освобождения того, кто окончил тренировку. 5. Он обладает совокупностью знаний и видений освобождения того, кто окончил тренировку. Обладая этими пятью качествами, монах может давать зависимость. Один, Несая. Имеется в виду зависимое проживание ученика от учителя. Как правило, оно длится пять лет, в течение которых учитель обучает ученика Дхами и Винаи. Самонера сутта, послушник. АН 5.253. Благословенный сказал, монахе, когда монах обладает пятью качествами, ему может прислуживать послушник. Какими пятью? Вот монах, один, обладает совокупностью нравственного поведения того, кто окончил тренировку. Два, он обладает совокупностью сосредоточения того, кто окончил тренировку. Три, он обладает совокупностью мудрости того, кто окончил тренировку. Четыре, он обладает совокупностью освобождения того, кто окончил тренировку. Пять, он обладает совокупностью знания и видения освобождения того, кто окончил тренировку. Когда монах обладает этими пятью качествами, ему может прислуживать послушник. Мачхария сутта, скупость. АН 5.254. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять видов скупости. Какие пять? Один, скупость в отношении жилищ. Два, скупость в отношении семей. Три, скупость в отношении обретений. Четыре, скупость в отношении похвалы. Пять, скупость в отношении Дхаммы. Таковы пять видов скупостей. Из этих пяти видов скупости самая отвратительная является скупость в отношении Дхаммы». Мачхария пахана сутта, оставление скупости. АН 5.255. Благословенный сказал, «Монахи, святая жизнь ведется ради оставления и уничтожения пяти видов скупости. Каких пяти? Скупости в отношении, один, жилищ. Два, семей. Три, обретений. Четыре, похвалы. Пять, Дхаммы. Святая жизнь ведется ради оставления и уничтожения этих пяти видов скупости». Патхама Дххана сутта, первая Дххана. АН 5.256. Благословенный сказал, «Монахи, не отбросив этих пяти вещей, человек не способен войти и пребывать в первой Дххане». Каких пяти? Скупости в отношении, один, жилищ. Два, семей. Три, обретений. Четыре, похвалы. Пять, Дхаммы. Не отбросив этих пяти вещей, человек не способен войти и пребывать в первой Дххане. Монахи, отбросив этих пяти вещей, человек способен войти и пребывать в первой Дххане. Какие пять? Скупость в отношении и жилищ. Дхаммы. Отбросив эти пять вещей, человек способен войти и пребывать в первой Дххане. Сутты АН-5-257-263 Сутты идентичны АН-5-256, но вместо неспособности войти в первую джхану здесь перечисляются другие виды неспособностей, войти и пребывать во второй джхане, войти и пребывать в третьей джхане, войти и пребывать в четвертой джхане, реализовать плод вступления в поток, реализовать плод однажды возвращения, реализовать плод невозвращения, реализовать плод араханства. Апарападхамаджхана сутта, еще первой джхане. АН 5.264. Благословенный сказал, монахи, не отбросив этих пяти вещей, человек не способен войти и пребывать в первой джхане. Каких пяти? Скупости в отношении, один, жилищ, два, семей, три, обретений, четыре, похвалы, пять, неблагодарности и отсутствие признательности. Не отбросив этих пяти вещей, человек не способен войти и пребывать в первой джхане. Монахи, отбросив эти пять вещей, человек способен войти и пребывать в первой джхане. Какие пять? Скупость в отношении, жилищ, неблагодарность и отсутствие признательности. Отбросив эти пять вещей, человек способен войти и пребывать в первой джхане. Сутты АН-5-265-271 Сутты идентичны АН-5-264, но вместо неспособности войти в первую джхану здесь перечисляются другие виды неспособностей – войти и пребывать во второй джхане, войти и пребывать в третьей джхане, войти и пребывать в четвертой джхане, реализовать плод вступления в поток, реализовать плод однажды возвращения, реализовать плод невозвращения, реализовать плод араханства. В хаттудеса ка сутта, распределяющий обеды. АН 5.272. Благословенный сказал, один, монахи, монаха, обладающего пятью качествами, не следует ставить на должность распределяющего обеды. Какими пятью? Он пускается в неподобающее поведение из-за жажды. Он пускается в неподобающее поведение из-за злобы. Он пускается в неподобающее поведение из-за заблуждения. Он пускается в неподобающее поведение из-за страха. Он не знает, какой обед был распределен, а какой не был распределен. Монаха, обладающего этими пятью качествами, не следует ставить на должность распределяющего обеды. Монахи, монаха, обладающего пятью качествами, можно ставить на должность распределяющего обеды. Какими пятью? Он не пускается в неподобающее поведение из-за жажды, злобы, заблуждения, страха. Он знает, какой обед был распределен, а какой не был распределен. Монаха, обладающего этими пятью качествами можно ставить на должность распределяющего обеды. 2. Монахи, монаха, обладающего пятью качествами, который уже поставлен на должность распределяющего обеды, не следует отправлять. Какими пятью? Он пускается в неподобающее поведение из-за жажды, не знает, какой обед был распределен, а какой не был распределен. Монаха, обладающего этими пятью, не следует отправлять. Монахи, монаха, обладающего пятью качествами, который уже поставлен на должность распределяющего обеды, можно отправлять. Какими пятью? Он не пускается в неподобающее поведение из-за жажды, знает, какой обед был распределен, а какой не был распределен. Монаха, обладающего этими пятью, можно отправлять. Три, монахи, монаха, обладающего пятью качествами, который уже поставлен на должность распределяющего обеды, следует считать глупым. Какими пятью? Он пускается в неподобающее поведение из-за жажды, не знает, какой обед был распределен, а какой не был распределен. Монаха, обладающего этими пятью, следует считать глупым. Монахи, монаха, обладающего пятью качествами, который уже поставлен на должность распределяющего обеды, следует считать мудрым. Какими пятью? Он не пускается в неподобающее поведение из-за жажды, знает, какой обед был распределен, а какой не был распределен. Монаха, обладающего этими пятью, следует считать мудрым. 4. Монахи, монах, обладающий пятью качествами, который уже поставлен на должность распределяющего обеды, содержит себя в изувеченном искалеченном состоянии. Какими пятью? Он пускается в неподобающее поведение из-за жажды, не знает, какой обед был распределен, а какой не был распределен. Монах, обладающий этими пятью, содержит себя в изувеченном искалеченном состоянии. Монахи, монах, обладающий питью качествами, который уже поставлен на должность распределяющего обеды, держит себя неизувеченным и неискалеченным. Какими питью? Он не пускается в неподобающее поведение из-за жажды, знает, какой обед был распределен, а какой не был распределен. Монах, обладающий этими питью, держит себя неизувеченным и неискалеченным. 5. Монахи, монах, обладающий питью качествами, который уже поставлен на должность распределяющего обеды, перерождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими пятью? Он пускается в неподобающее поведение из-за жажды, не знает, какой обед был распределен, а какой не был распределен. Монах, обладающий этими пятью, перерождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Монахи, монах, обладающий пятью качествами, который уже поставлен на должность распределяющего обеды, перерождается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими питью? Он не пускается в неподобающее поведение из-за жажды, знает, какой обед был распределен, а какой не был распределен. Монах, обладающий этими питью, перерождается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Сутты АН 5.273-285 Сутты выстроены по шаблону АН 5.272, но меняется должность монаха, монахи, монаха, обладающего питью качествами, не следует ставить на должность назначающего жилища. 1. Какими питью? Он пускается в неподобающий, не знает, какие жилища были назначены, а какие не были назначены. АН 5.273 Монахи, монаха, обладающего питью качествами, не следует ставить на должность распределяющего жилища. 2. Какими питью? Он пускается в неподобающий, не знает, какие жилища были распределены, а какие они были распределены. АН 5.274. Монахи, монаха, обладающего пятью качествами, не следует ставить на должность кладовщика. Какими пятью? Он пускается в неподобающий, не знает, какие вещи должны оберегаться, а какие не должны оберегаться. АН 5.275. Монахи, монаха, обладающего пятью качествами, не следует ставить на должность получающего материал для шитья и деяний. Какими пятью? Он пускается в неподобающий, не знает, какой материал был получен, а какой не был получен. АН 5276, монахи, монаха, обладающего пятью качествами, не следует ставить на должность распределяющего материал для шитья и деяний. Какими пятью? Он пускается в неподобающий, не знает, какой материал был распределен, а какой не был распределен. АН 5277, монахи, монаха, обладающего пятью качествами, не следует ставить на должность распределяющего рисовую кашу. Какими пятью? Он пускается в неподобающий, не знает, какая рисовая каша была распределена, а какая не была. АН 5.278, монахи, монаха, обладающего пятью качествами, не следует ставить на должность распределяющего фрукты. Какими пятью? Он пускается в неподобающий, не знает, какие фрукты были распределены, а какие ни были. АН-5-279, монахи, монаха, обладающего пятью качествами, не следует ставить на должность распределяющего торты. Какими пятью? Он пускается в неподобающий, не знает, какие торты были распределены, а какие ни были. АН-5-280, монахи, монаха, обладающего пятью качествами, не следует ставить на должность раздающего мелкие принадлежности. Какими пятью? Он пускается в неподобающий, не знает, какие принадлежности были розданы, а какие не были. АН 5.281. Монахи, монаха, обладающего пятью качествами, не следует ставить на должность распределяющего ткани от дождя. Какими пятью? Он пускается в неподобающий, не знает, какие ткани от дождя были распределены, а какие не были. АН 5.282. Монахи, монаха, обладающего пятью качествами, не следует ставить на должность распределяющего чаши. Какими пятью? Он пускается в неподобающий, не знает, какие чаши были распределены, а какие не были. АН 5.283, монахи, монаха, обладающего пятью качествами, не следует ставить на должность надсмотрщика за помощниками по монастырю. Какими пятью? Он пускается в неподобающий, не знает, за какими помощниками по монастыре уже присматривают, а за какими нет. АН 5.284, монахи, монаха, обладающего пятью качествами, не следует ставить на должность надсмотрщика за послушниками. Какими пятью? Он пускается в неподобающий, не знает, за какими послушниками уже присматривают, а за какими нет. АН 5.285, 1, примечание переводчика С.В., подобная должность была у старца Араханта Дабгемаулапуты. Согласно Виная, многие монахи специально приезжали поздно вечером, когда наступала тьма, чтобы увидеть сверхспособности старца, который психическими силами зажигал огонь на пальцы своей руки и таким образом сопровождал во тьме новоприбывших монахов в те или иные жилища, которые им сам и назначал. 2. По заметке достопочтенного Бодхи и достопочтенного Тханиссара, разница между назначающим и распределяющим жилищем неясна, и комментарии никак не поясняют этого. Тхикхусута, монах АН 5.286 Благословенный сказал, «Монахи, обладая пятью качествами, монах перерождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими пятью? Он, один, уничтожает жизнь, два, берет то, что не дано, три, не соблюдает целомудря, четыре, лжет, пять, потакает употреблению вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Обладая этими пятью качествами, монах перерождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Монахи, обладая пятью качествами, монах перерождается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими пятью? Он воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что ему не было дано, от сексуальной активности, от лжи, от вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Обладая этими пятью качествами, монах перерождается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Сутты АН-5-287-290 Сутты идентичны АН-5-286, но вместо монаха здесь идёт, монахиня, АН-5-287, испытуемая, один, АН-5-288, послушник, АН-5-289, послушница, АН-5-291, примечание переводчика С.В., Сикхамана. Это послушница, самонерия, которая проходит обязательный испытательный двухлетний срок со строгими правилами перед тем, как получить высшее посвящение и стать монахиней, Тхикхуне. Сутты АН-5-291-292 Сутты идентичны АН-5-286, но вместо монаха здесь идёт, соответственно, мирянин и мирянка, а третье правило заменяется, вместо не соблюдает целомудрия здесь идёт, пускается в неблагое сексуальное поведение. Адживака сутта, Адживака. АН-5-293 Благословенный сказал, монахи, обладая пятью качествами, Адживака, один, перерождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими пятью? Он, один, уничтожает жизнь, два, берёт то, что не дано, три, не соблюдает целомудрия, четыре, лжёт, пять, потакает употреблению вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Обладая этими пятью качествами, Адживака перерождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Один, это одна из групп монашествующих отшельников времён Будды. Их предводителем, а может и просто самым выдающимся из них, был Макхали Гасала. Сутты АН-5-294-302 Сутты идентичны АН-5-293, но вместо Адживаки здесь идёт, Нигандха, один, АН-5-294, последователь бритоголовых, АН-5-295, отшельник со спутанными волосами, АН-5-296, странник, АН-5-297, Магандика, АН-5-298, Тидандика, АН-5-299, Арутхака, АН-5-300, Готамака, АН-5-301, Дывадхамика, АН-5-302, Один, по заметке достопочтенного Бодхе, здесь не совсем понятно, идёт ли в некоторых из этих сут речь об организованном движении, как, например, в случае с Нигандхамы, будущими джайнами, или же имеется в виду тот или иной отшельник, соблюдающий особый вид аскезы. Патхама сутта, первая. АН-5-303 Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать пять вещей. Какие пять? Один, восприятие непривлекательности, два, восприятие смерти, три, восприятие опасности, четыре, восприятие отвратительности еды, пять, восприятие невосхищения целым миром. Ради прямого знания жажды следует развивать эти пять вещей. Дутия сутта, вторая. АН-5-304 Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать пять вещей. Какие пять? Один, восприятие непостоянства, два, восприятие безличности, три, восприятие смерти, четыре, восприятие отвратительности еды, пять, восприятие невосхищения целым миром. Ради прямого знания жажды следует развивать эти пять вещей. Татья сутта, третья. АН-5-305 Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать пять вещей. Какие пять? Один, восприятие непостоянства, два, восприятие страдательности в непостоянном, три, восприятие безличности в страдательном, четыре, восприятие оставления, пять, восприятие бесстрастия. Ради прямого знания жажды следует развивать эти пять вещей. Четутка сутта, четвертая. АН-5-306 Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать пять вещей. Какие пять? 1, качество веры, 2, качество усердия, 3, качество сознанности, 4, качество сосредоточения, 5, качество мудрости. Ради прямого знания жажды следует развивать эти пять вещей. Панчамасутта, 5. АН 5.307. Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать пять вещей. Какие пять? 1. Силу веры, 2. Силу усердия, 3. Силу осознанности, 4. Силу сосредоточения, 5. Силу мудрости. Ради прямого знания жажды следует развивать эти пять вещей. Судты АН 5.308.316. Судты идентичны АН 5.303.307, но вместо ради прямого знания жажды здесь идут другие фразы, ради полного понимания жажды, ради полного уничтожения жажды, ради оставления жажды, ради уничтожения жажды, ради преудоления жажды, ради угасания жажды, ради прекращения жажды, ради отказа от жажды, ради покидания жажды, и, кроме прочего, в каждой перечисляются сразу все пятерки из АН 5.303.307. Судты АН 5.317.1152. Судты идентичны АН 5.303.316, но пятерки первых пяти судт рассматриваются теперь уже отдельно, и вместо жажды здесь идут иные значения – злобы, заблуждения, злости, враждебности, клеветы, презрения, зависти, скупости, неискренности, лукавства, упрямства, горячности, самомнения, надменностей, опьянения, беспечности.